...покующей командой броненосцу в самом мощном экзоскелете. Перед тем, как пятерка штурмовиков ринулась в атаку, их группа прикрытия произвела по укреплению Корсара залп из гауссовок. Полдюжины молниеносных снарядов с хлестким свистом пронеслись по воздуху и ударили в окна второго этажа, проделав во внутренней, некапитальной стене коридора дыры размером с футбольный мяч. Один из снарядов зацепил простенок, чем изрядно расширил оконный проем, за долю секунды развалив кирпичную кладку так, как рабочий с отбойным молотком не справился бы с этим и за четверть часа. По коридору пронесся вихрь из осколков штукатурки, кирпичей и едкой пыли. В вырванный из ближайшего косяка обломок деревянного бруса шибанул Корсара по спине не хуже бейсбольной биты. Если бы не бронепластины комбинезона, Долговец нескоро оклемался бы от пережитого удара. Застанав от боли, Корсар тем не менее нашел в себе силы вернуться на боевую позицию, поскольку не мог упустить благоприятный момент для контратаки. Долговец заметил подготовительные маневры противника и понял, как тот собирается идти на прорыв. В пробитии с ПКМ грейдерный нож было проблематично. Он был сделан из стали толщиной в два пальца. Но при наличии гранатомета с кумулятивным снарядом Корсар мог поразить не только несущего щит броненосца, но и сжечь всю идущую за ним группу. Шанс прикончить одним выстрелом пятерых врагов был настолько реален, что боец Воронина без колебаний отложил пулемет, привел Муху в боевое положение и, завидев спешащую к зданию штурмовую команду, высунулся из окна, чтобы осуществить задуманные. Расстояние позволяло поразить противника даже не целясь. Но Долговец решил, что заполнившие этаж плотные клубы пыли скроют его от вражеского взора и дадут время прицелиться, как положено. В этом и заключалась фатальная ошибка Корсара. Пока он ловил на мушку грейдерный нож, зоркий глаз одного из гауссов поймал Долговца в прицел электромагнитной пушки. К несчастью, пыль недостаточно хорошо скрыла гранатометчика, и едва его позиция была раскрыта, по ней сразу же ударила вражеская гауссовка. Голова Корсара исчезла вместе с изрядным куском стены у него за спиной, однако тело бедолаги осталось стоять на ногах, удерживая на плече наведенную на штурмующих муху. Сектант опередил Долговца на выстреле, но даже молниеносный снаряд гауссовки не смог обогнать нервный импульс, что пробежал таки от мозга Корсара к его пальцу, лежащему на пусковой кнопке гранатомета. И потому, когда источник этого импульса обратился в кровавые брызги, отданный им мысленный приказ тем не менее добрался до адресата и сократил на руке обезглавленного стрелка нужную мышцу. Муха исправно выплюнула из себя снаряд и лишь после этого выпала из обмякших рук мертвого Долговца, чему также способствовала реактивная струя стартовавшей гранаты, ударившая в коридорную стену. А тело Корсара перевалилось через подоконник и мешком рухнуло на рассыпанную под окнами груду битого кирпича. Но прежде чем оно шмякнулось озимь, кумулятивная граната достигла своей цели и, пробив толстенную сталь, разорвалась ослепительной вспышкой, сжигающей вокруг себя все живое и неживое. Жаль, нанесенный ею ущерб оказался гораздо скромнее того, на какой рассчитывал Корсар. Но так или иначе, за свою смерть он поквитался. Завидев выпущенную по ним гранату, лидер штурмовой группы бросил щит и зарал идущим следом бойцами, чтобы те разбегались. Дважды повторять не пришлось. Четверо сектантов шарахнулись кто куда, словно носки педаренные. По злой иронии судьбы, не повезло скрыться лишь тому, кто предупредил остальных об опасности. Снаряд Долговца врезался в грейдерный нож и взорвался прямо перед броненосцем, который не успел отскочить на безопасное расстояние и угодил аккурат под высокотемпературную кумулятивную струю. Вспышка мгновенно обратила монолитовца в обугленный труп, сплавив сектанта с его же экзоскелетом в единое целое. А напоследок, словно этого было еще недостаточно, на мертвого броненосца рухнул прожженный мухой его огромный щит. Впрочем, участникам сорвавшегося штурма посчастливилось избежать рукотворной, а вовсе не аномальной жарки. Бросившись за укрытие, сектанты приготовились к тому, что сейчас из окон двухэтажки по ним откроет огонь еще какой-нибудь наемник. Но помимо приконченного гранатометчика, других противников на тех позициях больше не появилось. Впрочем, радоваться скорой победе было рановато. Неизвестно, как обстояли дела у отправившейся за товаром делегации. Доносившаяся сверху шквальная канонада прекратилась столь же резко, как и началась. А вот в чью пользу завершилась та короткая стычка, семерки монолитовцев еще только предстояло выяснить. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Глава девятая Два коротких, но яростных боя закончились практически одновременно. Тело прирезанного кальтером пулеметчика скатилось по лестнице в тот момент, когда внизу на стройплощадке раздался взрыв кумулятивной гранаты, выпущенной уже мертвым корсаром. И если прикончившие его сектанты пока гадали о судьбе ушедших наверх собратьев, кальтеру и мракобесу незавидная участь их напарника стала ясна сразу, как только стихла стрельба. Перебить за такой малый срок десятерых противников долговцу было нереально. Максимум, на что он был способен, это придержать их огнем, пока напарники выбираются из здания. Но заградительный огонь стих, а из окон двухэтажки валили и разносились по ветру клубы пыли. Все указывало на то, что о прикрытии можно благополучно забыть. Сколько бы еще не выжило монолитовцев, скоро все они прибудут на место несостоявшегося обмена. Долговцам и интрудеру требовалось срочно сбрасывать на землю прихваченные с собой фалы и спускаться по ним вдоль не имеющие окон южной стены многоэтажки. Однако предпринять экстренные отступления могли лишь кальтер и мракобес. Дела подстреленного из пулемета Бульбы были плохи. Он не мог даже самостоятельно передвигаться, не говоря уже о верхолазных трюках. Угодивший под пули долговец истекал кровью, и едва суматоха на площадке улеглась, мракобес тут же бросился к раненому товарищу для оказания ему первой помощи. Кальтеру хватило одного взгляда, чтобы понять. Бульбе повезет, если при таких ранениях он доживет до обеда. Неизвестно, имелся ли в баре квалифицированный хирург и насколько быстро мог прибыть туда по вызову легендарной эскулап-зоны, болотный доктор. Но сейчас, между Бульбой и единственным местом, где ему могли оказать помощь, пролегала половина диких земель, а у подножия здания околачивалась не весь сколько уцелевших сектантов. У самих мракобеса и кальтера шансов уцелеть практически не было. Какая уж тут забота о раненом. Окажись на его месте интрудер, он нашел бы в себе силы проглотить ампулу с цианидом. Но Бульба, хоть и пребывал на грани жизни и смерти, о самоубийстве явно не помышлял. Мракобес тоже не собирался избавлять товарища от страданий. Наоборот, взялся поспешно колоть ему морфий и накладывать кровоостанавливающие жгуты из всего, что попадалось под руку. Майор сорвал защитную маску и шлем с приконченного им первым сектанта, приподнял ему за волосы голову, отер залитой кровью лицо мертвеца и окликнул воззевшегося с раненым мракобеса. — Это Гурон? Долговец оторвался ненадолго от хлопот, пристально вгляделся в мертвого врага и, помотав головой, ответил. — Нет, явно не он. Тот на индейца похож. А у нашего жмурика морда будто у того актера, что в русских сериалах снимается. Вот такой белобрысый. А, да какая нахрен разница? — Профукали мы Гурона, и так все ясно. Или он где-то внизу, или вообще не пришел в дикие земли. Иди лучше помоги Бульбе кровь остановить, пока эти козлы еще у входа конетелятся. — Бульба не жилец, и ты это видишь, — отозвался кальтер. — Оставь его, и спускаемся вниз. А то еще минута, и будет поздно. Надо успеть скрыться. Секта подумает, что их хотели кинуть наемники, только и всего. А ты проведешь меня к военным складам, и сегодня ночью мы исправим нашу ошибку. — Я не уйду отсюда без Бульбы, — воспротивился мракобес. — Его надо доставить на базу. Там есть толковый врач, он ему поможет. А ты поможешь мне и Бульбе. — У меня нет на это времени, — отрезал интрудер, вынув из пальцев мертвого врага свою полумаску и забирая припрятанные за колонной винтовку и разгрузочный жилет. — Этой ночью я должен быть на военных складах. И ты тоже. У тебя есть приказ — убить Гурона. И твое задание еще не выполнено. — Да пошел ты со своими приказами, — взорвался долговец. — Мой друг умирает. Неужели не врубаешься? И я дотащу его до бара любой ценой, с твоей помощью или без. — Я выдвигаюсь к складам, а ты как пожелаешь, — бросил ему кальтер, прежде чем направиться к ведущей вниз лестницы. — Но в таком случае мне нет дела до вашего Гурона. Договор расторгнут. — Иди к черту! — огрызнулся мракобес и взялся затягивать истекающему кровью товарищу очередной жгут. — Бульбу, мой лучший друг, и если нам придется вместе подохнуть, то значит так тому и быть. А ты мне никто, и плевать я на тебя хотел, понял? Кальтер не ответил. Он уже спускался по лестнице и прислушивался к тому, что происходит на стройплощадке. Судя по всему, сектанты намеревались прочесать здание. Снаружи доносились короткие отрывистые команды, коими перебрасывались приближающиеся ко входу враги. Бежать ниже было опасно, поскольку майор не ведал, с какими силами ему придется столкнуться на первом этаже. Прыгать в окно тоже являлось не лучшим вариантом отступления. За четверть века под стенами высотки скопились кучи строительного мусора, сегая на которой из окна второго этажа интрудер рисковал переломать себе ноги. Оставался один выход — воспользоваться альпинистской лебедкой. Что майор и сделал, зацепившись карабином за выступ на подоконнике и выскочив в оконный проем на северной стене высотки. Спуск и сматывание троса отняли у тренированного верхолаза кальтера считанные секунды, но уйти незамеченным у него все равно не получилось. Когда майор коснулся ботинками земли, монолитовцы как раз ворвались на первый этаж. Но, заметив в окнах какое-то движение, они живо смекнули, что почем, и тут же выскочили наружу. Сектанты явно рассудили, что наемники не захотели очутиться в ловушке, и едва поняли, что их авантюра не выгорела, прихватили наиболее ценные артефакты и покинули здание по спусковым тросам. И хоть ряды сектантов заметно поредели, они еще были полны решимости настигнуть беглецов, которые также наверняка понесли ощутимые потери. По крайней мере, один сводник точно лежал сейчас обезглавленным на груди битого кирпича у края стройплощадки. Будто преследуемая стаей собак кошка, интрудер пронес со знакомым маршрутом от высотки до угла дощатого склада и, засев за перевернутым мусорным контейнером, задержался на мгновение, чтобы вычислить, какие силы его преследуют. Шесть или семь противников, половина из которых облачена в экзоскелеты. Неведомо, сколько среди них гауссов, но надо исходить из расчета, что майор находится на прицеле четырех электромагнитных пушек. Так оно и было. Гауссовка, убитого корсаром сектанта, подобрал один из его выживших собратьев. Сколько монолитовцев осталось в здании, можно было лишь догадываться. Но в любом случае, теперь марокобесу предстояло схватиться с гораздо меньшей вражеской группой. Впрочем, скоро это выяснится по автоматным очередям, что неминуемо раздадутся из высотки, когда сектанты поднимутся на третий этаж. Страшный удар сотряс контейнер, за которым притаился майор, и моментально в боку железного ящика, в полуметре от кальтера, возникла огромная сквозная дыра с рваными, разверзнутыми наружу краями. Затем это стремительное нечто вдобавок прошило насквозь трансформаторную будку, стоящую в сотне метров позади кальтера, и разворотило вдалеке еще что-то. До интрудера долетел лишь грохот и звон разбитого стекла. Недолго думая, майор кинулся за угол склада, и тут началось такое, что можно было сравнить лишь с бушующим смерчем, редким явлением даже для богатой на всевозможные катаклизмы зоны. Раздавшийся вслед за первым гораздо более мощный удар отшвырнул контейнер как спичечный коробок, разнес на куски трансформатор и проделал внушительную брешь в торце приржавевшей к рельсам железнодорожной цистерны. После чего дощатый, обитый жестью склад, вдоль стены которого бежал майор, начал в буквальном смысле разрываться на части. Сей бурный разрушительный процесс сопровождался помимо треска чередой методичных звуков, похожих на свист огромного бича и раскатистыми ударами по жести. Никаких взрывов ни внутри склада, ни снаружи не раздавалось. И тем не менее, протянувшаяся через всю площадку строение начало планомерно разлетаться на куски от одного конца к другому, словно длинная связка новогодних петард. Бросив мимолетный взгляд через плечо, Кальтер с ужасом обнаружил, что не только склад позади него обращается в хаотическое нагромождение шифера, жести и досок. Замерший на ближнем пути товарный состав постигла та же участь. Свистящий грохочущий ураган разносил в щепки деревянные вагоны, оставляя от них лишь голые платформы, сдвинуть которые было под силу, пожалуй, только ядерному взрыву. Что за стихия учинила весь этот бедлам, долго гадать не пришлось. Четыре пушки Гаусса шарахли поочередно, одна за одной, не давая Кальтеру и секундные передышки. Сектанты явно не собирались утруждать себя долгой погоней по диким землям. Куда проще было сначала сравнять этот район с землей, а потом не спеша поискать в завалах тело шустрого беглеца. Скрупулезность, с какой Гауссы подошли к решению поставленной задачи, пугала не на шутку. Не жалея снарядов, они методично накрывали огнем сектор за сектором, вынуждая интрудеры двигаться в одном направлении — вперед и только вперед. Позади Кальтеры бушевал вихрь из разномастных обломков, в какие снаряд Гауссовки обращал все, что попадалось ему на пути. А впереди у майора выселась кирпичная стена, служившая не то границей сортировочной станции, не то всего лишь разделительным барьером между ее обширными участками. Преодолеть стену с разбегу Кальтер при желании мог, тем паче, что сейчас он и так несся, сломя голову. Но натянутый поверх забора проволочное заграждение не позволило бы интрудеру перескочить стену в один лихой мах. Беглец очутился между неприступной преградой и настигающим его хаосом, уцелеть в котором, казалось, не сумела бы и муха. Склад и вагоны исчезали, будто карточные домики под порывами ветра, а отрывающие от них фрагмент за фрагментом Гауссы не позволяли этой буре утихнуть ни на миг. Майор видел, что она настигнет его, когда он доберется до ограды. А потом, даже если Кальтер увернется от молниеносного снаряда, обломки, разнесенные взрывом стены, похоронят человека под кирпичным курганом, на разгребании Коева уйдет добрых полдня. Хотя для носителя экзоскелета такая работенка вряд ли покажется в тягость, и любой из броненосцев выроет беглеца из-под руин, даже не напрягаясь. В этом и состояло главное преимущество пушек Гаусса. Начальная скорость их снарядов позволяла бить по цели прямой наводкой на большом расстоянии, а против их пробивной силы могло устоять далеко не каждое укрытие. Сейчас враг стрелял по Кальтеру специальными тупоконечными снарядами, чья пробивная мощь была понижена в пользу разрушительной способности. Попадая в препятствие, такой снаряд не просто прошивал его, а вдобавок разносил на куски. При попадании же в металлическую поверхность он оставлял огромные рваные дыры. За счет разлетающихся обломков область поражения Гауссовки увеличивалась многократно. А ведя огонь сразу из четырех электромагнитных пушек, сектанты и вовсе не оставляли Кальтеру шанса на выживание. Казалось, будто на всем обозримом пространстве нет такой преграды, что защитил и бы майора от всепроникающих снарядов. Кроме разве что одного единственного укрытия, отвесного края разгрузочной площадки, по которой в настоящий момент улепетывал Кальтер. Для удобства разгрузки товарных составов, площадка была сооружена на уровне вагонных платформ. Чтобы перебраться внутрь вагона, можно было обойтись без трапа. Состав подходил к краю бетонного возвышения практически вплотную. Между ними оставалась только узкая щель, протиснуться в которую было бы возможно, лишь сняв сталкерский комбинезон. Времени раздеваться у Кальтера не было. Но ему это и не требовалось. Добежав до сцепки последнего и предпоследнего вагонов, интрудер сиганул промеж них в довольно широкий просвет. После чего, упав на шпалы, поднырнул под колесную пару и замер, укрытый со всех сторон многотонной железной конструкцией. А через секунду шквальный огонь гауссовок прошелся над головой майора, сметая с площадки остатки склада и в мгновение ока разнося дощатый вагон, словно тот был склеен из картона. Сверху на Кальтера посыпались грязь, гвозди и щепки, но крупный мусор не смог пролететь сквозь щели в платформе. Доски, фрагменты вагонных каркасов и долетевшие сюда листы битого шифера, вкупе с гнутой жестью, образовали на железнодорожных путях непроходимые завалы. В довершении к ним угодившие в ограждение снаряды приправили весь этот винегрет обломками кирпича и обрывками колючей проволоки. Сохранявший до сей поры худобедно-цивилизованный облик, отныне этот район станции стал больше других подпадать под определение «дикие земли». Будь Кальтер уверен, что враги ограничатся лишь обстрелом, он пролежал бы под разгромленным вагоном еще как минимум пару часов и только потом рискнул бы высунуться на свет Божий. Но вряд ли сектанты сочтут беглого наемника погибшим без конкретных доказательств. Гауссы, конечно, не сунутся в наведенные ими же завалы, но броненосцы явно не применут пройтись по ним взад-вперед, дабы убедиться, что собратья не впустую потратили столько боеприпасов. Выбраться из-под вагона оказалось не так-то легко. Фактически майор находился теперь на дне большой груды крупногабаритного мусора. Прежде чем Кальтер сумел отыскать в ней лазейку наружу, ему пришлось проползти по шпалам до самого конца вагона. Ведомственный комбинезон предохранил майора от порезов, которые неминуемо оставили бы на нем острые щепки и рваные края жестяных листов. Но все равно продираться через постоянно цепляющийся за одежду хлам было крайне муторно. Вдобавок это создавало лишний шум и могло привлечь внимание врагов, уже наверняка изучающих в бинокле разгромленную площадку. Однако кроме скрипа, треска и скрежета оседающих гор мусора, до Кальтера не долетало пока никаких звуков. В том числе и ожидаемых им автоматных очередей со стороны многоэтажки. Делать на основе этого наблюдения уверенные выводы было, конечно, рановато, но, судя по всему, в погоню за майором отправились все выжившие сектанты, которые, видимо, в свою очередь решили, что беглец также является единственным уцелевшим противником. Будь это не так, с верхнего этажа высотки наверняка спустилось бы больше наемников, ибо с чего это вдруг одним из них бросаться на утек, а другим оставаться в здании. Наемники — клан сплоченный, и воевать по принципу «каждый сам за себя» у них не принято. На отвлекающий маневр бегство верхолаза тоже не походило. Он явно не стремился попасть на глаза заметившим его сектантам. В общем, хотел Кальтер того или нет, но, оттянув на себя остатки вражеских сил, он все-таки помог Маркобесу в его благородном стремлении. Однако спасет ли это тяжелораненого Бульбу, сложно сказать. Разве только Маркобес вызовет из бара подмогу? Но и это не гарантировало, что потерявший столько крови Долговец доживет до оказания ему квалифицированной медицинской помощи. Можно было лишь одним способом проверить, заметили монолитовцы выбравшегося из-под завалов Кальтера или нет. Хотя сам майор вряд ли успел бы узнать результат этой проверки. Вражья Гауссовка снесла бы интрудеру голову еще до того, как он услышал бы свист летящего снаряда. Но, вновь очутившись под открытым небом, Беглец понял, что его появление на свободе не вызвало ажиотажа в лагере противника. А вот сам он довольно скоро показался на глаза Кальтеру. Трое сектантов в экзоскелетах уверенно приближались к завалам, намереваясь с минуты на минуту приступить к поискам. Где в этот момент находились Гауссы, определить не удавалось. Но наверняка все они перебрались на более выгодные позиции, чтобы продолжать наблюдение за близлежащим пространством и при обнаружении мертвого беглеца сразу же навести на него броненосцев. В случае обнаружения того живым, тактика Гауссов должна была отличаться от предыдущей лишь в одном. Сначала беглеца требовалось умертвить, а уже затем сообщать искателям его координаты. Майору нужно было поскорее выбираться из завалов и бежать к скоплению вагонов, туда, откуда недавно явились сами монолитовцы. Там на многопутевой железнодорожной ветке стояли преимущественно грузовые составы, перевозящие горючие и сыпучие грузы. Первое, разумеется, было давным-давно слито, зато второе — уголь, щебень, удобрения и им подобные материалы до сих пор в большинстве своем пребывало в таре. При всей убийственной мощи пушек Гаусса прострелить насквозь вагон со щебнем им было определенно не под силу. К тому же лабиринт с высокими стенами, каковым по сути являлась та обширная, с загроможденной поездами территория, был идеальным местом для заметания следов. И вдобавок он вел в сторону военных складов. Туда и устремился Кальтер, как только удостоверился, что не привлек внимание сектантов. Первые три десятка метров интрудер преодолевал с черепашьей скоростью. Выросший вблизи разгрузочной площадки вал из обломков вагонов и склада обойти было попросту невозможно. У Кальтера не осталось иного выхода, кроме как красться прямо по кучам мусора, замирая и задерживая дыхание всякий раз, когда зыбкая опора под ногами вздрагивала и оседала. В отличие от майора, носители экзоскелетов продвигались вперед гораздо увереннее, попросту пиная и расшвыривая все, что преграждало им путь. Завалы под их натиском разлетались как по мановению волшебной палочки, и за каждым броненосцем уже могло беспрепятственно следовать подразделение обычных бойцов. Кальтер прикинул, что, продолжая он и преследователи идти с прежней скоростью, через пару минут сектанты напрочь отрежут его от дороги на северо-восток. Пришлось поднажать, пока ситуация и с Хреновой не переросла в предельно хреновую. Удирать к поездам под огнем четырех гауссовок было бы столь же тяжко, как выплывать из бушующего водоворота. Чем дальше уходил Кальтер от разгромленной площадки, тем меньше на его пути становилось завалов. Вскоре ему уже не требовалось карабкаться на груды хлама, поскольку их можно было благополучно обойти. Однако вместе с этим майор стал все чаще появляться на открытом пространстве, маяча на виду у вражеских наблюдателей. Теперь каждая перебежка Кальтера напоминала подбрасывание жеребия. Нельзя было предугадать, засечет ли на этот раз беглеца зоркий гаусс, или ему опять подфартит. Само собой, что долгое заигрывание с монеткой рано или поздно заставит ее упасть на ладонь не той стороной, какой хотелось бы. Заигрывание интрудера с преследователями завершилось таким же предсказуемым образом. Правда, первым заметил Кальтера не гаусс, а броненосец с пулеметом. Пробившись через заторы и осмотревшись получше, пулеметчик вскоре обнаружил прямо по курсу подозрительное мельтешение, после чего немешкая открыл огонь по замаячившей впереди цели. Это послужило сигналом для прочих монолитовцев. Гауссы быстро вычислили, куда палить собрат, и взялись стрелять в том же направлении, а остальные броненосцы рванули на пролом сквозь завалы с удвоенной прытью, намереваясь поскорее присоединиться к товарищу. Отступать перебежками стало для Кальтера не только невыгодно, но и опасно. Он понятия не имел, насколько отчетливо видят цель стрелки с электромагнитными пушками, но знал, чем резвее и хаотичнее он будет убегать, тем труднее Гауссом будет в него попасть. До ближайшего грузового состава оставалось не больше сотни шагов. Но преодолеть эту стометровку напрямик и остаться в живых было бы для интрудера абсолютно недостижимым результатом. Куча разбросанного повсюду хлама вновь взмыли в воздух от ударивших в них снарядов, а прямо на пути майора рухнула перебитая у основания железобетонная опора. Не останавливаясь, Кальтер перепрыгнул через нее и сразу метнулся влево. Вовремя асфальт позади майора вздыбился вырванными пластами, будто туда врезался маленький метеорит. Зловещий свист незримых бичей вновь начал резать воздух и стимулировать у их потенциальной жертвы повышенные выбросы адреналина. Стрельба по бегущей зигзагами в мишени продолжалась до тех пор, пока один из гауссов не всадил снаряд в подвернувшуюся Кальтеру на пути Электру. Она была на порядок крупнее тех ее сестриц, что уже попадались интрудеру в зоне. Распустившая щупальца молнии, эта аномалия обладала размерами невысокого развесистого дерева. Майору она не мешала, так как находилась в стороне от его маршрута. Стрелок монолитовцев не мог угодить в Электру случайно. Стало быть, он выстрелил в нее с таким расчетом, чтобы аномалия шарахнула и накрыла беглеца электрической бурей. И вновь зона в очередной раз доказала, что делать в отношении нее какие-либо прогнозы занятие бесперспективное и чревато неприятностями для тех, кто вздумает на эти прогнозы положиться. Даже Кальтеру, чей срок пребывания в зоне не превышал и недели, было очевидно, что пульсирующая по правую руку от него аномалия не так проста, как могло бы показаться на первый взгляд. Присутствовало в ее облике что-то нетипичное, если не сказать предостерегающее. И размеры громадной Электры тут были ни при чем, хотя они тоже наводили на подобные мысли. Эта загадка не поддавалась объяснению, как и те ощущения, которые вызывал у майора чужой ветер. Стрелявший в аномалию Гаусс мыслил практично, но проку от придуманной им тактики не оказалось. Пронзенная снарядом, молниеносная, в буквальном смысле аномалия, не разродилась электрической бурей, как он ожидал. Вместо этого сверкающее древо внезапно вымахало в перекате поле, высотой с доброй мангольфьер. Исполинская сфера, что сплошь состояла из хитросплетения пульсирующих молний, подпрыгнула словно мяч, а затем такими же мелкими по отношению к мангольфьеру, разумеется, прыжками поскакала туда, откуда прилетел угодивший в нее снаряд. Гауссы выстрелили по беглецу еще пару раз, раскурочив кабину ближайшего к нему электровоза и снеся крышу с деревянной будки теплушки. Однако затем приоритетной целью для сектантов стал не кальтер, а это странная электро. Ни с того ни с сего ожившая аномалия отвлекла все внимание монолитовцев на себя, тем более, что еще и катилась в их сторону. Свист пушек Гаусса не умолк, но теперь все четыре стрелка били исключительно по электрической сфере, желая разрядить аномалию до того, как та допрыгает до своих обидчиков. Кальтер как раз достиг последнего вагона в длинном угольном составе и бросился под защиту восьмидесятитонной махины, будто выскочивший из раскаленной парилки человек в снежный сугроб. Еще не догадываясь, что происходит у него за спиной, майор ожидал, что вот-вот в вагонный бок начнут впиваться вражеские снаряды. Но вопреки подобным прогнозам вагон продолжал стоять не шелохнувшись, как долгие годы до этого. Что было крайне удивительно, поскольку стягающий воздух выстрелы гауссовок не стихали ни на миг. Заинтригованный интрудер высунулся из-за массивного колеса, желая выведать, что же случилось. Слепленная из молнии перекати поле неторопливо приближалась к завалам, выбраться из которых кальтеру стоило немалых трудов. Завидев опасность, трое преследователей не стали искушать судьбу. Прекратив погоню, броненосцы поспешили уступить дорогу взбесившейся электре и попрятались кто куда. Стрелять в нее они не рискнули. Но гауссы не жалели снарядов, пытаясь расправиться со зловещей сферой, встреча с которой не сулила монолитовцам ничего хорошего. Похоже, стрелков не беспокоило, что будет, если она взорвется неподалеку от скрывшихся за завалами собратьев. Броненосцы поступили крайне разумно, предпочтя войне с перекати полем и грустным в прятки. Электор проследовала мимо неагрессивных сектантов, словно их и не было. Аномалию интересовали только те сталкеры, что продолжали шпиговать ее стальными снарядами. Которые, однако, не прошивали сферу насквозь и не вызывали в ней возмущения, а попросту исчезали в сгустках молний, то ли расплавляясь в них, то ли вовсе проваливаясь куда-нибудь в иное измерение. Наконец, Гаусса уразумели, почему аномалия не тронула ближайших к ней людей, а направилась прямиком к тем, что засели в отдалении. Но разгадка этого секрета осенила стрелков слишком поздно. Каждый из них заполучил на свою голову проклятие, едва выпустил в электрическую сферу первый снаряд. После чего исправить ситуацию стало уже невозможно, как и отвязаться от электры. Пусть в ней и теплились зачатки примитивного разума, но вряд ли это чудовище было способно на милосердие, чуждое качество для всех порождений зоны. В последнее мгновение перед тем, как электрическая хищница нанесла свой ответный удар, стрельба по ней уже не велась. Гауссы покинули позиции и попытались спастись бегством от настигающего их проклятия. Естественно, ничего у них не вышло. Кара настигла всех четверых неосмотрительных сектантов. Взмыв над разгрузочной площадкой, аномалия сначала превратилась из шара в огромный плоский круг, который затем выгнулся полупрозрачным куполом и накрыл собой территорию площадью со стадион. Внушительная аномальная конструкция просуществовала всего считанные секунды. Но за это время под куполом успела разразиться и утихнуть столь чудовищная молниевая буря, что когда электр вновь переродилась в сферу, на месте ее буйства осталось лишь гигантское выжженное пространство. На нем не наблюдалось ничего, даже обугленных головешек. Дым и тот куда-то бесследно подевался. Не иначе аномалия засосала его в себя, будто вытяжка. По воздуху витали лишь хлопья серого пепла. Утилизовать их электра почему-то отказалась. Все они тут же были унесены порывом ветра, который не позволил им упасть на ровный и черный, как свежевспаханное поле, круг. Место, откуда всего минуту назад четыре монолитовца вели огонь по кальтеру. Растревоженная электра угомонилась, после чего так и осталось висеть над учененным ею пожарищем, словно наслаждаясь результатами свершившегося возмездия. Сколько это будет продолжаться, кальтера уже не волновало. Враг хотел использовать против него могущество зоны, но та, однако, не пожелала идти в услужение сектантам, пусть они и стояли на страже ее главного артефакта, исполнителя желаний. Странный выбор. Хотя не сказать, чтобы слишком уж неожиданный, все-таки это не майор разбудил исполинскую аномалию, а его преследователи. Поэтому им и довелось пожинать плоды собственной недальновидности. Маломальски отдышавшись, кальтер вскочил со щебневой насыпи и, бросив последний взгляд назад, двинул трусцой вдоль железнодорожного состава на северо-восток. Интуиция подсказывала майору, что трое выживших броненосцев так легко от него не отвяжутся. Даже если они отказались от намерения поквитаться с беглецом, им все равно предстояло уходить из диких земель этой же дорогой. Вступать с монолитовцами в бой интрудер не собирался. Пусть уходит. Наверняка кто-нибудь из них уже связался с командованием на военных складах и сообщил, чем завершилась эта ложная сделка. Поэтому в ликвидации выживших врагов не было смысла. Зато был риск, что напав на броненосцев Кальтер получит ранение или погибнет и следовательно провалит задание. Теперь оно могло осложниться тем, что Гурон, конечно, если он не погиб сегодня инкогнито в диких землях, прикажет в целях безопасности отогнать вертолет с пургой Д обратно на место его прежней стоянки. Но, скорее всего, это не случится. Гонять лишний раз над зоной трофейной Ми-24, который ныне стал для Монолита и вовсе бесценным, было бы чересчур рискованно. Кальтер был уверен, что пока секта не решит нанести удар по Небесному Пауку, вертолет не покинет своего ангара на военных складах. Оттуда до цели было практически рукой подать пять минут лету. В то время как, возвращаясь на ЧАЭС, Гурон имел все шансы нарваться на барражирующую над зоной армейскую авиацию. Поэтому ему было намного проще усилить охрану форпоста, нежели перебазировать ПРК на другую точку. Насколько оперативно Гурон подтянет к складам дополнительной силы, Кальтер не знал. Но полагал, что в ближайшие 10-12 часов это еще не случится. В теории интрудер должен был добраться до базы Монолита раньше подкрепления из Припяти. Здесь майор нисколько не соврал Маркобесу. С проникновением на вражеский форпост лучше не мешкать. Выгодный для этого временной промежуток был ограничен и сокращался с каждым часом. И раз Маркобес предпочел выполнению приказа Воронина спасения своего товарища, значит интрудер провернет эту операцию без поддержки долга. Генерал распорядился выделить Кальтеру не только подмогу, но еще пластиковую взрывчатку и патроны, плюс двухдневный сухпайок, от которого гость из ведомства тоже не стал отказываться. У лишившегося поддержки интрудер тем не менее имелось при себе все необходимое, чтобы довести до конца внезапно осложнившуюся работу. Без всего остального находящийся на вражеской территории мизантроп мог вполне обойтись. Глава десятая Кальтер давно усвоил, что в зоне нельзя быть по-настоящему готовым ни к одной, в том числе и хорошо знакомой угрозе. Сегодняшняя история с громадной электрой являлась тому красноречивым доказательством. Даже такие знатоки зоны, как сталкеры Монолита, и те не смогли предугадать, чем обернется их выходка, за что и поплатились. В подобную передрягу интрудер и опасался больше всего угодить. Незнакомая угроза страшила его гораздо меньше, нежели та, что маскировалась под уже изученную. От первой можно ожидать всего чего угодно, и это не позволяет расслабиться даже на миг. А вот при столкновении со второй ты начинаешь полагаться на собственный опыт, что по неволе вселяет в тебя уверенность, качество, которое в зоне по праву считается губительным пороком. Лишь в одном здесь следовало быть уверенным, нельзя доверять никому и ничему, в том числе собственному инстинкту самосохранения, каким бы натренированным он ни был. Кальтер знал, что в этих краях водятся мутанты, которые не отваживаются вступать в открытую схватку с человеком, а прежде чем напасть на него, сначала заманивают жертву в ловушку или стараются притупить ее бдительность. К таким мутантам относятся коты-имитаторы и разумная псевдоплоть. Бывало, они подолгу крадутся за сталкерами, прислушиваются к их разговорам и отлично запоминают фразы и интонацию, какие вызывают в человеке наиболее эмоциональную ответную реакцию. И самое главное, хитрые твари могут разобраться, в каком контексте была произнесена та или иная фраза, а затем использовать эти знания в своих коварных целях. И нередко с успехом. Особенно, когда жертвами этой мимикрии становились малоопытные сталкеры, никогда не слышавшие мутантов-звукоподражателей и потому не способные отличать их голоса от человеческих. Однако, голос, что долетел до Кальтера, когда он остановился на очередную короткую передышку, издавала явно не псевдоплоть и не кот-имитатор. Конечно, майор не мог поручиться, что так оно и есть, но сейчас вероятность встречи с мутантами-передразнивателями была низка. Они копировали лишь те человеческие эмоции, которые слышали в зоне чаще всего. Смех, брань, крики, просьба о помощи, угрозы и тому подобное. Фонотека этих звукоимитаторов всегда оставалась ограниченной и в ней по определению не могли появиться многие чужеродные для зоны звуки. Например, такие, как детский плач, что раздавался в настоящий момент из выбитого окна небольшого одноэтажного здания, к стене которого прислонился Кальтер. Он продолжал двигаться по диким землям, придерживаясь забитыми грузовыми составами железнодорожных путей. Попавшееся ему навстречу строение было сооружено на платформе-островке между рельсовыми колеями, вдали от прочих станционных построек. Судя по расположенной рядом со зданием пирамиде с вагонными башмаками и истыканному канцелярскими кнопками стенду под заголовком «Документация» вывешенной на нем когда-то бумаги давным-давно сорвало ветром и смыло дождем, ранее в постройке находилась контора обходчиков. Майор набрел на нее случайно. Запутывая следы, он поднырнул под вагон и очутился возле этого домика, маленького и простенького, как тысячи похожих на него служебных построек на железных дорогах бывшего постсоветского пространства. Любое строение в зоне от гигантского ангара до уличного сортира является потенциальным источником угрозы. Большинство разумных мутантов, как и не занятые делом сталкеры, предпочитают отсиживаться в домах и подвалах, нежели торчать на открытой местности, каким бы погожим не выдался денек. Поэтому, наткнувшись на контору путейцев, кальтер не стал маячить под окнами, а подкрался к зданию и прижался спиной к стене, после чего перевел дух и прислушался, не всполошил ли он своим появлением обитателей постройки. И сразу же расслышал доносившийся из окна тихий детский плач. Нельзя сказать, что майор при этом оторопел, но уж чего-чего, а услышать подобный звук в зоне он никак не ожидал. Не поверив своим ушам, кальтер даже задержал дыхание, полагая, что принял по ошибке за плач собственное сопение или проказы ветра. Но нет, в здании действительно кто-то плакал. Вот только ребенок ли? Рассуждая здраво, двух мнений тут быть не должно. Откуда в зоне вообще могли взяться дети? Эти дикие края не место для семейных экскурсий. Какими бы самонадеянными ни были порой забредающие сюда туристы-экстремалы, никому из них не придет в голову и мимолетная мысль взять с собой в этот вояж сына или дочь. Иных же более-менее логичных гипотез появления тут ребенка кальтеру на ум не приходило. Но с другой стороны, издавая хныкающие звуки мутант-передразниватель, он наверняка причитал бы гораздо громче и жалобнее. Плач, который расслышал майор, и близко не походил на заманивание в ловушку доверчивой жертвы. Прислонись интрудер к стене у соседнего окна, вероятно, он и вовсе пропустил бы мимо ушей эти приглушенные всхлипывания. Нет, это не походило на происки кота-имитатора и псевдоплоти, что с помощью телепатии или каким-то иным способом сумели разучить новую завлекалочку. Неужто опять шутки притаившегося поблизости контролера, транслирующего странные звуки в мозг майора посредством пси-излучения? Но зачем ему это надо? Пожелай мутант-псионик изловить кальтера, он изловил бы его безо всякой приманки, подчинив себе человека мощным ментальным импульсом. Да и ощущения были сейчас совсем другие, не читать тем, какие майор испытывал при контакте с контролером. Кальтер отерзал не парализующий сознание инстинктивный страх, а банальное любопытство. И потому беглец решил, что не подвергнет себя большому риску, если мельком заглянет в окно и узнает, что же творится в комнате за стеной. А дабы отвлечь перед этим внимание вероятного противника, что мог подстерегать майора внутри, кальтер сначала швырнул камень в соседний, также лишенный стекол оконный проем. И только потом осмелился осуществить задуманное. Тренированная память и цепкий взор мизантропа позволили ему задержаться у окна всего на секунду, однако ее вполне хватило, чтобы составить исчерпывающую картину происходящего в комнате. Обычная бытовка, длинный ряд железных шкафчиков, деревянный стол без двух ножек, чью роль исполняет подпирающий столешницу низкий подоконник, вместо стульев четыре ящика из-под бутылок, у двери подвесной чугунный умывальник с железным тазом под ним, прямо возле окна засаленный и протертый диван с торчащими из прорег клочьями грязной ваты. А на диване лежит худенькая дрожащая фигурка, укрытая с головой драным клетчатым пледом. Судя по всхлипываниям, под одеялом находилась не то субтильная женщина, не то и впрямь девочка-подросток. Хотя, кто знает, не исключено, что там все-таки затаился коварный мутант-имитатор. Но тогда получалось, что он имитировал не только звуки, но и облик, изображаемый им приманки, причем делал это весьма и весьма убедительно. Несмотря на то, что следом за майором двигались тем же курсом трое выживших сектантов, кальтер замешкался. Подобные приступы нерешительности случались с ним в боевой обстановке крайне редко, и сейчас был именно такой случай. Собираясь с мыслями, интрудер огляделся по сторонам, а затем лег на живот и окинул взором видимое отсюда подвагонное пространство. Если броненосцы где-то рядом, майор непременно заметит мельтешение их усиленных экзоскелетами ног. Это моментально поможет ему определиться с выбором дальнейшей тактики. Близость врага не располагает к колебаниям, и как только кальтер обнаружит монолитовцев, сразу же плюнет на все загадки и продолжит отступление. Кто бы ни лил горючие слезы в домике, мизантропу нет до этого никакого дела. Мало ли творится в зоне необъяснимых странностей? Скорее всего, кто-нибудь из сталкеров уже встречался с мутантом, плачущим детским голосом или похожей на него звуковой аномалией. Так что интрудер наверняка не первый и не последний, кому довелось столкнуться с этим явлением. Враг в пределах видимости отсутствовал. Однако сей факт кальтер отнюдь не успокоил, а наоборот поверг в еще большее замешательство. Впрочем, продлилось оно считанные секунды, по истечении которых майор взял ВМК на изготовку и решительно двинулся ко входу в здание, попутно заглядывая в остальные окна. Детектор аномалий помалкивал, а стало быть в доме интрудеру могли угрожать только мутанты. Но беглый осмотр двух оставшихся помещений конторы не выявил в ней иных обитателей. Разве что кальтер мог проморгать затаившегося где-нибудь в углу кровососа невидимку. Но насколько было ему известно, разумные мутанты обычно сбивались в группы, состоящие лишь из особей одного вида, кроме случаев, когда их собирал вокруг себя контролер, а плачущие на диване под толстым пледом существо к кровососам не принадлежало. Это однозначно. Планировка конторы была предельно простой. Две параллельные перегородки делили ее поперек на прихожую и пару комнатушек. В последнюю из них, самую просторную, и направлялся к альтер. Пройдя через остальные помещения, он обнаружил, что в здании достаточно чисто. Похоже, не так давно здесь проводилась уборка. Переступив порог бытовки, майор тут же отметил, что из подвесного умывальника в углу медленно капает вода. Этот факт заслуживал пристального внимания. Мутанты могли говорить человеческим голосом, но вот о правилах личной гигиены они точно не имели ни малейшего понятия. Очевидно, вода была налетав умывальник из 50-литровой армейской канистры, стоящей в углу за шкафчиками, и потому незамеченной кальтером при осмотре помещения с улицы. Громоздкая емкость. Для переноски такой на большое расстояние требуется два крепких человека. Девочка или женщина, если и утащат такую канистру, то лишь пустую и недалеко. А вот сталкеры в экзоскелетах могут протащить ее, не запыхавшись, хоть через половину зоны. Впрочем, парочка дюжих наемников тоже справилась бы с этой работой. Вот только что они забыли в одиноком домишке на границе между дикими землями и военными складами. Выяснить эту загадку можно было лишь одним способом, но искать ответы на ненужные ему вопросы кальтеру было некогда. Поддавшись необъяснимому чувству, серич слабости, он сунулся в обиталище одного из сталкерских кланов, члены которого явно ошивались где-то неподалеку. Задерживаясь здесь, кальтер не только терял время, но и искушал судьбу, рискуя вступить в конфликт с хозяевами домика, кем бы они ни были, пусть даже разведгруппой дружественных долговцев. А посему нужно срочно проваливать отсюда, пока не сбылась старинная примета о кошке, изгубившем ее любопытстве. Но кто все-таки плачет под одеялом? Неужели и вправду ребенок? Да, скорее всего, голосок совсем тонкий, будто у подростка. Кажется, теперь ясно, что тут за дом и почему в нем держат эту девочку. Наемничий центр досуга, или, грубо говоря, мини-бордель с малолетней наложницей. Видимо, немногочисленные члены этого закрытого клуба приходят сюда время от времени выпустить пар. А иначе почему девочку держат в такой дали от облюбованных наемниками мест? Бесспорно, здесь развлекаются только избранные, те, у кого хватило сил и средств доставить себе из-за кордона, это воистину экзотическое удовольствие. По небу вот уже полчаса ходили низкие, готовые пролиться дождем тяжелые тучи. Однако, надо же было так случиться, что первая гроза разразилась именно тогда, когда кальтер собрался плюнуть на все и тихой сапой скрыться из наемничьего вертепа. Блеснула молния, и следом за ней шарахнул оглушительный раскат грома, настолько близкий, что в домике задребезжали немногие уцелевшие стекла. Порыв ветра сквозняком ворвался в помещение и выплеснул в лицо майору причудливую смесь чужих запахов и обычной предгрозовой свежести. Кальтер замер на мгновение, невольно втянув ноздрями наполнивший комнату непривычный аромат. И именно эта секундная задержка стала причиной того, что присутствие интрудера было обнаружено. Если бы не вновь напомнивший о себе чужой ветер, что задержал Кальтера на пороге комнаты, майор незамедлительно покинул бы ее и тенью скрылся в грозовом полумраке. А внезапно проснувшаяся обитательница домика никогда не узнала бы, что здесь, кроме нее, буквально мгновение назад находился кто-то еще. Чуть погодя, интрудер поймет, что все решил именно этот порыв ветра и только он. Не иначе сама зона удержала Кальтера на месте своей незримой, но цепкой дланью и вероломно вмешалась в его судьбу, посчитав, что для этого настало подходящее время. Сверкнувшая за окном молния предупредила майора о начале грозы и потому грянувший затем гром не стал для него неожиданным. Но спящую тревожным сном девочку грозовой раскат перепугал довольно сильно. Она моментально проснулась, рывком сбросила с себя плед и тут же споти в колени и задрожав еще пуще прежнего. А вот закричала она уже после того, как заметила стоящего на пороге Кальтера. Его инстинкты вмиг вынудили взять на мушку заметавшуюся цель, что, разумеется, отнюдь не поспособствовало успокоению насмерть перепуганного ребенка. Девочка кричала пронзительно, испытывая сейчас настоящий смертельный ужас, а интрудер продолжал смотреть на нее через винтовочный прицел, даже не думая опускать оружие. — Кричи, Хабиб Ибн Зухайр! — раздался в голове майора мерзкий злорадно шипящий голос. Или Кальтеру это всего-навсего послышалось в шорохе начинающегося за окнами дождя? — Кричи громко! Пусть человек без прошлого наконец-то тебя услышит! Громче, Хабиб! Еще громче! Интрудер мотнул головой, и слуховая галлюцинация сразу пропала. И было бы совсем хорошо, если бы вместе с ним заткнулась противно визжащая девчонка. Но, в отличие от призрачного голоса, невесть откуда знающего давно забытое Кальтером имя, майор понятия не имел, как заставить умолкнуть маленькую крикунью. Хотя нет, по крайней мере один такой способ он знал. И, учитывая, что поблизости находились враги, применение радикальных успокоительных мер было полностью оправдано. Вот только вот только те слова, что прозвучали пять секунд назад в голове мизантропа и смысл которых дошел до него лишь сейчас. Нет, шум дождя здесь был ни при чем. Один призрак из недавнего прошлого напоминал Кальтеру о другом призраке из прошлого, на сей раз куда более отдаленного. А всему виной оказался именно этот детский крик, который, хоть и не походил на крик Хабиба, но был исполнен не меньшего отчаяния и страха. Хотя стоп, откуда вообще у Кальтера могло возникнуть в мыслях это сравнение? Хабиб ибн Зухайр, а также его отец и старший брат уже десять лет были мертвы, и сегодня интрудер не помнил даже их лиц, а уж тем паче голосов. Его память не содержала ничего лишнего, зачем хранить в ней балласт из ненужных воспоминаний, от которых нет и не будет никакого проку. Но вот ведь какая штука. Кальтер точно знал, что призрачный голос в его голове ошибается. Хабиб кричал совершенно не так. Призраки из прошлого, живущие в голове человека без прошлого. Сколько же их обитает там на самом деле? Сотня? Тысяча? Легион? Пойди сегодня разберись. Кальтер мог раз и навсегда прекратить крик девчонки одним движением указательного пальца, лежащего на спусковом крючке ВМК. Но, несмотря на это, майор предпочел гораздо менее практичный для него вариант. Заткнись! Жестким, но спокойным голосом приказал интрудер испуганному подростку, после чего опустил винтовку и встал так, чтобы видеть в окно подступы к зданию и входную дверь. Слышишь? Хватит орать! Молчать тебе говорят! Каждый раз, как только Кальтер обращался к девочке, то вздрагивала, ежилась будто от удара, но в конце концов все же перестала голосить, вновь перейдя на надрывные всхлипывания. Майор даже удивился, как ему, полному профану в детской психологии, удалось вот так легко унять истерику ребенка. Но, присмотревшись к зареванным глазам девочки, догадался, что она плачет без остановки как минимум несколько часов и потому измучена настолько, что на долгий крик у нее элементарно не хватило сил. Так-то лучше, смягчив тон, подытожил Кальтер, попеременно глядя то на девочку, то на улицу, где уже вовсю бушевал ливень. Молнии продолжали сверкать, но теперь гром гремел вдалеке и не вынуждал больше вздрагивать и без того трясущуюся, будто осиновый лист, девочку. А она, обхватив дрожащими руками прижатые к груди коленки, хлопала покрасневшими от слез глазами и вроде бы понемногу прекращала плакать. А может и нет. Откуда опять-таки майору было это знать? Собственно говоря, он и видел сейчас только эти большие испуганные глаза. Отчетливо рассмотреть сжавшегося в уголке дивана ребенка было попросту невозможно. Кроме, пожалуй, его одежды. Сшитый, явно по фигуре, серый, с металлическим отливом, приталенный комбинезон, с синими клинями вставками и непонятными шевронами на рукавах. Надень девочка на голову мотоциклетный шлем, сразу стало бы похоже на маленькую мотогонщицу. Странноватый наряд для зоны, сказать по правде. Но не настолько странный, как его хозяйка. Это точно. «Где твоя охрана?» Стараясь говорить четко и ясно, спросил Кальтер. Уж коли девочка послушалась его предыдущего приказа, значит, несмотря на испуг, она была вменяемой и понимала, о чем с ней разговаривают. Однако отвечать не торопилась, и интрудеру пришлось повторить вопрос. «Я спрашиваю, где твоя охрана?» «Охрана!» Шмыгнув носом, едва слышно переспросила допрашиваемая. «Я не... не...» Очередное всхлипование. «Не понимаю». «Охрана!» Вновь переходя на грубый тон, уточнил майор. «Те люди, которые тебя сюда привели, сколько их было?» «Ни... никто не привел», поскулила девочка. Кальтер прикинул, что на вид ей лет двенадцать-тринадцать. Еще год-другой и станет девушкой. Если доживет, конечно. «Делать в зоне столь долгосрочные прогнозы нельзя, а для невести, как очутившегося здесь подростка и подавно». «Я... сама... сама пришла... ночью. Тут больше ни... никого нет». «Не ври!» Еще пуще состаражился мизантроп. Но то, что ребенок адекватно отвечает на вопросы и больше не паникует, Кальтера все же обнадежила. «Одна! Ночью! По зоне!» «Не верю!» «Кто еще здесь с тобой? Кто принес воду? Признавайся! Живо!» «Я не знаю!» Девочка втянула голову в плечи и теперь боялась даже взглянуть на рассерженного гостя. «Не знаю, правда. Когда я при... пришла, вода уже стояла в углу. Я хотела пить, но не смогла открыть термос. Но потом нашла ту штуку, что на стене. В ней тоже есть... есть вода. И я попила оттуда. И еще в одном шкафу была еда. А кто принес еду и воду, я не знаю, честное слово». Кальтер поморщился, но промолчал. Если маленькая мерзавка не врала, то явно что-то не договаривала. Но давить на ребенка грубостью нельзя. Все, чего добьется таким путем Кальтер, это лишь новые истерики. А ему хотелось получить от девчонки хоть какую-нибудь полезную информацию перед тем, как покинуть дом. Дождь лил словно из ведра, но восточный край неба мало-помалу прояснялся, и по всем признакам вскоре непогода утихнет. Преследующие кальтер и сектанты в настоящий момент наверняка забились под вагоны. В зоне подобные ливни сродни масштабной аномалии. Нельзя предугадать, какая дрянь прольется тебе на голову. Надо быть отъявленным глупцом, чтобы добровольно разгуливать по зоне, когда здешние небесные хляби извергают из себя такой потоп. Если бы те сталкеры, которые принесли сюда воду, находились поблизости, они в любом случае вернулись в свое убежище до грозы. Стало быть, в ближайшие четверть часа риск столкнуться с врагом невелик, и интрудер мог позволить себе переждать бурю под крышей в компании так не кстати проснувшейся девчонки. «Как тебя зовут?» — осведомился у нее кальтер, не прекращая наблюдать за подступами к зданию. Дождь не дождь, а ослаблять бдительность, когда рядом притаились враги, было не в привычках майора. «Верданди!» — помолчав, ответила девочка. Кальтер отвернулся от окна и пристально посмотрел на нее, пытаясь понять, назвала она свое имя или сказала что-то на неизвестном майору языке. Девушка, похоже, догадалась, о чем думает суровый гость и немного погодя добавила «Так звали одну древнюю северную богиню, но мама любила называть меня просто Верой, как бабушку». Интрудер кивнул, мол, спасибо за уточнение, после чего задал очередной вопрос, логически вытекающий из признания собеседницы. «И где же сейчас твоя мама?» Теперь пауза в разговоре затянулась надолго. Кальтер решил было, что Верданди и Вера и дальше будет молчать, но она все-таки ответила. «Мои мамы и папы умерли позавчера вечером или ночью, не знаю, здесь так быстро темнеет. Мы полетели искать Этерналей. Папа сказал, что в сумерках его найти проще, чем днем, ведь он светится. А потом нас подбили. Там девочка указала пальцем на северо-восток, туда, куда шел Кальтер. Пока мы падали, папа ругался и говорил, что отказала защитная система, а мама кричала, чтобы он срочно что-нибудь сделал. А потом мы упали и... И... Вера снова уткнулась в коленки и заплакала. Интрудер обвел взором окрестности, попутно размышляя об услышанном. Походила на правду. Если ребенок и мог соврать насчет гибели родителей, добра сжалобить майора, то убедительно инсценировать горе у Верданде вряд ли получилось бы. Поэтому Кальтер решил ей поверить. На чем вы прилетели в зону и как не сумели попасться на глаза военным, поинтересовался он, полагая, что в ответ услышит историю о семейке богатеньких туристов-экстремалов, дерзнувших сунуться в зону с какой-нибудь безумной целью на маленьком частном авиатранспорте. Крайне редко, но подобные эксцессы здесь случались. Правда, до сего момента еще никто из воздушных хулиганов не брал с собой на такие самоубийственные экскурсии детей. Верданде шмыгнула носом и, наконец-то, осмелилась поднять голову и показать Кальтеру свою личико. Вполне обычное детское лицо, разве что слишком напуганное и покрытое грязными разводами от слез. Большие глаза сочно-синего оттенка, курносый остренький носик, слегка вздернутая верхняя губка. Короткие прямые волосы, со спадающей на глаза челкой, выкрашены под цвет глаз. И если эти свалявшиеся пряди вымыть и расчесать, девочка наверняка будет выглядеть гораздо симпатичнее. Казалось бы, ничего странного. Нормальный, современный подросток, но все же что-то в ней было не так. Какая-то неуловимая глазу, но тем не менее цепкая деталь, что отличала эту девчушку от прочих виденных интрудером детей. И только тут Кальтер сообразил, что Верданди смотрит на него совершенно открыто, не отводя взора и не испытывая смятения, которое непременно должен был вызвать у нее отталкивающий символ Альшадада. Это было воистину удивительно. Взрослый человек еще мог заставить себя усилием воли глядеть в глаза мизантропу, но ожидать такого самообладания от подростка было нельзя. И тем не менее Вера неотрывно смотрела на майора уже столько, сколько до нее это не удавалось даже хладнокровным воякам вроде полковника Петренко и генерала Воронина. Поверить в столь уникальное явление было сложно. Но факт оставался фактом. Встреченный Кальтером в зоне ребенок мог считаться чуть ли не первым на памяти интрудера человеком, который никак не отреагировал на вытатуированный у него на лице символ. «Я, папа и мама летели на гравикоптере», ответил Аверданди на заданный вопрос. «Но мы не видели никаких военных. Нас подбили, как только мы отлетели от таймбота. Папа сказал, что попробует вернуться обратно, а мама начала помогать ему чинить неполадку. Но потом мы все равно упали». «Дяденька сталкер, а вы меня убьете?» Вопрос был задан с такой непосредственностью и прямотой, что не успевший свыкнуться со странной невосприимчивостью веры к символу Аль-Шаддада, Кальтер тут же впал в новые замешательства. «С чего ты взяла?» нахмурился он, отвернувшись к окну. И сразу поймал себя на мысли, что сделал это не потому, что надо следить за округой, а попросту не желая смотреть в глаза странному ребенку. Ощущение неловкости, возникшее, казалось бы, без особой на то причины, было для Кальтера весьма нетипичным. Даже ведомственные психологи, которые способны своими каверзными тестами вогнать в смятение кого угодно, идти не сумели бы поставить мизантропу в тупик одним единственным вопросом, как это удалось маленькой Верданде. «Не знаю», девочка робко пожалла худенькими плечиками, «просто когда вы вошли, мне показалось, что вы решили меня убить». «Не говори глопостей», буркнул майор, не отвлекаясь от наблюдения. «Зачем мне тебя убивать?» После чего, мысленно укоряя себя за утрату эмоционального равновесия, вернул разговор в прежнее русло. «Так откуда, ты говоришь, вы прилетели?» «Из таймбота», повторила Вера, и майор убедился, что он не ослышался. Девочка и впрямь произнесла абсолютно незнакомое ему название. «Это что, поселок или город?» попросил уточнение интрудер. «Не-а», помотала головой Верданде. «Таймбот это... Таймбот. Он такой высокий и сейчас стоит далеко отсюда, над оранжевыми деревьями». «Там еще поблизости на холме всякие железные устройства торчат из земли, похожие на большие-большие иглы и тарелки. Но таймбот все равно больше их. Выше его в зоне вообще ничего нет». «Рыжий лес и радарная станция» пронеслось в голове у Кальтера. «А таймбот, о котором девчонка толкует, стало быть небесный паук?» «И что же в итоге получается?» «Делать какие-либо преждевременные выводы майор поостерегся. Слишком неправдоподобно они выглядели. Как ни крути, а без дополнительных расспросов не обойтись». «То есть ты утверждаешь, что вы вылетели из таймбота на этом...» «Как бишь его...» Кальтер несомненно запомнил, как Верданде назвала свой летательный аппарат, но нарочно осекся, чтобы она повторила название той загадочной штуковины. «На гравикоптере», услужливо подсказала маленькая собеседница. «Да, на гравикоптере», согласился майор, глянув на небо, не стихает ли дождь. Интрудеру хотелось, чтобы ливень продлился еще немного, дав Кальтеру возможность вытянуть из девочки побольше заинтриговавшей его информацией. Насколько фантастически не звучал бы рассказ Веры, к нему следовало отнестись со вниманием. «Как же знаю! Гравикоптер — это такая летающая машина, которая похожа на большое чайное блюдечко, а в середине у него кабина с иллюминаторами. Правильно?» Майор припомнил вчерашние пересуды долговцев насчет летающей тарелки, якобы сбитой на медне сектантами над военными складами, и вдруг понял, что эти слухи четко вписываются в рассказ Верданди. «Не, неправильно!» вновь возразила она. «Это вы сейчас про НЛО говорите. На блюдечко с кабиной похожи летающей тарелки, про которые нам в гимназии на курсах новой истории рассказывали. Сейчас их тоже иногда замечают, но очень редко. Учитель сказал, что они это всего лишь обыкновенные таймботы из будущего, только очень-очень далекого. А гравикоптер больше похож не на тарелку, а на вилку, такую большую летающую вилку, понимаете?» «Допустим», не стал спорить Кальтер. «Значит, как я понял, сначала вы находились в таймботе, а затем сели в гравикоптер и полетели искать какой-то артефакт». «Ага», подтвердила Верданди, «этерналий или обруч медузы, как его раньше называли». «Когда это раньше?» «Ну, в смысле сейчас. Я хочу сказать, что ваше сейчас для нас это раньше. Ведь на самом деле мы живем гораздо позже, чем вы, и вы про нас ничего не знаете. Но догадывайтесь, что мы существуем, потому что в ваше время уже были придуманы такие теории». Кальтер замолчал, пытаясь разобраться в галимоте, которую он только что услышал. «Если устами этого младенца и глаголит истина, то суть ее, пока скрывалась за сумбуром эмоций и непонятных слов. Согласно заверениям девочки, она больше суток провела одна в зоне и потому чувствовала естественное желание поведать о своих злоключениях согласившемуся выслушать ее человеку. Пусть даже человек этот сильно испугал веру и явно не стремился проявить к ней сострадание. «Хочешь сказать, что время, в котором мы с тобой находимся, для тебя уже прошлое?» переспросил майор. Докопаться до смысла в словах Верданди было не так уж сложно. Гораздо сложнее было представить, что вещи, о которых она толкует, не вымысел, а правда. Впрочем, с поправкой на место действия, правда эта могла воплотиться в реальность вероятнее, чем где бы то ни было. «Да», ответила девочка, после чего с наивной детской простотой поставила Кальтера перед очевидным для Веры, но, мягко говоря, непривычным для интрудера фактом. Мама и папа давно хотели побывать в начале прошлого века и посмотреть, какой была зона раньше. У нас про «Дикую зону» снято столько интересных фильмов, а сериал про сталкера Химуля уже десятый сезон по Центральному каналу показывают. Вот мы и решили слетать в Тайм-вояж, чтобы посмотреть, как все на самом деле происходило. Ну там сталкеры, мутанты, аномалии, артефакты. «Дикая зона», не удержался от вопроса майор. В заявлении гостей из будущего крылся явный намек на то, что в ее времена зона претерпела значительные изменения. «Угу», закивала Верданди, «сегодня, то есть завтра, там, то есть здесь, все будет по-другому. Войны и убийства прекратятся, и зона станет закрытым научным заповедником. Ведь это именно ее энергия позволяет человеку летать в Тайм-вояжи. Сначала ученые обнаружат неподалеку от Чернобыля артефакт обруч-медузы и сделают из него Этерналий. А затем изобретут с его помощью первый Тайм-бот и станут перемещаться на нем во времени. Нам об этом в гимназии тоже рассказывали. А сегодня, ну, то есть в 2180 году, в Тайм-вояж может отправиться каждый, у кого есть деньги на билет. «И вы не боитесь своим вмешательством в прошлое изменить историю?» полюбопытствовал майор, который еще со школы был немного знаком с негативными аспектами теории перемещения во времени. «Учитель нам рассказывал, что ваши ученые действительно очень боялись такой угрозы», сказала Вера. «Ну, там, знаете, если вдруг в далеком прошлом убить даже бабочку, то это может сначала изменить течение эволюции, а со временем и будущее». «А разве не так?» удивился Кальтер. Помнится, когда-то он тоже читал похожую книжку и согласился с версией, выдвинутой ее автором. «Нет, что вы!» уверенно заявила девочка. «Ведь это были всего лишь ваши фантазии и только». «Конечно, они казались вам правильными, как и древним людям их вера в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Они видели его движение своими глазами и не верили, что может быть наоборот. Вы тоже пока не видите многого и хотите объяснить ход времени так, как вам кажется правильным. Но на самом-то деле откуда вам это знать, да? А хотите, скажу, в чем ваша ошибка?» «В чем же?» Кальтер был откровенно начхать на все эти теории, но он все равно ощутил легкий стыд за свою дремучесть перед этой маленькой всезнайкой. Вы думаете, что человек и время это две разные вещи, и первая способна влиять на вторую. Вроде как писатель может изменить историю, которую он пишет. Но на самом деле нас и время нельзя разрывать, поскольку оно словно законченная книга, а мы всего лишь ее персонажи. Все наши поступки и их последствия давно описаны и являются частью большого запутанного сюжета. Нам кажется, будто мы что-то меняем, но каждое это изменение уже занесено в мировую историю. Вам ведь еще точно неизвестно, почему вымерли динозавры, так? А вот мы знаем. Их убили вирусы, которые нечаянно попали в ту эпоху с одним из первых таймботов. Как видите, чья-то ошибка вызвала гибель древних ящеров, но не повлияла на будущее. Тот путешественник без проблем вернулся назад и не заметил никакой разницы. А вот если я сяду в твой таймбот, отправлюсь в начало двадцатого века и убью, к примеру, Гитлера, задал Кальтер вопрос, который уже вертелся у него на языке, и что, это тоже никак не отразится на будущем? Такое у вас никогда не получится, категорично помотала головой Верданди. Гитлера убил советский шпион Алексей Голованов в ноябре 44-го. Сегодня об этом известно каждому гимназисту. И не вам, никому-то еще не заменить собой Голованова. Я же сказала, книга времени давно написана. Даже если вам удастся попасть на таймботе в ту эпоху, вы никогда не доберетесь до Гитлера. Но вы еще можете оказаться на месте настоящего убийцы Кеннеди. По крайней мере, в наше время историки до сих пор не выяснили имя того, кто на самом деле убил 35-го президента США. «Ладно, хватит теории и истории», отмахнулся майор. То, в чем просветила его девочка из якобы 2180-го года, звучало безусловно интересно, но практической пользы из этой информации интрудеру не было никакой. А вот выяснить причину появления надзоны небесного паука не мешало бы. Пусть даже в изложении соплевой гимназистки конца 22-го века. «Лучше расскажи, что стряслось с вашим таймботом и почему вы застряли в дикой зоне? Надо полагать, изначально вы не планировали, чтобы вас здесь обнаружили?» Вопрос кальтера быстро вернул верданде к реальности и девочка снова помрачнела, как небо над зоной. Но плакать больше не стала, что было несомненно хорошим признаком. Будто подражая успокоившейся вере, ливень за окнами тоже начал понемногу стихать и уже не лупил в ярости по лужам, а превратился в обычный умеренный дождь. Папа изучал историю дикой зоны и однажды нашел в архивах упоминание о неизвестном прочем исследователем событии под названием «Великий штурм», сказала верданди, причем с указанием точной даты этого штурма. Представляете, как папе захотелось взглянуть на него и написать потом книгу? Ведь после изобретения таймботов в нашей истории почти не осталось белых пятен. А тут, оказывается, всего каких-то сто семьдесят лет назад случилось такое, о чем не знает ни один историк в мире. Это же величайшая находка. Папа так боялся, что кто-то опередит его, что не сообщил, куда направляется даже нашим близким родственникам. Конечно, никто не должен был увидеть наш таймбот. При попадании в прошлое всегда включается инвизибл режим и зондирование пространства. Оно очень точно определяет, где в ближайшее время возникнет окно нулевой активности. Ну, понимаете, это такое место, в котором «Понимаю», перебил девочку Кальтер. «Проще говоря, это участок пространства, где в вас никто и ничто не врежется». «Ага», подтвердила Вера. «При великом штурме папа нашел аж трехчасовое окно над оранжевыми деревьями. Даже не верилось. Такое большое окно и совсем рядом с Чернобылем. Папа считал, что нам очень повезло. А оказалось...» Рассказчица часто-часто заморгала, затем хлюпнула носом, но сумела таки сдержаться, чтобы опять не заплакать. Переборов эмоциональный срыв, она продолжила. А потом начались эти ужасные выбросы. Один за другим, почти без остановки. Нам с мамой было так страшно, а папа нас утешал и говорил, что скоро все обойдется. Но когда из-за аномальной перегрузки сразу взорвались основной и запасной Этерналии, все не обошлось, а стало совсем плохо. У Таймбота пропала невидимость, и он упал на лес. Хорошо, что сработала аварийная система Цитадель, но вернуться домой она нам уже не помогла. После взрыва Этерналии полностью исчез и из темпорального генератора и из резервного отсека. Мы остались в прошлом, над дикой зоной, совсем одни. Это было... Верданде так и не смогла подобрать адекватное сравнение пережитому ужасу и предпочла опустить эту часть своего повествования. А затем на нас начали нападать сталкеры. Каждый день в нас стреляли из винтовок и пушек, но Цитадель никого не подпускала к Таймботу. Мы все ждали, когда нас эвакуируют. Но папа так боялся за свое открытие, что не оставил наших временных координат и потому спасатели не могли даже примерно вычислить, куда мы отправились. Время, оно ведь такое огромное. Наверное, за последние сто лет мы были единственными, кто сумел в нем по-настоящему потеряться. Но как папа мог предсказать, что Этерналии взорвется, если раньше такого никогда не случалось? Если твой папа много читал о дикой зоне, он не мог не знать о коварстве аномальных выбросов, заметил интрудер. Что вы, папе было хорошо известно про них, возразила Вера, но в тех архивных материалах, которые он читал, про выбросы во время штурма не говорилось ни слова. Вот он и решил, что поскольку сталкеры смело пошли на взятие саркофага, значит, в тот день никаких выбросов не ожидалось. Все, что нам было нужно, это лишь три часа повисеть над лесом и понаблюдать издали за великим штурмом. А потом мы вернулись бы домой, как всегда. Кто же мог знать, что в Таймботе взорвется Этерналий? Последняя, самая драматичная глава истории Верданди растянулась на пять минут и завершилась аккурат в то время, как закончился дождь. Кальтер слушал молча, не прерывая девочку вопросами, поскольку боялся сбить ее с мысли. Слишком тяжело давался Вере пересказ взбудораживших ее событий. Голос ребенка дрожал, речь то и дело сбивалась, но Верданди нашла в себе силы поведать о своих злоключениях вплоть до того момента, как очутилась в этом загадочном домике. И когда дождь прекратился, у Кальтер оставался к девочке всего один интересующий его вопрос, который, впрочем, не имел никакого отношения к ее рассказу. Три недели провела семья Верданди внутри надежно защищенного таймбота в надежде, что спасатели все же отыщут угодивших в беду путешественников во времени. Возможно, они просидели бы там безвылазно и дольше, но когда их продуктовые запасы начали неумолимо иссякать, глава семейства приняла решение попытаться спасти жену и дочь своими собственными усилиями. Его поступок был весьма храбрым, но безрассудство в нем, увы, было на порядок больше. На таймботе имелся четырехместный аварийный гравикоптер, заряда аккумуляторов, которого хватало примерно на полдня полета. Отец Веры предполагал, где в дикой зоне можно отыскать жизненно необходимый им обруч медузы, область вокруг саркофага. Только там, как говорила история, можно было обнаружить этот редкий артефакт. Однако лететь на рискованные поиски в одиночку глава семейства при всем желании не мог. Чтобы подобрать дикорастущие этерналии, было известно, что данный артефакт порождало некое вредное аномалии, и упаковать его в специальный грузовой контейнер требовалось специальное оборудование и как минимум два человека, а еще один нужен был для удержания в этот момент гравикоптера в устойчивом положении. С последней задачей могла легко справиться и Верданди, поэтому ей тоже предстояло принять участие в поисках обруча-медузы. Лететь к ЧАЭС решили ночью. Гравикоптер был оснащен отменными навигационными приборами и системой защиты, а подавляющее большинство сталкеров избегало путешествовать ночью, и это давало искателям Этерналия шанс остаться незамеченными. К тому же обруч-медузы светился в темноте ярким синим светом и как следствие этого мог быть легко обнаружен с воздуха. Самая опасная часть поисковой операции должна была проходить на земле во время погрузки. На случай нападения мутантов у капитана гравикоптера имелся при себе штатный бортовой парализатор. Оружие не смертельное, но весьма эффективное. Вере же и вовсе не было нужды покидать летательный аппарат. Ей предписывалось лишь сидеть в кресле пилота и корректировать показания нескольких датчиков. Но после вылета искателей из таймбота случился форс-мажор. Едва гравикоптер вышел из-под защиты цитадели, оказалось, что его автономная защитная система не функционирует. К несчастью, папа Верданди обнаружил эту неполадку уже тогда, когда им вслед неслась выпущенная откуда-то с окраины Припяти самонаводящаяся зенитная ракета. Подбитый гравикоптер потерял управление, сильно отклонился от курса и рухнул возле поселка, расположенного неподалеку от военных складов. Девочка понятия не имела, кто были те сталкеры, которые появились на месте крушения НЛО, пока его экипаж приходил в себя после жесткой аварийной посадки. Кальтер, разумеется, сразу догадался, что Верданди и ее родителям пришлось столкнуться с сектантами Монолита. Тут и гадать было нечего. Сегодня расхаживать в открытую на военных складах не осмелился бы ни один сталкерский клан. Неизвестно, как в итоге сложилась бы судьба троих искателей Этерналия, не сдай у главы семейства нервы и не открой он по окружающим их в темноте монолитовцам огонь из парализатора. Те, само собой, в долгу не остались и практически в упор изрешители из автоматов лишенной брони гравикоптер. Дальнейшая перепуганная насмерть Верданде помнила смутно. Вот истекающий кровью отец из последних сил выталкивает девочку из кабины и хрипит, чтобы она бежала прочь. Кальтер подумал, что, видимо, на тот момент инициатор Тайм-Вояжа уже лишился рассудка. Мысли он здраво, наверняка предпочел бы, чтобы дочь тоже погибла от пуль сектантов, чем была растерзана аномалиями или мутантами. Вера едва держалась на ногах от ужаса, но бросилась, куда глаза глядят, даже не задумываясь над тем, что ей не пробежать по ночной зоне на обум даже ста метров. Однако то, что не вышло бы и у матерого сталкера, ребенок проделал с феноменальным везением парашютиста, который угодил в скерду сена после того, как оба его парашюта не раскрылись и не заработал при этом ни единой царапины. Глянув на ПДА-карту, майор с изумлением отметил, что облаченная в один лишь легкий защитный костюм, слабенькая, невооруженная девочка прошла за сутки и расстояние более чем в дюжину километров. Поначалу Завердан дигнались с фонарями сталкеры, которые расстреляли ее родителей. Но потом что-то огромное и жутко рычащее набросилось на преследователей из мрака и им стало уже не до беглянки. Она же тем временем достигла какой-то насыпи и спряталась в проложенном под нею тоннеле, где тут же лишилась от всего пережитого чувства и пролежала а утром кое-как возвратилась к реальности и не помня себя от страха побрела сама не зная куда, то и дело спотыкаясь и больно падая на рассыпанные у нее под ногами щебень. Лишь к обеду до веры дошло, что она все время движется по железнодорожному полотну. Но девочка продолжала шагать в неизвестном направлении без какой-либо цели, пока не набрела на пустой товарный состав. Не осознавая, что она делает, Верданде забралась в один из вагонов и вновь потеряла сознание. Очнувшись вечером, она почувствовала себя немного лучше, только сильно хотелось пить и есть. Куда теперь идти, Вера понятия не имела, поэтому продолжила прежний маршрут и вскоре набрела на заставленную поездами станцию и этот маленький домик, где, прямо как в сказке, нашла воду, еду и относительно мягкую постель. Пережитые горе и ужас сменились дикой усталостью и, упав на диван, девочка мгновенно уснула. Однако, проснувшись ближе к утру в достаточно ясном рассудке, она почувствовала себя настолько подавленной, что поступила, как обычный ребенок в минуту безысходного одиночества и отчаяния, закрылась с головой пледом и зарыдала, пока вновь не уснула от упадка сил тревожным кошмарным сном. Кальтер посмотрел в окно на падающие в лужи последние редкие капли дождя и озадаченно потер переносицу. Затем подошел к столу, выложил на него один комплект сухого пайка, после чего открыл тугие защелки на термосе с водой и лишь потом заговорил с внимательно наблюдающей за его манипуляциями верой. Сиди здесь и никуда не уходи. Скоро я свяжусь с хорошими людьми и они пришлют сюда кого-нибудь, чтобы тебя забрать. Ты узнаешь этих людей по черно-красным комбинезонам. Если вдруг вместо них придет кто-то еще, плачь как можно жалобнее и рассказывай им все то же самое, что и мне. Уверен, это их заинтересует и тогда, возможно, тебя попробуют продать военным наблюдателям или ученым. Что ты на меня так смотришь, девочка? Неужели в ваших фильмах дикая зона жила по другим законам? Тебе очень повезло, что ты вообще до сих пор жива. Теперь молись, чтобы сталкеры из долга нашли тебя раньше наемников или сектантов. А как же вы? оторопела промямлила Верданди. Голосок ее задрожал, а на глаза опять набежали слезы. Ведь я думала, что вы... вы хотите мне помочь? Сожалею, но больше ничем помочь не могу, отрезал Кальтер. У меня много неотложных дел и нам с тобой никак не по пути. Счастливо оставаться. Вы... вы что, так и оставите меня здесь? Одну? Вера вскочила с дивана и судорожно ухватила интрудера за руку. Но мне страшно, дяденька-сталкер. Здесь вокруг все время кто-то воет. А недавно я слышала, как где-то недалеко опять стреляли. Я ведь сказал, что скоро за тобой придут, начал был Кальтер, но девочка его перебила. Но так же нельзя, дяденька-сталкер, вскричала она, еще сильнее стиснув майору запястье. Это... это неправильно. Вы не можете... Не имеете права бросить меня здесь. Не кричи и отпусти меня, приказал Кальтер. Вырываться из цепкой хватки Верданди силой он не хотел, ибо понятия не имел, как это сделать, не переломав девочке пальцы. Так крепко вцепилась она в его руку. Прекратите истерику. Ну же, не отпущу, продолжала настаивать Вера, и для пущей убедительности ухватилась за запястье майора обеими руками. Вы не уйдете отсюда без меня. Нет, и не мечтайте. Я все равно побегу за вами, потому что не останусь больше в этом ужасном месте. Вы совсем не такой, как те сталкеры, что убили моих папу и маму. Вы... вы... вы хороший и добрый. Я это знаю, знаю, да. Положение у Кальтера складывалось просто анекдотичное. После всего, что рассказала ему Верданди, майор решил оказать жертве трагических обстоятельств посильную помощь. Но не из сострадания, откуда ему вообще взяться у интрудера, а лишь в качестве оплаты за предоставленную ведомству информацию. Так, по крайней мере, внутренне мотивировал свой поступок Кальтер. Хотя мотивация, если честно, казалась ему малость натянутой, как будто он лгал самому себе. Но так или иначе, раздумывать об истинных побудительных причинах этого поступка было некогда. Задание интрудера никто не отменял, и ночью он, кровь из носу, обязан проникнуть на форпост Монолита, чтобы завершить свою важную работу. Одного лишь этого аргумента было достаточно, чтобы отвесить упрямой девчонке крепкий подзатыльник и, хорошенько пригрозив ей напоследок, продолжить путь к цели. Чего бы там не натерпелось за последние дни Верданди, в данную минуту она мешала Кальтеру исполнять приказ, и этим все сказано. Но вот ведь оказия. Майор стоял напротив готовой разрыдаться девочки и не мог поднять на нее свою тяжелую руку. Даже будучи уверенным в том, что строптивица этого заслуживает. Просто абсурд какой-то. Пронеслось во голове у интрудера. Ребенок, которого я знаю от силы четверть часа, держит меня на месте, а я трачу время, думая, как мне от этого ребенка помягче избавиться. Да о чем тут вообще можно думать? Съездить мерзавке по уху и все дела. Ну не сильно, а так, для острастки. А то вон шейка как спичка. Чуть переусердствовал и кранты гостей из будущего. Неведомо, чем в итоге завершилась бы эта самая необычная в жизни майора схватка со вставшим у него на пути противником. Тоже, надо сказать, отнюдь неординарным. Скорее всего, Верданди все же напросилась бы на трескучую оплеуху. Однако противостояние интрудера и девочки-подростка было прервано не кальтером, а раздавшимся за стенами конторы хлестким металлическим щелчком. В воцарившемся после грозы затишье этот резкий звук настолько контрастировал с переливами многочисленных ручейков, что не расслышать его мог разве что глухой. Однако из двух находящихся в домике людей лишь майор распознал, что именно щелкнуло неподалеку и, главное, какие за этим последуют события. В чем бы и мог ошибиться мизантроп, но только не в характерной прелюдии назревающего кровопролития — щелчки взводимого затвора. — Ложись! — скомандовал кальтер девочке, но, видя, что та продолжает испуганно хлопать глазами, грубо ухватил ее за шею и под ножкой уронил на гнилой дощатый пол. После чего сам плюхнулся с низ рядом с верданди, а в следующее мгновение домик накрыла новая буря, только на сей раз рукотворная и куда более разрушительная. Кальтер быстро определил по пулеметному грохоту, кто решил устроить ему и вере жаркую кровавую баню. Этот изношенный, лязгающий при стрельбе мини-ми не так давно уже палил майору вслед, правда, безрезультатно. И вот у пулеметчика сектанта появился вполне реальный шанс взять реванш, поскольку теперь преследователи подобрались к беглецу гораздо ближе и застали его врасплох. Удивительно, как монолитовцам удалось без единого звука прокрасться к домику по шуршающему гравию в своих массивных экзоскелетах. Хотя, если предположить, что найденные сначала Верданди, а за ней и Кальтером убежище принадлежало сектантам, то у них вполне могла быть протоптана сюда потайная тропка на случай именно таких внезапных визитов. Обстрел здания велся лишь с одной стороны и свинцовый шквал врывался в бытовку и остальные помещения через западные окна. Пули загромыхали по железным шкафчикам, разворотили стол, разнесли в дребезги чугунный умывальник и взялись дырявить обшарпанную штукатурку на стенах. Часть пули вовсе проносилась сквозь комнату, вылетая через окно с противоположной стороны. Единственное непростреливаемое пространство в бытовке оставалось лишь под подоконником у западной стены. Пробить двойную кирпичную кладку 5,56-мм минимий был не в состоянии. Поэтому, определив вектор вражеского обстрела, Кальтер сразу же оттащил за шиворот истошно визжащую девочку в безопасное место, из разгрузки осколочную гранату и вырвал чеку. Кроме грохота пулемета иных выстрелов слышно не было. Из этого следовало, что, пользуясь огневым прикрытием, двое других сектантов в настоящий момент подбирались к конторе, чтобы ворваться в нее, как только пулеметчик прекратит огонь. Весьма действенная штурмовая тактика заставить всех выживших под ураганным обстрелом уткнуться мордами в пол, а затем ворваться в разгромленное помещение и подавить в зародыши любое сопротивление, на какое еще будет способен дезориентированный враг. Грядущая атака сектантов ожидалась с двух направлений через вход и через восточные окна. Таким образом, загнанные пулеметной очередью к западной стене домика его обитатели оказывались в невыгодном для себя положении, будучи незащищенными от огня с другого фланга. Конечно, враг мог разыграть нападение и по иному сценарию. Но Кальтер исходил из того, что ему противостоят опытные противники, которые предпочтут самый выигрышный вариант атаки остальным, уже не таким рациональным. Главное для монолитовцев это не допустить паузы между прекращением артподготовки и началом штурма. То есть, пока грохочет пулемет, оба штурмовика обязаны выйти на диспозиции. Только таким образом захват конторы мог пройти в духе Блицкрик без лишней суеты и потерь. Кальтеру во что бы то ни стало требовалось не прозевать ключевую фазу вражеской операции, поскольку для него этот короткий миг затишья имел не меньшую стратегическую важность. Как только умолк последний выстрел, интрудер, не вставая с пола, швырнул заготовленную гранату в восточное окно, но недалеко, так, чтобы она упала возле фундамента. Несмотря на готовность майора к вторжению, он все равно не мог полностью контролировать ситуацию и потому, избавившись от гранаты, выкатился в проход и открыл огонь по двери еще до того, как в ней нарисовался ожидаемый броненосец. Штурмовика, который должен был появиться у восточных окон, Кальтер пока не опасался. Заметил тот, перелетевшую через подоконник гранату или нет, она в любом случае не позволит врагам провести синхронную атаку. Интрудер спустил курок аккурат в момент взрыва, и хоть кирпичная стена обезопасила майора от осколков и каменной шрапнели, ударившая в окна звуковая волна заложила ему уши, наполнив голову противным монотонным звоном. Впрочем, легкой контузией была лишь малой платой за ту неоценимую услугу, которую оказала Кальтеру своевременно выброшенная граната. Она не только оградила его от нападения с фланга, но и отвлекла внимание ворвавшегося в дверь второго ходячего мини-танка. Первые выпущенные интрудером пули угодили броненосцу в живот и грудь, однако не причинили врагу никакого вреда. Пули, непробиваемые бандажи экзоскелета без проблем выдержали несколько прямых попаданий, а сам тяжелый бронекостюм не позволил сектанту упасть под градом обрушившихся на него сокрушительных пулевых ударов. Штурмовик дал короткую очередь, но попал не в лежащего на полу майора, а в железные шкафы позади него. Поднятая пулеметным обстрелом пыль скрывала кальтера и сейчас враг стрелял наугад. Встретив грудью еще несколько пуль, он шагнул в прихожую и заметил таки стрелка, но в этот миг рвануло упавшее у фундамента граната. Ее осколки, а также куски щебня и пыль ворвались через окна в здание и невольно заставили броненосца отшатнуться от оконного проема вглубь прихожей. Враг шагнул за перегородку и ушел из-под обстрела. На виду у кальтера остались лишь торчащие из-за косяка правой нога и соответствующие плечо сектанта. Выбор целей был небогат, но это вовсе не заставило майора прекратить стрельбу. Перенеся огонь на нижнюю конечность броненосца, интрудер добился желаемого результата гораздо быстрее, нежели поля по его бронированной груди. Две пули разорвали незащищенные бандажом подколенные сухожилия врага, но опять-таки экзоскелет не дал ему упасть, что служило теперь в общем-то бесполезной поддержкой. Нога монолитовца была фактически наполовину оторвана и больше не могла привести в движение экзоскелетные усилители. Взревев от боли, броненосец инстинктивно рванулся с места и шутя проломил комнатную перегородку, но именно этот рывок его и погубил. Стоять не двигаясь, с пострадавшей нижней конечностью боец в экзоскелете еще мог, а вот ходить уже нет. Левая нога сектанта послушно шагнула вперед, но отказавшая правая была отныне на такое неспособна. Броненосец совершил нечто похожее на неуклюжий фехтовальный выпад, снес стену прихожей, а потом утратил равновесие и рухнул на дощатый пол всей своей нешуточной массой. Кальтер полагал, что у пронзительно вопящей верданде хватит ума забиться в угол и не высовываться, в то время как майору разлеживаться на полу было некогда. Неизвестно, причинила ли граната ущерб второму штурмовику, и пока он не возобновил атаку вместе со спешащим сюда же пулеметчиком, интрудеру следовало избавиться от того противника, которого ему довелось обездвижить. Подстреленный броненосец барахтался в обломках перегородки и раскуроченного им же пола, пытаясь превозмочь боль и продолжить бой. Кальтер само собой категорически не одобрил героизм противника. Вскочив с пола, майор подлетел к упавшему сектанту, ногой наступил на ствол его автомата, после чего упер дуло ВМК забрало вражеского шлема и спустил курок. Выпущенный в упор очередь вдребезги разнесла поляризованное стекло и превратила в кровавое экзоскелетом конвульсии и угомонился. На сей раз окончательно. Не желая маячить над телом поверженного врага, майор метнулся к уцелевшей перегородке, на ходу меняя опустошенный магазин на новый. Взятый кальтером с ходу темп схватки нельзя было сбавлять ни в коем случае. Только таким образом окруженный в доме беглец мог биться с преследователями на равных и не стать для них загнанной жертвой. В ушах интрудера все еще стоял звон от гранатного взрыва, поэтому кальтер полагался сейчас исключительно на собственное зрение. Он не мог даже расслышать продолжает кричать Верданде или нет. Уж голосить она умела, дай бог, не говоря о вражеских шагах за стенами. Но проредив ряды противника, майор ощутил себя несколько увереннее и теперь намеревался перейти от обороны к контратаке. Но, похоже, проблемы со слухом и успел схорониться за углом лишенные окон тыловой стены здания. Именно оттуда подкрался к конторе при пулеметном обстреле этот сектант. Все, что он мог расслышать после гранатного разрыва, это, пожалуй, только грохот, разнесенный с обратом перегородки и выстрелы. О том, что происходило внутри домика затем, контуженный монолитовец знал не больше, чем майор об обстановке снаружи. И потому из опасения подстрелить напарника броненосец уже не мог лихо выпрыгнуть из-за угла и начать палить по окнам. Чего нельзя было сказать о кальтере? Ему дозволялось с чистой совестью стрелять по любому движущемуся объекту за пределами здания. Несмотря на внушительный вес, броненосец довольно шустро проскочил перед окном бытовки, оперативно оценил в ней обстановку и замер за межоконным простенком. Кальтер, однако, не проморгал маневр противника и подозревал, что тот наверняка заметил лежащего в углу человека. Будь интрудер на месте этого сектанта, он точно не применил бы повторно заглянуть в бытовку и дать по подозрительной цели короткую очередь. Сходу ведь не определишь, кто там валяется в клубах пыли, мертвец или всего лишь притворяющийся мертвым коварный враг. Так что лучше израсходовать несколько патронов и избавить себя от сомнений, чем оставлять за спиной потенциальную угрозу. Догадка эта вонзилась в мозг кальтера подобно раскаленному гранатному осколку. Майор не успел даже толком представить броненосца, стреляющего в беззащитного ребенка, как стримглав очутился напротив того самого окна, аккурат между верданди и готовым вот-вот сунуться в оконный проем монолитовцем. Майор отдавал себя отчет лишь в одном. Он знал, что с того дня, как поразил на преснопамятных тестах ведомства те спорные картонные мишени, ему впервые приходится поступаться принципами интрудера. Впрочем, отчего и почему так произошло его сейчас абсолютно не волновало. Он по-прежнему доверял своим инстинктам и это главное. А еще он был уверен, что крепкие забрала вражеских шлемов однозначно не выдерживают автоматную очередь в упор. К чести сектанта он действительно оказался педантичным воякой и не собирался оставлять за собой недобитых противников. Но именно эта педантичность его изгубила. Вместо того, чтобы произвести по обнаруженному в бытовке субъекту серию контрольных выстрелов, монолитовец сам нарвался на изрядную порцию свинца. Осмелившись вновь заглянуть в бытовку, только теперь с четко определенной целью, сектант не успел просунуть в окно ствол автомата, как в лицо ублюдку, подобно зеркальному отражению, уперся другой ствол, принадлежащий, кому именно принадлежащий, броненосцу определить уже не удалось. Как и осуществить задуманное. Все планы педантичного монолитовца пошли на смарку, едва палец интрудера нажал на спусковой крючок ВМК. После чего содержимое шлема обезглавленного врага можно было натурально выплескивать на землю, как помои из кастрюли. А вот следующий вражеский ход майор уже не предусмотрел. Ожидая атаки с запада, он бросился к противоположному окну, но в эту секунду позади него раздался грохот и из столовой стены здания вывалился внушительный фрагмент. Выбивший его удар был настолько мощным, что вместе с кирпичами на пол бытовки рухнули железные шкафчики, стоящие вплотную к стене. Выбез того разгромленной комнате стало вовсе не продохнуть от пыли, но когда взияющий пролом ворвался виновник этого безобразия ходячий мини-танк, бытовка стала вдобавок еще и тесной. Вот только присказка в тесноте да не в обиде по отношению к столкнувшимся нос к носу интрудеру и сектанту была уже неприменима. Враги сцепились в замкнутом пространстве не на жизнь, а на смерть, что не являлось бы для Кальтера большой проблемой, не будь его противник облачен в экзоскелет. Это обстоятельство давало монолитовцу неоспоримое преимущество, а принимая во внимание то, что он был вооружен еще и пулеметом, шансы сектанта на победу удваивались. Впрочем, незавидное для Кальтера соотношение этих шансов отнюдь не значило, что майор не мог попытаться их немного уравнять. У него в руках тоже имелось достаточно грозное оружие, жертвами Коева уже пали два собрата броненосца-пулеметчика. Пол магазина патронов и заряд картечи в подствольнике, интрудер был готов предъявить их врагу, что называется, прямо на входе. Но выкладывать эти аргументы Кальтеру следовало опять же с умом, поскольку только так можно было добиться от них максимальной эффективности. Броненосцу потребовалось пара секунд, чтобы сориентироваться в запыленной бытовке и вступить в бой. Интрудер разобрался в ситуации немного быстрее, ровно настолько, чтобы изловчиться и нанести удар первым. Во время вторжения противника Кальтер успел отскочить к стене и, встав у края пролома, занял единственно доступную ему сейчас стратегическую позицию. Бейся он с равным по силе врагом, майор, несомненно, изрешитил бы его, едва тот сунулся в помещение. С бойцом в экзоскелете все обстояло сложнее. Но, как показывала практика, при должной сноровке можно было поразить штурмовика точными выстрелами в уязвимые места. Пулеметчик явно знал о гибели обоих собратьев, поэтому, прежде чем врываться в бытовку, он сначала сунул в пролом пулемет, собираясь повторно осыпать контору градом свинца и пресечь возможную контратаку противника. Вместо громилы в бронекостюме Кальтер увидел слева от себя лишь просунутую в брешь вражескую руку. Укрепленная стальными бандажами она держала семикилограммовый мини-ми с той же легкостью, с какой интрудер держал бы обычный пистолет. Не стой, майор, в шаге от этой цели он вряд ли сумел бы сходу попасть в нее из винтовки. Но даже на такой короткой дистанции Кальтер предпочел не обычные пули, а картечь, поразить которые мелкую мишень было не в пример проще. Если бы не опоясывающий предплечье броненосца экзоскелетный бандаж, выстрел майора гарантированно оторвал бы сектанту руку по локоть. Но, несмотря на это, картечный заряд все-таки нанес монолитовцу весьма ощутимые повреждения. И не только ему. Кроме превращенной в мякокостный фарш кисти противника, крупная, кучно летящая дробь успела разворотить затворную раму Минеми еще до того, как он произвел первые выстрелы. Намертво заклинивший пулемет отныне превратился в бесполезный кусок железа, годный лишь для использования его в качестве дубинки. Лишившись кисти, монолитовец осатанил от боли и, брыжа, льющийся из отстреленной конечности кровью, ворвался в пролом с явным намерением разорвать Кальтера пополам. Майор ожидал этой атаки проверенное уязвимое место ходячих мини-танков, забрало. Но едва интрудер взял на прицел вражью голову, как броненосец перехватил неповрежденной рукой раскуроченной Минеми за ствол и швырнул пулемет в противника. Кальтер отшатнулся в сторону и одновременно спустил курок, но ни то, ни другое действие майора не вызымело результата. Пули скользнули по плечевой бронепластине сектанта, не причинив тому вреда, а отскок оказался недостаточно резвым, чтобы интрудер успел уклониться от летящей в него железяки. Засвети ему чем-то подобным обычный противник, Кальтер легко отбился бы от такой атаки. На худой конец защитные пластины комбинезона смягчили бы удар и уберегли майора от травм и ушибов. Но облаченный в экзоскелет сектант метнул сломанный мини-ми с такой силой, что касательное попадание пулеметного приклада к Кальтеру в корпус было равносильно удару лошадиного копыта. Интрудер почувствовал, как в боку у него что-то отчетливо хрустнуло, а сам он не устоял на ногах и упал настоящий позади диван. Но радоваться удачному падению пришлось недолго. Едва майор коснулся спиной засаленной диванной обивки, как броненосец тут же накинулся на него, словно разъяренная горилла на вздумавшего атаковать ее мелкого хищника. Кальтер не успел прийти в себя, как был тут же поставлен на ноги, отлететь в противоположный угол комнаты. Удар пришелся в более прочную грудную пластину комбинезона, и теперь майор отделался лишь болезненным ушибом, зато приземление вышло не в пример жестче предыдущего. Грохнувшись спиной на поваленные шкафчики и рассыпанные поверх них кирпичи, Кальтер ощутил в уже отбитом боку такую резкую боль, что на несколько секунд потерял сознание. Возможно, интрудер пробыл бы в этом состоянии и дольше, не скатись он сразу же новое падение причинило новую боль, но она послужила для бесчувственного Кальтера тем самым клином, которым вышибают другой клин, и встряхнула майора подобно разряду электрошока. Случилось это, надо заметить, очень своевременно. Когда майор вернулся к реальности, броненосец уже навис над ним с занесенной для удара ногой. Форсированная экзоскелетом, она могла растоптать Кальтеру голову, шутя, будто арбуз, и растоптала бы, не откатись, майор поспешно в сторону очередью стреляющих болей. Но тут уж приходилось выбирать или эти мучения, или хруст собственного раздавленного черепа. Массивное бронированное ножище монолитовца врезалось в пол, но вместо головы интрудера проломило лишь гнилые доски. И все бы ничего, но под ними обнаружился не грунт и не щебень, а не широкая метровой глубины яма. Либо она нарочно была оставлена там строителями для подведения к конторе в будущем водопровода, либо яму элементарно не засыпали из-за чьей-нибудь лени или халатности. Однако кто бы мог подумать, что спустя четверть века над этой ямой развернется грандиозное побоище, и она фактически переломит его ход. Прошибив пол, ходячий мини-танк утратил под ногами опору и рухнул вниз с грохотом, достойным падения с аналогичной высоты промышленного сварочного трансформатора или токарного станка. Яма скрыла сектанта всего по промежности, но поскольку массивный экзоскелет не был приспособлен для таких прыжков, колени броненосца подогнулись, и он, потеряв равновесие, завалился животом на край ямы и раскинул руки. Проломленные доски, под валяющимся на полу кальтером, накренились, и сила притяжения неминуемо поволокла майора прямо в лапы остервенила во врага. При всей недюжинной мощи броненосца быстро выбраться из ямы ему не удалось. К тому же отсутствие кисти на правой руке не позволило монолитовцу опираться на нее при вытаскивании себя из-за подни, поэтому он не стал пока карабкаться наружу. Увидев, что противник сам катится к нему, как по заказу, сектант взревел, выбросил вперед здоровую руку и ухватил майора за ботинок. Ощутив у себя на пятке стальную хватку врага, кальтер рванулся, а когда понял, что это бесполезно, позволил подтащить себя еще немного и изо всех сил заехал сектанту по шлему другой ногой. Затем еще и еще. Но пинать бронированного громилу было все равно, что пытаться таким же способом свалить чугунный столб. А пока майор лупил ботинком непрошибаемого противника, тот намертво придавил ему схваченную ногу изуродованным предплечьем, а левой рукой перехватился повыше, за колено, после чего подтянул интрудера еще ближе, для пущего удобства расправы над ним. Теперь монолитовец мог легко переломать кальтеру оба колена и потом уже без труда добраться и до его горла. Но майор не стал дожидаться, когда захрустят его раздробленные суставы, а извернулся и пнул врага точно по кровоточащему срезу на обрубке кисти. Коварный и болезненный удар по искалеченной руке на миг шокировал сектанта и заставил его разжать хватку. Но кинувшегося было прочь кальтера подвели отбитые, а возможно и сломанные ребра. Едва не задохнувшись от вспыхнувшей в боку боли, майор споткнулся и не сумел отскочить достаточно далеко, чем броненосец не применил воспользоваться и вновь схватил его за щиколотку. Опоздав всего на мгновение, интрудер принял сорваться, словно угодившая в капкан лисица, и лишь эти судорожные рывки мешали сектанту как следует стиснуть пальцы и сломать жертве лодыжку. Однако, усердствуя в собственном освобождении, кальтер, наверное, сам в итоге сломал бы себе ногу, если бы не дерзнул пойти на крайние меры. Выхватив из разгрузки гранату, он выдернул чеку, а потом швырнул свое единственное спасение на дно ямы, прямо под ноги ходячему мини-танку. Отвесные края его ловушки позволяли надеяться, что основная сила взрыва и осколки уйдут в потолок. Что при этом случится со зданием, кальтера не волновало. За неименем иной стратегией боя с превосходящим по силе противником майор без колебаний воспользовался той, что напрашивалась сама собой. Монолитовец не проворонил катившуюся к нему гранату и даже попытался изловить ее свободной рукой. Вот только враг в горячке запамятовал, что сделать это при отсутствии на руке и пальцев попросту невозможно. Поэтому сектанту пришлось волей-неволей отпустить жертву и спешно искать под ногами взрывоопасный презент в надежде успеть нащупать его и отбросить подальше. Черт с ним с беглецом, когда внезапно возникла другая проблема, решение которой не терпело ни малейшего отлагательства. Несмотря на ранения, броненосец действовал весьма расторопно. Единственное, чего не предугадал сектант, это то, никогда не экипировало мизантропов стандартным общевойсковым снаряжением. Кальтер и его коллеги пользовались только тем оружием и спецсредствами, которые лаборатория ведомства подгоняла индивидуально под каждого из них. К примеру, ВМК «Майора» представляла собой усовершенствованную австрийскую винтовку «Ауг», переделанную почти до неузнаваемости, спаренную с многофункциональной подствольной ракетницей и сбалансированную, так сказать, исключительно под руку «Майора». Та же история с гранатами. Они предоставлялись кальтеру в комплекте со специальными взрывателями, замедлитель которых горел вдвое быстрее обычного. Выработанные на тренировках навыки позволяли «Майору» бросать гранаты по цели так, что они взрывались либо на подлете к ней, либо сразу при попадании в нее. Это не давало противникам мизантропа ни секунды на то, чтобы спрятаться или, того хуже, метнуть брошенную в них гранату обратно. Весьма вероятно, что, упадив в яму обычная, РГД-5, монолитовец успел бы подобрать ее и вышвырнуть в окно. Но коварная граната кальтера взорвалась тогда, когда пальцы сектанта только-только замкнулись на ее корпусе. Произошедший в тесной яме взрыв оказался для стоящего в ней броненосца намного страшнее, чем подорвись он на гранате в обычных полевых условиях. По вине этого обстоятельства он фактически наступил на мину направленного действия, чья ударная волна и осколки были сконцентрированы в плотный мог уберечь броненосца от обычного взрыва ручной гранаты, то при вышеупомянутом стечении неблагоприятных факторов пользы от бронекостюма было уже немного. Конечно, кальтеру не удалось выбросить таким образом врага из ямы, будто пробку из бутылки. Слишком тяжелым было обмундирование сектанта. Зато эта неподъемная тяжесть превратила монолитовца в затычку для жерла маленького рукотворного вулкана, в живой щит, который принял на себя большую часть взрывной волны такой встряски броненосец естественно не мог. Его растерзанное тело так и осталось торчать в яме, словно какой-то маньяк-живодер сначала усердно кромсал его топором, а потом решил зарыть труп в землю, но по неизвестной причине так и не успел избавиться от улики. Впрочем, прорвавшаяся сквозь затычку восходящая ударная волна тоже обладала достаточно сокрушительной силой. Взрыв разворотил потолок и перебил пополам одну из его несущих балок. Стряхивая из себя дощатый настил, тяжелый обломок балки сорвался с опоры и прочертил в воздухе дугу один в один повторяющую траекторию удара крикетного молотка. Под стать этому молотку отыскался и мяч. Его роль довелось исполнить кальтеру, едва освободившемуся от вражеской хватки. Намереваясь как можно скорее убраться подальше от ямы, майор, превозмогая боль в ребрах, вскочил с пола. Но как только интрудер очутился на ногах, тут его и настигла очередная неприятность. Удар падающей балки сначала вскользь прошелся ему по спине, а напоследок зацепил затылок, саданув по нему с такой силы, что кальтеру даже почудилось, будто у него лопнули шейные позвонки. Больше он ничего не почувствовал. Взорвавшаяся у него в голове ослепительная вспышка полностью отключила сознание майора от реальности. Он еще успел совершить по инерции несколько шагов, пока не уперся в подоконник на западной стене и не перевалился через него, выпав из бытовки на улицу. После чего так и остался лежать под окном конторы, подобно тем мертвым сектантам, которых кальтер только что прикончил одного за другим. А зона взирала на бесчувственного горя победителя и посмеивалась над ним проблесками полуденного солнца в разрывах несущихся по небу серых туч. Зона знала, что в этом бою победил вовсе не кальтер, а она, полноправная повелительница судеб всех, кто топчет ее гниющую мертвую землю. И в этом плане майор не являлся исключением из общего правила. Он пришел в зону судить, не ведая, что судья здесь может быть только один, равно как и закон, согласно которому выносятся местные приговоры. Невиновных в зоне нет, и для каждого из незваных гостей у нее найдется свое персональное наказание. Russianpodcasting.ru Глава одиннадцатая Где только не приходилось спать кальтеру во время командировок за двадцать лет службы. И в продуваемых ветрами степях, и в снегах высокогорий, и в жарких, как печка, песках пустынь, и в душных малярийных болотах, и даже болтаясь в альпинистском гамаке, прибитом прямо к отвесному горному склону. Но в каком бы отвратительном или экзотическом месте порой не просыпался интрудер, всегда и везде он чувствовал одно и то же, лежащую под рукой заряженную винтовку. Кальтер не помнил случая, чтобы когда-нибудь при пробуждении на вражеской территории он не обнаружил рядом с собой свою неизменную ВМК. И вот сегодня, придя в сознание, майор решил по привычке нащупать под боком оружие, и в кои-то веки не нашел его. Сей вопиющий факт был равносилен грому среди ясного неба и встряхнул мизантропа не хуже инъекции адреналина. Майор попытался вскочить, но тело прострелило такая боль, словно оно было прибито к земле несколькими железными костылями. А точнее двумя. Первый из них пронзил кальтеру правый бок, а второй голову. Интрудер даже непроизвольно провел ладонью по лбу, не сомневаясь, что обнаружит торчащую из него костыльную шляпку. Но нет, лоб был чистый, без ссадин и шишек, однако на затылке что-то подобное определенно имелось. Интрудер вспомнил ошарашивший его удар и мерзкое ощущение лопающихся позвонков. Хотя насчет последних майор явно ошибался. Будь у него сломана шея, вряд ли он смог бы пошевелить рукой и почувствовать какую-либо боль. Однако помимо нее Кальтер чувствовал и еще кое-что. И это кое-что нарушало и без того нестройный ход мыслей оклемавшегося майора. В спину ему впивались острые камни, но под головой находилась мягкая подушка. Или может не подушка, но все равно что-то удобное и куда более приятное для ушибленного затылка, нежели булыжники, на которых покоилось тело. Кальтер абсолютно не помнил, что происходило с ним после удара по темечку, но вряд ли у него хватило бы сил подстелить себе что-нибудь под голову, прежде чем лишиться сознания. И если пропажа винтовки стало теперь очевидна, то история с подушкой не поддавалась пока логическому объяснению. Над зоной сгущались сумерки. Кальтер уже научился различать здесь их утреннюю и вечернюю разновидность, поэтому сразу определил, что на дворе поздний вечер. Плохи дела. По замыслу майора, в это время он уже должен быть возле форпоста монолита на военных складах, а сейчас неподалеку от интрудера виднелись все те же вагоны, возле которых он схватился с тремя сектантами. Это сколько же выходит он провалялся в полной отключке? Кальтер зашарил вокруг руками и быстро нащупал справа от себя кирпичную стену, а на ней маленький выступ, вполне пригодный для того, чтобы за него ухватиться. Однако попытка придать телу сидячее положение не увенчалась успехом. Пальцы предательски соскользнули с опоры, и едва приподнявшийся майор снова упал спиной на камни и глухо зарычал, когда незримые и острые костыли боли тут же вонзились ему в ребра и затылок. Дяденька сталкер, раздался откуда-то неподалеку дрожащий, но обрадованный девчоночек голосок, вы очнулись, дяденька было, все бесполезно. Ой, погодите, не шевелитесь, сейчас я вам помогу. Верданди, как же интрудер мог про нее забыть? Ну, конечно, кто бы еще кроме Веры мог подсунуть под голову Кальтеру свернутый плед, взятый из разгромленной конторы? Не сердобольные же мутанты, в конце концов. Кальтер поморщился. Не сказать, что он был обрадован новой встречи с гимназисткой из будущего, но теперь ее присутствие уже не вызывало времени и отнюдь не в подходящем для ребенка месте. С течением трагических обстоятельств, что легко выбило бы из колеи даже взрослого человека, не говоря о подростке. А Вера тем временем подошла к валяющемуся на камнях интрудеру, крепко ухватила его за руку и потянула на себя, помогая встать. Наивные пигалица. Тебе ли поднимать с земли здорового дядьку сталкера в защитном комбинезоне и набитом боеприпасами разгрузочном жилете. Кальтер не стал вынуждать ребенка надрывать пупок и, ухватившись второй рукой за выступ на стене, безропотно поддержал инициативу своей помощницы. Выступ оказался на поверку тем самым подоконником, через который майор перекувырнулся, когда потолочная балка сыграла ему по голове. Кальтер так и продолжал валяться у конторской стены, к ней он и прислонился, когда верданте подсобило ему сесть. Пока они совместными заодно отыскала и свою утерянную винтовку. Никуда она в действительности не пропала, а висела на ремне за спиной у Веры. Насколько не была компактна ВМК, все равно на спине у субтильного подростка она смотрелась чуть ли не крупнокалиберным пулеметом. Однако у верданте даже хватило терпения подогнать под себя тугой винтовочный ремень, чтобы он не так сильно врезался в худенькие девчоночьи плечики. Что ж, отметил про себя Кальтер, значит девочка и впрямь вдоволь насмотрелась фильмов о сталкерах и Муле, уж коли взялась следовать одному из главных принципов жизни в зоне спи с автоматом, ешь с автоматом и в сортир ходи тоже с автоматом. Оружие являлось в этих краях той ношей, что никогда не оттягивало сталкерские плечи. Недаром ведь говорят опытные сталкеры, что лучше потерять три рюкзака с хабаром, чем автомат. Или то, что в зоне нельзя бросать автомат даже тогда, когда ты тонешь. Вот только к похвальной предусмотрительности Верданде добавить бы еще чуток опыта по обращению с архаичной для нее винтовкой, пусть даже теоретического, но и это было бы прогрессом. Потерпите, сейчас я принесу вам пить, деловито проговорила девочка, усадив кальтера к стене, после чего отлучилась на полминуты и вернулась с помятым алюминиевым ковшиком до краев наполненным водой. У майора в разгрузке имелась своя фляга, но очевидно Вера не стала обыскивать потерявшего сознание сталкера и выяснять, чем набиты его карманы. А вот это уже не по-сталкерски. Или о таком обыденном для зоны явлении не рассказывалось в фильмах, или шарить по чужим карманам Верданде не позволяло ее гимназическое воспитание. Кальтер скорее предположил бы второе, пусть и знал Веру совсем недолго. «Это из того термоса, который вы мне днем открыли», пояснила девочка, заметив, как майор с недоверием посматривает на принесенную воду. «Теперь он, правда, дырявый, и почти вся вода из него выбежала, но на донышке еще чуть-чуть плещется. Вы пейте, пейте, не волнуйтесь, а я пока пойду постою на углу и погляжу, не идет ли кто». «Стой здесь», боркнул Кальтер, хотя Верданде наверняка уже не одинажды ходила на свой наблюдательный пункт и хорошо изучила дорогу к нему. «И впредь, чтобы без приказа никуда, понятно?» «Без приказа никуда, понятно». Слово в слово повторила девочка распоряжение майора, а потом вдруг приободрилась и поинтересовалась. «Так, значит, вы берете меня с собой, да, дяденька Сталкер? Правда, берете?» «Поглядим», уклонившись от прямого ответа, проворчал интрудер, после чего приложился к к ковшу и принялся пить. Голова у Кальдера гудела, словно пока он валялся без сознания, вниз свил гнездо Рой-Ос. На затылке торчала внушительная шишка, но благодаря тому, что балка задела его лишь вскользь, майор не заработал даже сотрясения и чувствовал себя гораздо лучше, чем после недавнего падения в катакомбы Агропрома. Но тогда все обошлось без сопутствующих травм, а сегодня у интрудера, к несчастью, возникла такая проблема, крайне несвоевременная и болезненная. Допив воду, майор отставил ковш, но вместо благодарности лишь покосился на верданде и ничего не сказал. А потом расстегнул комбинезон, задрал свитер и майку и осмотрел отбитый пулеметным прикладом бок. На нем красовались внушительный синяк и припухлость, прикосновение к которой вызывало острую боль. Также болевые спазмы вызывались глубоким дыханием, кашлем и, что самое неудобное, резкими движениями руками и корпусом. Морщись от боли, Кальтер дотошно ощупал ребра и определил, что как минимум два из них сломаны. Вкупе с невыходом установленный срок на цель, эта неприятность выглядела вдвойне обидной. Верданди следила за манипуляциями Кальтера с таким видом, словно понимала, чем он занимается. А может, любительница исторических кинобоевиков и впрямь понимала, какая беда приключилась с майором. Конечно, если фильмы о дикой зоне снимаются по канонам правдоподобия, а не по худшим голливудским штампам. Прислушавшись, не раздаются ли в сумерках подозрительные звуки, Кальтер грубо потребовал у девочки вернуть ему винтовку, что Вера сделала с явной неохотой, тяжелым и незнакомым, оно все-таки придавало ей уверенности. Интрудер взял ВМК, разобрал затвор, проверил, не забит ли ствол и, довольный результатом экспертизы, собрал винтовку. После чего положил ее на колени, достал пенал с аптечкой и переключил внимание на свои многострадальные ребра. Оголившись по пояс, майор сначала вколол себе парочку фирменных ведомственных препаратов, способных вернуть в строй даже полумертвого. Затем извлек из герметичного пакета длинный эластичный бинт и собрался зафиксировать им плавающие ребра. Но не тут-то было. Под воздействием лекарств боль медленно отступала, однако спазм продолжал сковывать интрудеру мышцы и не позволял наложить бандаж как положено. Кальтер кряхтел, скрипел зубами и морщился, но процесс самоисцеления никак не хотел двигаться с места. Помощь пришла оттуда, откуда майор ее опять-таки не ожидал. «Разрешите мне, дяденька-сталкер», попросил Ивердандик, который, похоже, надоел осмотреть на мучительные потуги Кальтера. «Я поняла, что вы хотите сделать. Давайте я замотаю вам этот бинт». Майор прекратил возиться с бинтом и недоверчиво уставился на добровольную сестру милосердия. «Такое тоже показывали в твоем кино», полюбопытствовал интрудер, полагая, что вряд ли детей 22 века станут учить допотопным приемам первой врачебной помощи. «У них там в будущем и живых врачей-то уже не осталось. Одни медицинские роботы и компьютерные медсестры». «Ну да», как ни в чем не бывало, ответил Иверданди. «В сериале про сталкера Химуля постоянно какого-нибудь героя то ранят, то и забьют, а потом его товарищи или болотный доктор приходят ему на помощь». «Вам ведь сломали ребра, да? Значит, надо просто замотать их потуже до тех пор, пока вас не осмотрит какой-нибудь врач. Это же проще простого. Можно попробовать». Кальтер беспомощно уронил руки, тяжело вздохнул, затем беззвучно выругался одними губами и сдался. «Ладно, валяй. Только мотай очень туго. Не бойся, мне не будет больно, так что сможешь тянуть бинт изо всех сил». Сил в щупленькой девочке таилось гораздо больше, чем ожидал от нее интрудер. Верданди опустилась перед ним на колени, закрепила первым витком придержанный пациентом кончик бинта, а потом взялась за дело с таким усердием, что Кальтер от неожиданности даже крякнул. После чего тут же мысленно укорил себя за проявленную слабость, пусть и мимолетную. Его, интрудера, без пяти минут ветерана невидимого фронта заставила страдать сопливые тринадцатилетние девчонка. «Вот-то как Азия!» «Хорошо еще мизантропом чуждо самобичевание, а иначе он вмиг сгорел бы от стыда, не сходя с места». Заслышав кряхтение Кальтера, Вера остановилась и вопросительно глянула на майора. Тот в ответ лишь отрицательно мотнул головой, дескать, пустяки, не обращай внимания, бинтуй дальше. Девочка, также ни слова не говоря, вернулась к прерванной работе, а Кальтер невольно подумал, что любопытно, сколько лет было бы сейчас его дочери или сыну женись лейтенант Куприянов на подруге своей молодости, с которой он встречался еще до того, как раз и навсегда связался с ведомством. Но тут же одернул себя, не желая отвлекаться на своевременные мысли, которые пробудил в интрудере сидящий возле него удивительный ребенок с синими глазами. «А как вас зовут, дяденька Сталкер?» внезапно поинтересовалась Вера, продолжая старательно закручивать бинт в тугой бандаж. «Что?» переспросил Кальтер, не сразу сообразивший, о чем его спрашивают. «Как вас зовут?» повторила Верданди и уточнила. «Я имею в виду не сталкерское прозвище, а имя, которым вас называют друзья и родные». «Зачем тебе это?» Более дурацкого ответа майор дать ребенку не мог. Но крепко укоренившаяся многолетняя привычка всегда и везде держать язык за зубами вынуждала Кальтер отвечать на подобные вопросы как угодно, только неправдиво. «Какой вы странный! Что значит зачем?» обиделась Вера и, видимо, по этой причине дернула бинт резче, чем обычно. Впрочем, интрудер успел приготовиться к таким сюрпризам и теперь у него на лице не дрогнул ни единый мускул. «У меня же есть имя! И у вас наверняка есть! Могу поспорить! У всех людей на земле есть имена! Папа всегда учил меня гордиться моим именем! Он говорил, что если человек не хочет представляться при знакомстве, он или преступник, или шпион, или просто злой и скрытный! Ну вы же не злодей, да? Так почему вы стесняетесь сказать мне, как вас зовут, дяденька-сталкер?» Кальтер доверял своим наставникам, которые когда-то обучали его многогранному искусству выживания. Не раз и не два майор, находясь в командировке, выходил из сложных, а порой и вовсе катастрофических ситуаций, лишь благодаря четко усвоенным на тренировках навыкам. Но сейчас мизантроп был вынужден признать, что готовившие его для работы во вражеском тылу инструкторы оказались отнюдь не всезнающими асами диверсионного ремесла. Ибо как объяснить тот факт, что они научили Кальтера переносить зверские пытки и сохранять самообладание на изматывающих многодневных допросах, но не предусмотрели столь очевидной ситуации, в какую сегодня угодил майор. Парадоксальное явление. Он мог заставить попотеть ни одного мастера заплечных дел, а на допросе, который учинил ему ребенок, ощущал себя беззащитным и не знал, что ответить. Конечно, Кальтер мог элементарно рыкнуть на верданде, чтобы она прикусила язык и помалкивала. Для этого и впрямь не требовалось большого ума и тем паче инструкторских советов. Однако не все здесь выглядело очевидно, как могло показаться со стороны любому другому интрудеру. Майору не хотелось признавать открытую им истину, но, похоже, никуда от нее было не деться, и рано или поздно Кальтеру предстоит с нею смириться. Истина сия была проста настолько, что укладывалась всего в два слова. Кальтер сломался. Причем стряслось это в самый неподходящий момент при выполнении задания особой государственной важности. Подобное уже случалось с собратьями майора, и теоретически он тоже не был от этого застрахован. Но все равно, читая внутриведомственные бюллетени о том, что тот или иной интрудер покинул список бодрствующих и был отправлен в преждевременную отставку по состоянию здоровья, Кальтер всегда думал одно и то же. С кем угодно, только не со мной. Я лучший и скорее пущу себе пулю в лоб, чем покину службу таким позорным способом. Что ж, время показало, какова была цена этим самоуверенным обещаниям. Долго, очень долго продержался майор на службе без срывов и нареканий. Для интрудера почтенный срок. Даже непонятно, почему стратег до сих пор продолжал доверять Кальтеру, посылая его на задание по неизменному вот уже 20 лет графику, без скидок на возраст. Ведь если задуматься, не мог же психологический срыв свалиться на майора словно кирпич на голову. Определенно должны были найтись для этого какие-нибудь предпосылки. Обнаружь психологи хотя бы одну из них и карьера интрудера сразу подошла бы к закономерному финалу. Но Кальтер сломался на задании вопреки прогнозам ведомственных мозгоправов, чем грозил навлечь гнев командований не только на свою голову, но и на голову всех этих безвестных гениев психиатрии. Кальтер переводил взгляд Сверданде на лежащую перед ним ВМК и твердо знал, что не поступит так, как собирался поступить все минувшие годы в случае возможного психического срыва. Но не потому, что испугался смерти или оказался морально не готов к подобной ситуации. Просто майор вдруг осознал, что никакого срыва на самом-то деле нет, а нервы Кальтера по-прежнему уравновешены, как аптекарские весы. Тогда что же с ним стряслось и почему он позволяет постороннему человеку находиться рядом с собой, если прежде интрудеру доводилось без колебаний убивать свидетелей, даже мельком видевших его при выполнении задания. Непредвиденные помехи именно так обозначались в отчетах мезантропа случайные жертвы, без которых не обходилась каждая вторая его командировка. Верданде тоже попала в категорию непредвиденных помех. Но устранять ее Кальтер не то, что не торопился, но и вообще не собирался. Более вопиющего нарушения устава он за 20 лет службы не допускал. И что характерно, интрудер шел на это с таким же хладнокровием, с каким выполнял любую порученную ему стратегам работу. Сознание майора по-прежнему оставалось кристально чистым и незамутненным предательскими эмоциями. Свершенный Кальтером грех гарантировал ему позорный уход в отставку всего за 2-3 года до того, как то же самое можно было сделать с наградами и почестями, полагающимися уважаемому ветерану. А потом спокойная жизнь в закрытом санатории ведомства или служба в качестве инструктора. Теперь же неизвестно, каким образом проявленная слабость отразится на карьере майора. Слишком хорошо изучили его ведомственные психологи, чтобы он умудрился от них что-либо скрыть. Мигом выведут на чистую воду и доложат стратегу, что отдел мизантроп лишился еще одного ценного сотрудника, вычеркнутого из списка бодруствующих за проявленные малодушия. Кальтер сохранял невозмутимость, потому что не чувствовал себя виноватым, даже полностью осознавая факт нарушения им устава. Странная ситуация, которая при всей своей очевидности сроду не приходила майору на ум. И раз уж он предпочел решать запущенную проблему неуставными методами, значит, кальтеру вовсе не обязательно теперь слепо следовать букве устава. Конечно, полностью идти в разнос и пускаться во все тяжкие майор не намеревался, даже сломанный меч продолжает, несмотря ни на что, оставаться мечом, несгибаемым стальным оружием. Но от добавления в перечень своих грехов еще пары-тройки пунктов интрудеру, похоже, не отвертеться. — Зови меня дядя Костя, ответил майор Куприянов, не желая выглядеть в глазах ребенка недоверчивым злодеем. Самое любопытное, что это, казалось бы, незначительная деталь, какая разница, что вообще будет думать о кальтере посторонняя девчонка, действительно имела для него значение. Но после того, как майор назвал Вере свое настоящее имя, он уже перестал удивляться происходящим с ним неуставным странностям. — Дядя Костя, повторила Верданде, понятия не имея, что она первая, кто в присутствии кальтера называет его таким образом. Вот только велика ли ей от этого честь? — Редкое имя. Даже не помню, чтобы кого-то из моих знакомых так звали. Наверное, это очень старинное имя, ну, вроде Любосвет или Прохор. Сказав это, девочка наложила на ребра майора последний виток бинта и закрепила его край клейким пластырем, после чего с довольным видом отрапортовала. — Все, дядя Костя, я закончила. Что скажете, получилось? Пациент придирчиво щупал повязку, подвигал плечами и корпусом, проверил, надежно ли приклеилась липучка-фиксатор и только потом вынес авторитетное заключение. Нормально. Несмотря на лаконичность и равнодушный тон, которым кальтер оценил, говоря на чистоту вполне достойную работу девочки, вера от его похвалы все равно просияла. Правда, большие выразительные глаза ребенка при этом так и остались грустными, но тут уж ничего не поделать, вернуть в них радость удастся еще очень и очень нескоро. Или вообще не удастся. Мерзкая. Трижды проклятая зона. Кальтер проследил за улыбкой Верданди, что вновь заставило его вспомнить про вопрос, который майор не задал ей днем. Тогда это не имело никакого отношения к делу, но теперь, когда майор завязал с гостьей из будущего странные, если не сказать дружеские отношения, он мог спрашивать ее о чем угодно. Поэтому и не применил воспользоваться своей пусть сомнительной, но все-таки заслуженной привилегией. Тебя не пугает моя татуировка? Осведомился Кальтер, оставив в покое бинт и приступив к одеванию. Вы про то, что у вас на лице? Поинтересовалась в ответ Вера. Да, подтвердил интрудер, недоумевая, какие еще татуировки могла заметить на нем сестра Милосердия. В свое время пластические хирурги вывели с кожи старшего лейтенанта Куприянова все шрамы и родимые пятна, по которым можно было бы опознать личность схваченного за границей диверсанта. Поэтому кроме служебного символа Альшадада никаких других татуировок на теле Кальтера не имелось. А почему я должна ее бояться? вновь огорошила Верданди майора. В который уже раз Кальтеру не удалось сходу ответить на заданный Верой вопрос. Благо на сей раз девочка избавила интрудера от мучительного поиска ответа и раскрыла секрет, который так интересовал дремучего, как и вся его эпоха, дядю Костю. Вообще-то сначала я удивилась, почему вы носите на лице знак, какой у нас рисует на сигаретных пачках, призналась Верданди. Такая специальная картинка, понимаете, чтобы сигареты не попадались на глаза детям. Тому, кто курит, все равно, что на пачке нарисовано. Он покупает ее не из-за картинки, да? А дети, когда приходят в магазин, они ведь всегда на красивую упаковку смотрят, и если видят ее на сигаретах, начинают интересоваться. продавать их в пачках с такой картинкой, чтобы этот товар видели только те, кому он действительно нужен. Есть еще и другие товары для взрослых с таким же знаком на обертке, не только сигареты. Значит, в будущем эти символы на всех углах нарисованы, а вы к ним настолько привыкли, что перестали их бояться, догадался Кальтер. И давно на сигаретах ставят этот знак? Давно, может, полвека, может, еще больше. Я не знаю, пожала плечами Вера. Я как-то спрашивала папу, что означает эта картинка, и он сказал, что она какой-то древний восточный иероглиф. И еще сказал, что почему-то мы были первыми, кто начал помечать им товары для взрослых. Не китайцы, не арабы, а мы. Любопытно, правда? А почему вы сделали себе такую татуировку? Она же некрасивая и не страшная. Так было надо, отмахнулся майор, надевая разгрузочный жилет и проводя ревизию оставшегося боезапаса. У интрудера отсутствовало всякое желание рассказывать малолетней спутнице историю символа Аль-Шаддада и тем более о том, почему кальтер носит на лице клеймо товара для взрослых. Странный вы, дядя Костя, заметил Эверданди. Страннее вас я еще никого не встречала, честное слово. Неужели все сталкеры такие же удивительные, как вы? Нет, не все. Есть гораздо удивительнее. Утешил, а может наоборот разочаровал дотошного ребенка кальтер. Засим прекратил трепаться на отвлеченные темы и перешел к насущным проблемам, в решении коих Вера также могла ему помочь. А теперь забудь про мою татуировку и попробуй вспомнить дорогу, по которой ты сюда пришла. Это очень важно, так что хорошенько сосредоточься. Ты можешь мне ее показать? Помимо сведений о небесном пауке, девочка обладала еще одной ценной для кальтера информацией. Совершенно не осознавая, к какому риску она себя подвергает, Верданди умудрилась обнаружить безопасную тропу, которая пролегала от этого места до района военных складов, где разбился гравикоптер путешественников во времени. Согласно карте, оттуда было рукой подать до форпоста монолита. Растерявший проводников майор ухватился за поведанную верой историю, как за путеводную ниточку. Даже мог быстро добраться до цели тропой Верданди, после чего заставить девочку запереться в каком-нибудь крепкостенном подвале и приступить к завершению работы. А затем вернуться за своей проводницей и отвезти ее на базу долго. Генерал Воронин достойный человек и наверняка изыщет способ переправить девочку за пределы зоны, подальше от здешних ужасов и злоключений. Кто знает, возможно, Вере еще повезет прожить долгую и счастливую жизнь в нашем настоящем, пусть не в таком совершенном, как в будущем Верданди, но все равно не в самом худшем пристанище для того, кто волей судьбы заблудился на бескрайних просторах времени. Не знаю, дядя Костя, ответила Верданди на предложение Кальтера. Я ведь почти всю дорогу плакала и не смотрела по сторонам. Помню только, что, кажется, никуда не сворачивала. Все время шла прямо и прямо. А мы что, пойдем с вами сейчас, на ночь глядя? Я думал, вы захотите подождать до утра. Папа говорил, сталкеры ночью не ходят по зоне. Обычные нет, но странные сталкеры могут путешествовать круглые сутки, попытался отшутиться майор. Правда, тот же смекнул, что девочка вряд ли воспримет его слова как шутку и уже серьезно добавил. Пройдем столько, сколько повезет. У нас мало времени, поэтому сегодня ночью спать нам будет некогда. Если ты мне не наврала, твоей дорогой можно ходить и в темноте, не знаю, насколько это реально, но попробовать все равно стоит. Ну, а не получится, найдем укромный уголок и переждем до утра. И куда мы с вами идем? спросила Вера. Прежде всего, уберемся отсюда подальше, уклонился от конкретного ответа интрудер, а потом уже окончательно решим, как нам тебе помочь. «Только вы сначала пообещайте, что не бросите меня», потребовала Верданди. И для пущей убедительности пригвоздила майора сокрушительным аргументом. «Я же вас не бросила, когда вы были без сознания, и даже на посту весь день простояла. И вы должны пообещать, что будете охранять меня и никогда не оставите одну. А еще лучше, поглянитесь». Кальтер кисло усмехнулся. Вот так в историю вляпался он под старость лет. Уцелеть в бесчисленных заграничных командировках и дожить до седых волос только ради того, чтобы перед самой отставкой фортуна выкинула с ним такую экстравагантную шутку. Неужто в этом и заключается пресловутая ирония судьбы? Однако все складывается не слишком весело. Что ни говори, о плоховато этой взбалмошной особой с чувством юмора. «Обещаю», — проговорил майор в ответ на выдвинутые верой условия. «Нет, поклянитесь». Нахмурившись, ужесточила девочка свое требование, разве что ножкой при этом не топнула. «Хорошо, клянусь», — не стал ерепенец и Кальтер, поскольку не желал создавать себе на пустом месте дополнительные проблемы. Позаре схватало и тех, что ожидали интрудеров впереди. «Вы молодец, дядя Костя», — улыбнувшись, кивнула майору Верданде. «Я с самого начала поняла, что вы не собираетесь бросать меня здесь, а всего лишь пугаете». «Это была такая сталкерская шутка, да?» «Ну...» Кальтер развел руками. «Да, наверное». «Ладно, если с клятвами разобрались, тогда давай напоследок пройдемся по территории, посмотрим, чем еще здесь можно поживиться и двинем в путь. У нас мало времени, не забывай». То, чем интрудер предлагал заняться гимназистке из будущего, в приличных местах называлось нехорошим словом «мародерство». Но поскольку в зоне это определение далеко не всегда подразумевало постыдный, отвратительный поступок, стало быть, никакого дурного примера Кальтер ребенку не подавал. Впрочем, Верданде все равно отказалась смотреть, как дядя Костя обыскивает трупы сектантов, а когда увидела, чем он намерен заняться, предпочла отвернуться. Но далеко от мародера не отходило, так и стояла у него за спиной, глядя в противоположную сторону, пока интрудер обшаривал карманы и подсумки мертвых врагов. Прежде всего, Кальтера интересовало продовольствием, потому что других его источников на пути у экзотической парочки скитальцев попросту не было. Обыск первого же тела дал понять, что с продуктовым обеспечением в Монолите дела обстояли не хуже, чем с поставками оружия. Вдобавок выяснилось, что броненосцы в уничтоженной делегации сектантов являлись не только главной ударной силой, но и ходячим обозом, груженным всеми необходимыми в дальнем рейде вещами. В подсумках врага Кальтер нашел полный комплект провианта, который даже поставил майора перед проблемой выбора, так как захватить с собой все найденные продукты было бы невозможно. Хотя какая к чертовой матери эта проблема? Вот бы все они решались таким же элементарным путем, каким интрудер пополнил их сферой пищевые запасы. Из одного снятого с вражеского экзоскелета кожаного подсумка Кальтеру удалось даже соорудить для хрупких плечек в Верданде маленький ранец. В него майор положил дополнительную фляжку с водой, немного продуктов и тонкое, но теплое армейское одеяло, найденное в вещах другого монолитовца. Обрадовавшись оказанному ей дяде Косте доверию, девочка тут же затребовала для себя и оружие. Командир экспедиции уважил желание своего единственного подчиненного, однако вместо понадобившейся малышки штурмовой винтовки выдал ей всего лишь штык-нож, конфискованный вместе с ножнами у последнего обысканного интрудером покойника. Верданде недовольно поворчала, но открыто протестовать не стала. Она была уже достаточно взрослой, чтобы понять, для обращения с тяжелой грохочущей пушкой из прошлого нужны более сильные руки, нежели худенькие ручонки тринадцатилетней девочки. На подготовку к путешествию ушло полчаса, и когда Кальтер и Верданде выступили в путь, над зоной уже стояла ночь. Перед выходом девочка припомнила, что последние полкилометра она двигалась вдоль железнодорожных путей, между которыми стоял приютивший ее домик. Майор строго-настрого приказал Вере шагать ему след в след, не отходить в сторону ни на шаг, и выполнять все действия, какие выполняет интрудер. То есть, если проводник вдруг останавливался и приседал, дабы прислушаться или присмотреться к обстановке, значит, Вера была обязана без лишних распоряжений последовать его примеру. Ну и, само собой, не болтать по пустякам, не задавать лишних вопросов. На этом нюансе Кальтер заострился особо. Но даже получив от Верданде заверение, что она все прекрасно поняла, дядя Костя сомневался, что у нее хватит терпения прошагать несколько часов к ряду, ни разу не раскрыв рта или не отпросившись по нужде. Поэтому майор дал девочке дополнительный наказ, согласно которому, прежде чем обратиться к Кальтеру, Вера была обязана сначала постучать ему по спине и только потом излагать свою просьбу, замечание или наблюдение. Фух, майор утер салбопот, кажется, с воспитательной работой покончено, и спутница получила все необходимые наставления. Кальтер и не думал, что оказывается интрудерам быть гораздо легче, чем вожатым скаутского отряда. Когда отвечаешь исключительно за себя, жить на белом свете значительно проще. А если под твоим надзором находятся два десятка малолетних оболтусов, за каждым из которых нужен глаз да глаз, попробуй уследи за этой оравой и доставь ее обратно родителям в целости и сохранности. Воистину, надо быть большим оптимистом и иметь стальную выдержку, чтобы посвятить свою жизнь педагогическому ремеслу. Этот и другие оригинальные подкасты качайте на RussianPodcasting.ru Глава 12 Разумеется, Кальтер не стал двигаться по ночной зоне так, как позавчера это делала Верданди. Майор прибыл в Дикие Земли в сопровождении долговцев и потому сэкономил свой пополненный в баре запас болтиков. Теперь же интрудер вернулся к оставленной практике использования этих примитивных, но надежных индикаторов аномалий. Прошагав первые полкилометра, Кальтер сделал предварительные выводы, что пока слова девочки подтверждаются. За 20 минут пути им не встретилось ни одного аномального очага и лишь однажды где-то справа от железной дороги за лесом послышался далекий вой мутанта, судя по всему довольно крупного. По прошествии следующей пары часов все обстояло по-прежнему. Разве только железнодорожная ветка сузилась до двух путей. Один из них был пуст, а на втором растянулся порожний товарный состав. Широкие вагонные двери во всем поезде были распахнуты. Видимо, однажды какие-то педантичные сталкеры не поленились вскрыть каждый вагон и проверить, что товарняк действительно пуст. Наверное, в одном из этих вагонов Вера и останавливалась на свой второй привал. В каком конкретно она сказать затруднялась. Пойди тут запомни, когда поезд такой длинный, а все вагоны похожи, будто выложены в ряд куриные яйца. Понемногу ветка начинала сворачивать в восточном направлении. Сверившись с картой, майор определил, что к рассвету они с верданде должны добраться до того места, где девочка предположительно поднялась на железнодорожную насыпь. До сей поры помалкивающий детектор аномалии теперь начал время от времени подавать предупредительные сигналы. Но пока все обнаруженные кальтером аномалии находились за пределами рельсового полотна, словно в их аномальном мире тоже существовали инструкции, запрещающие хождение по железнодорожным путям. Кальтер нутром чуял, что во второй раз пройти этим же маршрутом без происшествий Верданде не удастся. И не только потому, что майор верил в странную, но свято чтимую сталкерами примету, запрещающую им возвращаться теми же маршрутами, какими они уходили в рейды. Неприятности можно было предсказать и без знания этой местной традиции, даже посредством обычной теории вероятности. Проделав на диво беспрепятственный путь от военных складов до диких земель, Вера исчерпала весь свой сталкерский лимит везения, и отныне ее нельзя было считать талисманом удачи. Скорее наоборот, теперь такая спутница гарантировала неминуемые тяготы и лишения каждому, кто возьмет ее с собой. Слишком большой кредит на жизнь выписала зона этому ребенку, и в качестве процентов по нему она могла запросто взять жизни тех, кто осмелится связаться с Вертанди, не подумав, чем это может быть чревато. Кальтер имел представление, во что ввязывается. Но поскольку он и сам являл собой спорный в плане везения случай, то и в спутнике Вере годился, пожалуй, как никакой другой сталкер. Но по какой бы математической теории не рассчитывались шансы этой экстраординарной парочки на успех, рассвета она так или иначе встретила лежа ниц в рельсовой колее и боясь даже пошевелиться. Причина, вынудившая спутников упасть на шпалы и затаиться, расхаживала в полусотни метров в севернее у подножия левого склона железнодорожной насыпи, грузно топала, рыкала и, согласно уже другой теории, теории подлости, как нарочно не хотела проваливать во свояси. Псевдогигант. Едва кальтер разглядел его, вышедшего из леса в предрассветных сумерках, то подумал, что видит оживший и разгуливающий по округе сток гнилого сена. Глаза блюдца, ноздри и широченная пасть мутанта находились у него прямо на верхушке груди. Его бесформенная, прямоходящая и безголовая туша опиралась на пару нижних конечностей, коротких и толстых, как пивные бочонки. В отличие от них, верхние конечности псевдогиганта были раза в три длиннее его ног, поэтому доставали почти до земли и тоже использовались монстром при ходьбе в качестве опорных. Стиль его передвижения больше всего напоминал обезьяний, только в отличие от горилл и шимпанзе бегал исполинский мутант очень уж неуклюже. Умей слоны ходить на двух ногах, наверное, они бегали бы таким же комичным образом. Впрочем, когда Кальтер заметил с треском вывалившуюся из леса слоноподобную тварь, у майора и в мыслях не было смеяться над ней. «Ложись!» шепотом скомандовал он Верданди, которая тоже увидала псевдогиганта, но умница не закричала, а четко последовала примеру дяди Кости. Мигом плюхнулась вслед за ним на шпалы и замерла, боясь поднять голову и взглянуть на жуткого топающего монстра. До Кальтера долетало лишь испуганное сопение и шмыганье носом, но к великому облегчению майора до плача дело все же не дошло. Хотя еще неизвестно, как отреагировала бы Вера выскочить псевдогигант не в полусотне метрах впереди, а ближе. Уповать на выдержку ребенка, столкнувшегося с превратностями зоны, дело очень и очень сомнительное. Таращись на мир огромными, как две луны глазами, псевдогигант, однако, не отличался ни острым зрением, ни слухом, ни чутьем, да и бегал, надо сказать, не ахти, как стремительно. Казалось бы, неповоротливая и медлительная туша только и всего, но сталкеры боялись этого монстра наряду с прочими мутантами по трем причинам. Во-первых, силище в псевдогиганте бушевало столько, что он мог, шутя, выдернуть с корнем толстые дерева и разнести по кирпичикам достаточно крепкий дом. Во-вторых, многотонная масса позволяла уродливому исполину попросту не обращать внимания на многие здешние аномалии, вроде трамплина и грави, а также жарки, поскольку компенсировали монстру недостаток скорости и позволяли гнаться за жертвой напрямик, в то время как ей требовалось внимательно смотреть себе под ноги и обегать очаги аномальной активности. Ну и в-третьих, сталкер мог уничтожить псевдогиганта разве что кумулятивным выстрелом из гранатомета и то без гарантии, что граната не отскочит от непрошибаемого бока огромного мутанта. Даже убойные пулеметные пули застревали у него в теле, будучи не в состоянии пробить мышцы и добраться до жизненно важных органов. Поэтому неудивительно, что заслыша близкий рев этого чудовища, скитальцы разбегались кто куда или прятались в надежде, что могучий топотун их не заметит. Кальтер и Верданди уповали на второе, ибо убегать от прямолинейного и неудержимого как локомотив псевдогиганта было бы не самым здравым выбором. Время для того, чтобы скрыться незаметно, они упустили. Если майор еще имел возможность задать стрекача от неуклюжего мутанта, слабые ножки Веры были явно не приспособлены для утомительного бегства по пересеченной местности. Спутники залегли в железнодорожной колее, полагая, что на таком расстоянии подслеповатая тварь их не обнаружит. Но псевдогигант не иначе успел таки почуять неподалеку движение, поскольку не направился дальше своей дорогой, а взялся рыскать туда-сюда вдоль подножия насыпи, подобно потерявший след гончий. Железнодорожное полотно при этом задрожало так, будто по нему проходил поезд. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пролежав на шпалах в неподвижности четверть часа, Кальтер укрепился в мысли, что громыхание этого поезда будет продолжаться бесконечно. Подниматься на насыпь, чтобы проверить свои подозрения псевдогигант не желал. Его анатомия неблагоприятствовала восхождению на крутые склоны, и, очевидно, поэтому тварь терзалась сомнениями, а нужно ли вообще напрягаться, взбираясь на гору, если столько сил будет потрачено зазря. Вот только кальтеру и вере неуверенность псевдогиганта вовсе не играла на руку, пусть даже его поведение пока не причиняло им явных проблем. Чудовище могло протоптаться под откосом не весь сколько времени, хоть до вечера, хоть до завтрашнего утра. А убегать на противоположный склон, где псевдогигант не заметил бы скитальцев, было слишком рискованно. Стоило майору или девочке приподняться, чтобы даже просто переползти через рельс, это явно не ускользнуло бы от внимания монстра. Кальтер предполагал, что твари сейчас видят торчащие над полотном спину интрудера и ранец его спутницы, но поскольку потенциальные жертвы замерли в неподвижности, псевдогигант не придает значения этим деталям. Однако продолжает упорно маячить поблизости, сотрясая землю своим тяжелым топотом, а воздух — грозным утробным рыканьем. Майор знал, что им не суждено выиграть это противостояние с псевдогигантом. Интрудер, разумеется, мог пролежать на шпалах сутки в неподвижности, но на выдержку девчушки в этом плане рассчитывать не приходилось. В течение ближайшего часа нужно было что-то срочно предпринимать. А иначе от длительного неподвижного лежания на холодных камнях у ребенка нарушится кровообращение и затекут мышцы, что окажет вере медвежью услугу, если вдруг ей и дяде Косте придется таки уносить ноги от чудовища. Интрудер надвинул на глаза видоискатель Ноктюрна, но вместо режима ночного видения включил обычный с возможностью цифрового зума. Потом слегка приподнял голову и стал тщательно изучать впереди лежащий путь. В двухстах метрах далее по курсу железная дорога совершала очередной поворот на восток и исчезала за густым перелеском. Но Кальтер заинтересовало не рельсовое полотно, а то, что располагалось ниже, просматриваемый насквозь дренажный тоннель. В свое время его соорудили под насыпью для пропуска дождевых и талых вод, что бежали по перегороженной ею природной котловине. Видимо, это и был тот самый тоннель, о котором рассказывала Верданди. К тому же от тоннельного выхода до вершины насыпи шел четкий след, оставленный в устилающий склон высокой траве. Кто-то, человек или мутант, выбрался не так давно из интересующего Кальтера тоннеля на железнодорожный путь. Идущий вверх след отклонялся в восточном направлении. Это означало, что путник с большей вероятностью двигался туда же, а не свернул затем резко на запад. Конечно, нельзя было делать такие уверенные выводы на основе лишь одних косвенных улик. Но даже если интрудер обнаружил не тот тоннель, существовало два убедительных довода в пользу того, что этот проход мог сослужить Кальтеру и Вере хорошую службу. Первый. След на травяном склоне явственно указывал, что тот, кто вышел из тоннеля, беспрепятственно пересек его. Стало быть, шанс наткнуться там на аномалию низок. И второй аргумент. Майор и Верданди могли воспользоваться тем же следом для быстрого и безопасного спуска в тоннель. Заложникам псевдогиганта следовало лишь пробежать по шпалам пару сотен метров, прежде чем тварь взберется на склон и пустится в погоню. Ну а дальше как повезет. Протиснуться в узкую бетонную щель словно подобный мутант вряд ли сможет. И хоть при этом он обнаружит своих жертв, добраться до них будет уже не так-то легко. Выяснив все, что необходимо, Кальтер выключил Ноктюрн, после чего обернулся куткнувшейся носом в ладошки дрожащей Верданди, громким шепотом привлек ее внимание и, стараясь говорить кратко и доходчиво, объяснил девочке, что ей нужно делать. — Я боюсь, дядя Костя! — также шепотом призналась Вера. Голос ее, однако, звучал достаточно твердо, а значит, пока она еще была в силах обуздывать свой страх. — Не бойся! — успокоил спутницу майор. — Я побегу сразу же за тобой. Только ни в коем случае не оглядывайся и не сходи с примятой травы на склоне. — А может, я закричу? Так мне будет легче бежать! — попросила девочка. — Тоже не вздумай! — погрозил ей пальцем интрудер. Он был не против того, чтобы облегчить Вере ее нелегкую задачу, но слишком уж пронзительно кричал этот ребенок в страхе. Того и гляди, вся окрестная псевдофауна сбежится на девчоночи виск, а тоннель способен дать более-менее надежную защиту лишь от одной разновидности мутантов. — Зажми рот рукой или прикуси ремешок от ранца. Ну, чтобы никаких криков, ясно? — Ясно, дядя Костя! — ответила Верданди и обреченно вздохнула. Затем немного поразмыслила и воспользовалась советом старшего, сунув в рот кончик ранцевого ремня и стиснув его зубами. Ноздри ребенка раздувались от волнения, а руки тряслись, но настроена Вера была решительна. Майор невольно подумал, что надо бы поблагодарить судьбу, всучившую ему эту синеглазую обузу, хотя бы за то, что Верданди оказалась для своих юных лет достаточно храброй и не впадала в панику даже тогда, когда для ребенка это было бы, в общем-то, простительно. — Вот и молодец. Я знаю, ты справишься. — подбодрил интрудер спутницу. — Главное, делай все в точности, как я сказал, и чудовище тебя не догонит. Ты мне веришь? — Угу! — промычала девочка, не вынимая из зубов ремешок. — Тогда приготовься! — наказал ей кальтер и, выждав, когда псевдогигант в очередной раз протопает к отдаленному от нас и пекраю своего циклического маршрута, скомандовал. — А теперь бегу в марш! Пошла, пошла, пошла! — Верданди вскочила и стремглав кинулась к противоположному склону, туда, где дядя Костя приказал ей искать примятую траву и спускаться по этой узенькой тропке в тоннель. Как далеко находится та тропка, девочка не знала. Но кальтер не солгал. Он и впрямь верил, что, поскольку Вера не запаниковала и адекватно реагирует на приказы, значит, на нее можно положиться. Перед тем, как девочка убежала, майор успел расслышать, пытающийся вырваться наружу ее крик, но крепко стиснутые Верданди зубы мешали этому крику разлететься по округе. Борясь с обуревающим ее ужасом, девочка припустила по шпалам. Кальтер подхватил винтовку и последовал за нею, держась чуть позади и, будучи готовым подхватить ее, если она вдруг споткнется. Подгонять девочку интрудер не стал. Она и без того пребывала на взводе, чтобы вдобавок нервировать ее понуканием. Громогласный рык, который с легкостью перекрыл бы собой гвалт дизельного тепловоза, известил беглецов о том, что их проделка не осталась незамеченной. Кальтер обернулся и увидел, что разъяренный псевдогигант, неуклюже переваливаясь сбоку-набок, взбирается на насыпь с явным намерением догнать и растерзать решившую скрыться от него парочку. Дабы ускорить процесс подъема своего крупногабаритного тела, Испалин усиленно загребал передними лапами щебень, а на последнем этапе восхождения ухватился за крайний рельс, как запоручень. После чего, подобно экскаватору, выдрал из насыпи целый фрагмент полотна вместе со шпалами. Рельсы в том месте, где только что лежали Кальтер и Верданди, изогнулись немыслимой дугой, как на картине какого-нибудь сюрреалиста, а раскурочивший их псевдогигант лишь дополнял эту абсурдную до ужаса композицию. Впрочем, просуществовала она всего несколько мгновений. Не успел еще утихнуть грохот разлетевшегося во все стороны щебня, а огромный мутант уже несся за беглецами со всей присущей ему прытью. Темп его сейсмически опасных скачков был явно ниже скоростного потенциала Кальтера, но поскольку сейчас скорость майора ограничивалась скоростью его маленькой спутницы, он живо заметил, что на беговой дорожке Верданди псевдогиганту не соперница. Монстр несся по шпалам и острым камням, словно по асфальту, в то время как для изящных ступней девочки хуже этого дорожного покрытия могли быть разве что раскаленные угли. Боясь споткнуться или подвернуть ногу, Вера и так бежала не в полную силу, а когда после преодоления первой стометровки она начала выдыхаться, топот чудовища стал приближаться все стремительнее и стремительнее. До замеченной интрудером примятой травы оставалось совсем немного, но, бросив очередной взгляд назад, Кальтер понял, чем угрожал для них обернуться спуск с насыпи. Удирать по идущей под уклон тропки впереди псевдогиганта было бы столь же самоубийственно, как бежать по шпалам от разогнавшегося локомотива. Поэтому майор был вынужден отступить от первоначального замысла и прямо на бегу вносить в свою стратегию жизненно необходимые коррективы. На что сталкер и мог уверенно положиться в зоне, так это лишь на неотвратимо следующую за ним по пятам смерть. Старуха с косой давала стопроцентную гарантию того, что если скиталец вдруг пожелает свести счеты с жизнью, он всегда добьется своего. Иных постоянных величин здесь не существовало. Даже незыблемым за пределами зоны законам физики в этих краях нельзя было доверять. Любая, вплоть до самой примитивной, местная аномалия с легкостью не спровергала все известные физические постулаты. Однако в бедственном положении Кальтера и Верданди именно привычная земная физика должна была прийти им на помощь. В данную минуту майор был уверен, что в его расчеты не вмешается какой-нибудь аномальный фактор и не сведет задуманное на смарку. Прежде всего, псевдогигант являл собой многотонную махину, разогнавшуюся до скорости бегущего человека, а уже потом тварь из невесть какой подусторонней реальности. Вряд ли Исполин имел представление о законах Ньютона, однако их незнание не освобождало псевдогиганта от расплаты за пренебрежение к этим элементарным правилам. Когда Верданди и идущую под откос тропку разделяла всего несколько шагов, Кальтер настиг девочку, ухватил ее под руку и, отскочив от склона, увлек спутницу за собой. От неожиданности Вера выпустила изо рта свой импровизированный кляп, испуганно вскрикнула и попыталась вырваться, но, сообразив, что ее схватило не чудовище, а дядя Костя, тут же замолкала и прекратила сопротивление. Впрочем, сейчас она могла бы кричать сколько ее угодно, все равно никто не расслышал бы ее в раздавшимся мгновением позже грохоти. Кальтер нарочно промедлил, позволив Верданде приблизиться к склону. Опоздай, майор, на пару секунд, и он уже при всем желании не смог бы предотвратить беду. Но только вынудив Веру пробежаться по краю обрыва, майор получал реальную возможность избавить себя и спутницу от практически настигшей их угрозы. Если человек еще мог резко изменить направление своего бега, то огромный мутант на такие виртуозные маневры был не способен. Даже успей он среагировать на финт беглецов, для псевдогиганта это не имело никакого значения. Чтобы затормозить, ему требовалось на порядок большее расстояние, чем предоставил раскочегаренному монстру Кальтер. С ревом, пронесшись мимо отпрянувших жертв, псевдогигант сошел с насыпи, после чего остановиться для него стало и вовсе неразрешимой проблемой. Набранная им скорость была небольшой, но при такой массе тела для утраты самоконтроля хватило бы и меньшего разгона. Выскочив на крутой склон, коротконогий монстр не удержал равновесия и грохнулся мордой вперед, а коварная инерция поволокла его к подножию холма с устрашающей силой. Падение псевдогиганта выглядело грандиозно и захватывало дух настолько, что даже перепуганная верданди открыла от удивления рот и во все глаза уставилась на кувыркающегося с насыпи монстра. Благодаря тому, что его шкура была сравнима по прочности с тракторной покрышкой, а тело сплошь состояло из сплетения крепчайших мускулов, он сорвался под откос, подобно многотонному шару для боулинга. Грохоча, подпрыгивая и снося на своем пути, словно кегли, березы и сосны. Их кривые, мутировавшие от радиации стволы, трещали и разлетались во все стороны, либо валились на землю, подминаемые разогнавшейся ревущей махиной. Вместо протоптанной на склоне узенькой тропки, теперь в расположенную внизу котловину вела широкая просека с укатанной травой и выдранными с корнями деревьями. Будто салютуя феерическому спуску псевдогиганта, на дне котловины шарахнули несколько растревоженных им жарок. Их пламя ударило вверх высокими огненными гейзерами, опалив прокатившийся по аномалиям громадный шар, а тот, и не думав останавливаться, помчался дальше, продолжая грандиозный лесоповал. Несложно было догадаться, что случится, когда набранная монстром скорость иссякнет, и он прекратит крушить деревья. Это обычный слон не умел бы пережить падение с большой высоты, а толстокожему и пуленепробиваемому мутанту такое потрясение лишь придаст злобы и охотничьего азарта. Поэтому Кальтер решил не дожидаться, пока Исполин в буквальном смысле наломает дров, а схватил ошарашенную происходящим верданде за руку и потащил ее за собой, туда, куда они изначально и стремились. Скатившись с насыпи, псевдогигант, сам того не желая, протарил беглецам широкий безопасный путь. Сбежать с откоса в котловину, а потом забраться в жерло тоннеля не составило для майора и девочки особого труда и заняло не больше минуты. Как и надеялся интрудер, аномалий в дренажном проходе не обнаружилось. Но он не стал полагаться на авось и предпочел убедиться в собственной правоте надежным сталкерским способом. Брошенный кальтером болт пролетел почти через весь тоннель и упал недалеко от противоположного выхода. — Вот и отлично, — решил майор. — Одной головной болью меньше. Осталось только разобраться с главной проблемой, которая в настоящий момент барахталась неподалеку в маленьком болотце на дне котловины. Неуклюжий мутант яростно сучил конечностями и перекатывался сбоку-набок, пытаясь принять в скользкой грязи вертикальное положение. Во все стороны от громилы разлетались брызги болотной жижи и ошметки сухих камышей. Сейчас он больше походил на разбуянившегося младенца исполинских размеров, а не на свирепое чудовище, способное одним ударом перевернуть автомобиль. Однако даже в таком беспомощном положении псевдогигант оставался грозным и непобедимым. Кальтер мог выпустить в него весь свой боезапас, только какая от этого была бы польза? Майор не тешил себя надеждой, что ему удалось юркнуть в тоннель незамеченными. Взор копошащегося в грязи псевдогиганта был устремлен в их направлении. Стрелять прицельно монстру в его вытаращенные глазищи Кальтер тоже не стал, ибо слышал, что роговица на них сравнима по крепости со шкурой чудовища. Вместо того, чтобы лишний раз убеждать себя в том, в чем другие сталкеры успели не однажды удостовериться, интрудер решил попробовать взять монстр, что называется наживца. Тем паче, что всего минуту назад Кальтер убедился, насколько этот свирепый кусок мутировавшего мяса туп и предсказуем. Не желая тратить время, разъясняя Верданде, куда ей нужно бежать и что делать, Кальтер вышел из положения простейшим способом. Майор швырнул на середину тоннеля второй болт, после чего указал на него девочке и распорядился. «Беги, подбери ту железку и жди меня там, и не вздумай сходить с места! Вперед!» Не смея перечить дяде Костя, Вера бросилась выполнять приказ. Интрудер запоздал и подумал, что надо было еще наказать девчонке закрыть глаза или отвернуться, но кричать ей об этом вдогонку Кальтер уже не стал. Псевдогигант сумел таки подняться на ноги и теперь выбирался на берег болотца, который он почти до последней капли разбрызгал в гневе по округе. Майору следовало поспешать. Монстр должен заметить его, едва ощутит под ногами устойчивую почву, а иначе у интрудера не получится задействовать в свою пользу такой немаловажный фактор, как скорость тяжеловеса. Не видя четкой цели, псевдогигант вряд ли остервенеет настолько, что бросится к тоннелю с прежней слепой яростью. Она же была единственным стимулятором, способным разогнать мутанта до необходимой Кальтеру максимальной скорости. — Дядя Костя! — в ужасе закричала Вердандик, глядя, как майор выходит из тоннеля в котловину и движется навстречу псевдогиганту. — Что вы делаете, дядя Костя? — Стой на месте! — не оборачиваясь, отозвался Кальтер. — Не уходите, дядя Костя! — взмолилась Вера, но нарушить приказ не посмела. А потом вдруг перешла на пронзительный крик, от которого у интрудеров вновь по коже пробегали мурашки, а в голове заслучали голоса разбуженных призраков. Но сейчас слушать их вопли Кальтеру было некогда. Все его внимание сосредоточилось на реальном чудовище, рванувшем к майору с таким воодушевлением, будто он был первой пищей, обнаруженной псевдогигантом за очень долгое время. Несущийся навстречу дяде Косте монстр и послужил причиной очередного панического испуга девочки. А интрудер дождался, пока неугомонный мутант наберет разгон, после чего остановился и, игнорируя предостерегающий крик Веры, замер, словно бегун перед стартом. Что, впрочем, было недалеко от истины. Разве только стартовой командой для майора должен был стать не пистолетный выстрел, а миг, когда псевдогигант поравняется с заранее выбранной Кальтером меткой, торчащими с земли трухлявым пнем. Его и человека разделяло всего полдюжины метров, так что выданная интрудером самому себе фора выглядела не слишком щедрой. Но теперь ему предстояло бежать на перегонке с мутантом спринтерскую дистанцию, и не по подростковому нормативу, поэтому риск был вполне оправдан. Псевдогигант неумолимо приближался. Не сводя с него глаз, Кальтер сначала притоптывает одной ногой, затем другой, проверяя, не скользит ли земля под ботинками. Одно неловкое движение или секундное промедление в этой короткой, но драматичной гонке может стоить майору жизни. Грузная и неуклюжая тварь, как и прежде, несется напролом. Ее беспокоит нескользкая почва или расчет оптимальной дистанции. Мутант видит стоящую у него на пути жертву и повинуется лишь слепому инстинкту, заложенному в псевдогигантский мозг неизвестно каким творцом. Единому инстинкту, коему неукоснительно подчиняется вся аномальная фауна зоны. Увидел двуногого пришлого чужака, убей его. Неважно как. Растерзай на куски, выпей из него кровь, сожри с потрохами или выжги ему мозги псионическим импульсом. Убей любым способом, потому что если ты этого не сделаешь, чужак убьет тебя. Простая бескомпромиссная логика. Основа основ борьбы за существование, что в отличие от мира за пределами зоны, здесь проявляется в достаточно честной, открытой форме. Псевдогигант достигает трухлявого пня и кальтер, срываясь с места, бросается обратно в тоннель. За время, пока майор набирает скорость, мутант успевает и вовсе сократить между ними дистанцию до трех шагов. Но расчетливый человек это предвидит, хотя монстру, естественно, не вдомек, почему вдруг жертва взялась удирать именно сейчас, а не раньше. Он упрямо зациклен на маячащие перед ним цели и уже тянет к ней свои смертоносные ручищи. Надо лишь чуть-чуть поднажать, и они сомкнутся на хрупком человеческом теле, в котором после таких объятий не останется ни единой целой кости. Кальтер вбежал под своды тоннеля и едва не оглох от рева ворвавшегося следом псевдогиганта. В узком бетонном коридоре рычание мутанта обретало воистину громоподобную мощь. Однако тоннельные стены содрогнулись вовсе не от этого звука, а от сотрясшего их чудовищного толчка. Справа и слева от майора по каждой из стен пробежали отчетливые трещины, а с потолка посыпались мелкие осколки бетона. И сразу же, вслед за этим, рык монстра сорвался на хрип, тоже довольно жуткий, но звучащий совсем иначе, с сиплыми визгливыми нотками боли и бессильной ярости. Но больше всего Кальтера порадовал тот звук, который перестал долетать до его ушей — топот многотонной неистовой твари. Как только он прекратил сотрясать землю, интрудер тут же сбавил темп и, пробежав по инерции еще несколько шагов, остановился. И лишь затем обернулся, чтобы полюбоваться на то, какое безобразие сотворил. Свирепый и неудержимый, но тупой, как пробка, псевдогигант именно в пробку сейчас и превратился. Ведомый инстинктом хищника, толстокожий монстр даже не подумал притормозить перед тоннельным входом, либо до последнего надеялся, что все-таки дотянется до жертвы, либо был так ослеплен злобой, что вообще не заметил, в какое негабаритное место суется. Упитанный крепыш втиснулся с разбегу в узковатые для него жерла тоннеля и застрял в нем, будучи не в силах двинуться ни взад, ни вперед. Руки псевдогиганта продолжали тянуться к избежавшему их мертвой хватки человеку, но короткие ноги мутанта лишь беспомощно скребли по бетону. Что монстру было бы лучше не делать, поскольку этими судорожными движениями он не помогал себе выбраться, а наоборот, заталкивал собственную тушу еще глубже в проход, чего Кальтер, собственно говоря, и добивался. Девочка продолжала кричать, а майор, желая закрепить достигнутый результат, приблизился к застрявшему псевдогиганту настолько, что еще немного, и тот мог бы достать его своей ручищей. Теперь Кальтер откровенно издевался над угодившим впередрягу заложником собственных инстинктов. Но кто бы упрекнул интрудера в негуманном обращении с монстром? А мутант, вновь завидев поблизости жертву, начал отчаянно рваться к ней и царапать когтями бетонный пол. Возможно, псевдогигант и понимал, в какое безвыходное положение он себя загоняет, но хищная тварь попросту не умела действовать вопреки инстинктам. От ее усердных попыток достать человека стены тоннеля покрылись новыми трещинами. А Кальтер с каждым рывком из полина отступал на полшага назад, продолжая оставаться в недосягаемости и еще пуще раздразнивая тянущегося к жертве охотника. Измывательство Кальтера над псевдогигантом продолжалось до тех пор, пока майор не убедился, что монстр в своих тщетных потугах не может больше продвинуться вперед ни на йоту. Чудовище уже не рычало, а хрипело с такой силой, что казалось, вот-вот выплюнет собственные внутренности. Вылетающие у него из пасти зловонные миазмы заполнили тоннель отвратительным гнилым смрадом, от которого Верданде даже перестала кричать и зашлась в непрерывном кашле. Как не искушало майора желание метнуть в пасть мутанта гранату, но Кальтер не стал тратить понапрасну драгоценные боеприпасы. Еще неизвестно, проглотил бы псевдогигант эту закуску или успел бы выплюнуть ее обратно. А если бы и проглотил, кто знает, повредит ли его глотке подобная острая пища. Неизвестно, как крепко засел в тоннеле монстр, но в течение ближайших часов он вряд ли вырвется на свободу. За это время беглецы успеют уйти достаточно далеко, чтобы псевдогигант потерял их след. Поэтому вместо сомнительной попытки добить врага, интрудер предпочел побыстрее покинуть смрадное место и вывести задыхающуюся спутницу на свежий воздух. Едва Кальтер и Вердандия очутились по другую сторону насыпи, девочку тут же стошнило. Майора и самого мутило, как будто он не надышался гнилостной вонью, а объелся какой-то тухлятиной. Пройдя немного по дну медленно сужающейся котловины, вскоре интрудер обнаружил в сухой траве еще один отчетливый след, выходящий на невысокий, но крутой берег. Но как только Кальтер протянул руку, чтобы помочь все еще дрожащей от пережитого ужаса Вердандии выбраться наверх, она взмолилась. — Дядя Костя, я больше не могу. Ноги совсем не идут. Давай немножечко посидим. Ну, пожалуйста. — Ладно, так и быть. Привал. — сжалился над ней майор, пусть передышкой не входила пока в его планы. Вера тут же уселась на ствол упавшего дерева, через который спутники только что перелезли, и, скинув ранец, Зябка обхватила себя за плечи. Все ее щупленькое тело тряслось крупной дрожью, а зубы стучали так, что их клацание было слышно даже с берега котловины, куда Кальтер поднялся, чтобы осмотреться. Не выявив поблизости ничего подозрительного, майор хотел был остаться наверху и продолжать наблюдение за округой, но, глянув на Зябка нахохлившегося ребенка, испытал странную неловкость, словно это не псевдогигант, а он, дядя Костя, напугал Веру до полусмерти. Но самое нетипичное в этом ощущении заключалось в том, что интрудеру вдруг захотелось как-то загладить свою вину. Интуиция подсказывала Кальтеру, это наверняка поможет перепуганной девочке успокоиться. Как долго приходило в себя Верданте после вчерашней битвы майора с броненосцами, он понятия не имел, потому что почти весь день провалялся без сознания. Но Вере явно потребовался не один час, чтобы оправиться от ужаса. Сегодня на это у нее были лишь считанные минуты. И раз уж командир отвел для поднятия боевого духа своей подопечной такое короткое время, значит Кальтер просто обязан ей в этом помочь. Но какими словами можно утешить ребенка, которого пять минут назад едва не слопало чудовище величину из грузовик. Перед Кальтером стояла весьма непростая задача, наверняка ставшая бы камнем преткновения и для профессионального педагога. Усиленно подыскивая ей решение, майор спустился со склона, после чего подошел к Верданде и в молчании уселся рядом с ней на поваленное дерево. Дельных мыслей в голове у интрудера было ровно столько же, сколько и в бревне, на котором он сидел. От неловкого положения Кальтера, как и вчера, спасла Вера. Ни слова не говоря, она подсела к нему поближе, а потом доверчиво взяла его под руку и прижалась плечом к плечу майора. Он этого, разумеется, не ожидал и поначалу растерялся, но потом почувствовал, что у девочки понемногу утихает дрожь и перестают стучать зубы, и решил, что раз Верданде это успокаивает, значит, пусть так и будет. В конце концов, ребенку лучше знать, что ему в такой момент необходимо. Но если бы кто-нибудь сфотографировал сейчас интрудера вместе с его малолетней подружкой, а потом отправил эти фотографии в ведомство, то-то в отделе мизантроп разразился бы переполох. «Дядя Костя, ты улыбаешься?» — все еще дрожа проговорила Верданде. «Что?» — Кальтер не сразу сообразил, о чем спрашивает девочка. В который раз за истекшие сутки она ставила интрудера в тупик своей непредсказуемой и в то же время по-детски прямой логикой. «Ты улыбаешься?» — повторила Вера и тоже улыбнулась, вмиг избавив майора от его неловкости. «А я уже подумала, что ты вообще не умеешь улыбаться. Всегда такой хмурый, как будто грустишь о чем-то». «Не, не может быть», — возразил Кальтер, не припоминая, когда это они со спутницей решили перейти на обоюдное «ты». Я не улыбался. Тебе наверняка показалось. «А вот и не показалось», — шмыгнув носом, помотала головой Верданде. «Я что, по-твоему, не понимаю, когда человек улыбается, а когда нет?» «Ну, хорошо. Допустим, я чуть-чуть улыбнулся», — пошел на попятную майор, не видя причины начинать неуместный спор из-за сущего пустяка. «Разве дядя Костя не может подумать о чем-нибудь приятном?» «И о чем ты сейчас подумал?» — не отставала Вера. «О том, что было бы неплохо угостить тебя конфетой». В кои-то веки не замешкался с ответом Кальтер, осененный внезапно пришедший ему на ум идеей. «Ты когда-нибудь ела конфеты из прошлого века?» «Это в который еще клали натуральный сахар?» — ответила вопросом на вопрос девочка. «Точно!» — подтвердил Кальтер и вытащил из кармана маленький цилиндрический пенальчик с глюкозно-витаминными таблетками, входящими в штатный рацион каждого интрудера. «Самый настоящий сахар 170-летней давности. Питательный и очень вкусный». «От настоящего сахара толстеют», — авторитетно заметила Верданди, после чего встрепенулась и, указав на майора пальчиком, возбужденно заерзала. «Ага, ага! Вот сейчас, да! Я видела, видела! Ты опять улыбнулся, дядя Костя!» Тут уж Кальтер укрыть было нечем. Опасение тощей, как соломинка девчонки, растолстеть от чайной ложки глюкозы вызвало бы улыбку у кого угодно. Однако от конфет Верданди не отказалась и услужливо поставила майору ладошку, на которую он вытряхнул сначала одну, а затем, немного поколебавшись, и добавочную ведомственную пилюлю. Вера была истощена, и удвоенная взрослая доза витаминов ей вряд ли повредит. Но не больше. Все же эта пищевая добавка создавалась для здоровых мужчин, а не для малолеток. Еще одну вытащенную из пенальтика таблетку Кальтер съел сам, сделав это не столько по необходимости, сколько за компанию со спутницей. Вера внимательно проследила, как майор перекатывает во рту кисло-сладкую пилюлю, и последовало его примеру. Вторую конфету девочка продолжала держать в ладошке. Очевидно, желала растянуть удовольствие, ибо видела, какой небогатый у дяди Кости конфетный запас, и понимала, отчего спутник так экономно его расходует. В следующие три минуты интрудер и гимназистка из будущего просидели в молчании, смакуя непрезентабельные на вид, но действительно приятные на вкус витаминные таблетки. Вера продолжала держать Кальтера под локоть, и майор с удовлетворением отметил, что ее рука перестала дрожать, а скованное нервным напряжением плечо расслабилось. Сошедшая с лица девочки бледность тоже говорила о том, что ребенок понемногу приходит в себя. — И правда вкусно, — признала Сверданди, съев первую витаминную порцию и сразу перейдя ко второй. — Спасибо, дядя Костя, ты настоящий друг. Если бы у меня были с собой конфеты, я бы тебя тоже обязательно угостила. — Ну что, пойдем дальше, — поинтересовался Кальтер. Девочка нехотя кивнула, после чего обреченно вздохнула, без лишних разговоров отстранилась от майора, спрыгнула с бревна и стала надевать ранец. Стараясь соответствовать статусу настоящего друга, дядя Костя помог Верданде попасть рукой в непослушную ранцевую лямку и вскарабкался наверх по склону котловины, придерживаясь оставленного в сухой траве следа. Кто из спутников на самом деле кого сейчас успокаивал, Кальтер Веру или наоборот, интрудер, честно говоря, так и не понял. Глава тринадцатая Верданде первая заметила, что небо над землей начинает приобретать зловеще багровый оттенок. Случилось это сразу после обеда, когда до заката оставалось еще как минимум шесть часов, и потому заходящее солнце было здесь совершенно ни при чем. Услышав замечание спутницы насчет того, что, дескать, воздух краснеет, Кальтер оторвался от работы, которой был в данный момент занят, пристально взглянул на небо, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако не счел слова девочки пустой болтовней и отнесся к ним со всей серьезностью. «Что конкретно ты видишь?» — попросил уточнение майор. Он допускал, что взор ребенка вполне способен выявить в зоне множество нюансов неуловимых глазу взрослого человека, даже такого наблюдательного, как мизантроп. «Не знаю, дядя Костя», — пожалла плечами Вера, «Ну, вроде бы все как обычно, но кажется таким, словно глядишь через красное стекло. Еще какой-то шум все время слышится». «А у тебя случайно нет температуры?» — спохватился Кальтер, до которого вдруг дошло, что наблюдаемые в верданде явления могут быть банальными симптомами начинающейся ангины или еще какого недуга. Для ребенка и вне зоны провести столько времени на открытом воздухе — серьезные испытания. А вкупе со всеми пережитыми здесь неприятностями, вообще удивительно, как Вера до сих пор не слегла от физического и нервного истощения. «Нет, дядя Костя, со мной все в порядке. Спасибо, что спросил», — обнадежила девочка своего сопровождающего. «Но эта краснота... Я ведь ее уже видела. И шум тоже слышала. Так всегда бывает перед выбросом. И когда у нас в таймботе взорвался Этернали, тоже так было. Тоже так было». «Выброс», — недоверчиво пробормотал Кальтер. На базе долга его проинформировали, что очередной выброс прогнозируется лишь через неделю. Точное время интрудеру требовалось выяснить в сети. Информация о дежурном катаклизме должна была появиться там за пару дней до намеченной даты. Вот только не стоило забывать, что все прогнозы в зоне делаются людьми и начинаются со слова «возможно». Отсюда следует, что, возможно, ожидаемый выброс и впрямь случится через неделю, но не исключено, что и раньше. Кальтер снова посмотрел на небо и попытался получше прислушаться к чужому ветру, дующему сейчас с обычной скоростью, не предвещающей вроде бы никаких катаклизмов. Нет, ничего подозрительного. Если у Верданди не галлюцинации, тогда либо она действительно обладает завидным чутьем на предгрозовую аномальную активность, либо после пережитых майором за минувшие дни ударов по голове, его инстинкты изрядно притупились. Оба этих варианта были одинаково возможны. И словно в подтверждение слов Верданди, над районом военных складов яростно взревела воздушная сирена. Это оккупировавший бывшую базу свободы отряд «Монолита» извещал находящихся за пределами форпоста сектантов о грядущем внезапном выбросе. А через несколько секунд в унисон близкой сирене ударила еще одна, та, что долетала сюда за несколько километров из бара. Миг, и без того на электризованной атмосфере зоны наполнилась еще большей тревогой, которая разрядилась в атмосфере, подобной едкому удушающему газу. Первый с начала совместного путешествия Кальтера и Верданди долгий привал они совершили в обед, неподалеку от того места, откуда двое с половиной суток назад девочка отправилась в свой вынужденный трагическими обстоятельствами рейд по зоне. Начиная от тоннеля под железнодорожной насыпью и заканчивая этой ничем не примечательной точкой на ПДА-карте, майор и его спутница двигались практически наугад. Если детали предыдущего участка маршрута то и дело всплывали у Веры в памяти, то эту пару километров своего самостоятельного пути девочка совершенно не помнила. Впрочем, интрудер и не просил ее что-либо вспомнить. Объятая диким ужасом, Верданди бежала тогда одна, в кромешной тьме, и сейчас, возвращаясь назад прежней дорогой, мучилась рецидивом, без сомнения, самых тяжких переживаний в ее пока еще короткой жизни. Поэтому Кальтер и не сыпал ребенку соль на раны, донимая его лишними вопросами. В общем, мало-помалу, где-то перебежками, где-то ползком, швыряя болты и прячась в кустах при первых же признаках опасности, к обеду скитальцы добрались до маячившей на горизонте гряды холмов. С них открывался отличный вид на место падения гравикоптера и расположенный восточнее поселок. Убегая от сектантов, Верданди обогнула эту возвышенность с запада по широкой ложбине. Двигаясь по ней, интрудер и девочка вышли бы аккурат к разбившемуся летательному аппарату. Однако, насколько не было велико желание Кальтера взглянуть на останки удивительной техники, он осознавал, что опаснее того места в округе, пожалуй, не сыскать. Даже если в настоящий момент там не околачивались монолитовцы, это отнюдь не означало, что возле разбитого гравикоптера не притаилась засада, а он сам не нашпигован взрывными устройствами. Нутром, чуя подобные сюрпризы, майор предпочел взглянуть на интересующий его объект с безопасного расстояния, поэтому отказался идти по ложбине и свернул в холмы, откуда заодно можно было понаблюдать и за вражеской базой. Она находилась в полутора километрах западнее холмов и должна была просматриваться с любой из крайних возвышенностей, равно как и те с высоких бетонных вышек форпоста. Так что Кальтеру следовало подходить к выбору наблюдательной позиции с особой тщательностью, жертвуя удобством в угоду полнейшей скрытности. Прикинув и так, и этак, майор все же решил повременить с базой и сосредоточиться на главном доказательстве правдивости рассказа Веры. Тем более, что прежде чем отправляться на поиск Пурги-Д, девочку нужно было укрыть в каком-нибудь надежном подвале. Таковые поблизости имелись лишь в полуразрушенной деревеньке, раскинувшейся у подножия холмов. Исходя из приоритетной задачи, Кальтер выбрал для наблюдения и одновременно обеденного привала отнюдь не самый высокий, зато близкий к заброшенному поселку, заросший непроходимым кустарником холм. Форпост монолита был с него, понятное дело, не виден, но для осуществления прочих замыслов высота вполне годилась. Единственный недостаток – передвигаться на ее вершине приходилось исключительно по-пластунски. Идущий через кусты в полный рост человек был бы отчетливо заметен с соседних, более высоких холмов, на которых сектанты вполне могли обустроить себе огневые позиции. Измотанная двенадцатичасовым путешествием Верданди с честью выдержала финальную полуторачасовую игру в черепашек. Так Вера окрестила скрытный выход Кальтера на наблюдательный пост и была вознаграждена щедрой порцией трофейного обеда, реквизированного майором у убитых им на станции монолитовцев. Пока проголодавшаяся девочка уплетала за обе щеки импортный армейский сухпайок и запивала его апельсиновым соком, интрудер произвел предварительный осмотр местности. После чего понял, что придется категорически отклонить просьбу спутницы разрешить ей тоже посмотреть в бинокль. Причина отказа была простой. Помимо заметного отсюда даже невооруженным глазом гравикоптера, Кальтер также обнаружил погибших членов его экипажа. Вот только вере глядеть на это зрелище явно не стоило. Издали еще куда ни шло, но только не в мощную цифровую оптику, посредством которой трагическая картина открывала наблюдателю все свои ужасающие подробности. Сегодня трудно было определить, на что именно походил лежащий посреди поля разбитый гравикоптер, на летающую тарелку или на вилку, с которой сравнила его вчера Верданди. Кальтер мог лишь предполагать, насколько пострадал летательный аппарат при аварии. Но если его экипаж без проблем пережил падение, значит, надо думать, машина развалилась на части и воспламенилась не от удара, а землю. А стало быть, окончательно разрушили гравикоптер уже монолитовцы. Его обгорелые обломки были разбросаны по всему полю, а пропаханную при посадке канаву венчала широкая метровой глубины воронка. На крупных обломках виднелись многочисленные пулевые отверстия. Но Кальтер решил, что летательный аппарат уничтожили все-таки не пули, повредившие энергетическую систему. Слишком уж на мелкие куски он был разорван. Больше походило на то, что сектанты целенаправленно разнесли гравикоптер несколькими заложенными в него зарядами взрывчатки. Только таким образом можно было придать взрыву максимально разрушительную форму. Не было ничего странного в том, что монолит не пожелал ознакомиться поближе с техникой из будущего и перевести гравикоптер в более удобное для дальнейшего изучения место. Секта всегда и везде преследовала лишь свои цели и уничтожала все, что не укладывалось в ее представление о зоне или нарушала привычный монолиту порядок вещей. Однако монолитовцы все же не погнушались обыскать тела расстрелянных членов экипажа летающей тарелки. Два валявшихся у края поля человеческих скелета были извлечены из гравикоптера до взрыва, а иначе их тоже разорвало бы на мелкие куски. На мертвецах еще остались обрывки комбинезонов, очень похожих на тот, который носила Верданди. После сектантов изучением трупов занялись мутанты-падальщики, которые провели свою работу с такой дотошностью, что теперь обглоданные ими тела не привлекали к себе даже мелких хищников. Кальтер, естественно, не планировал заниматься похоронами родителей своей спутницы, так что теперь костям погибших путешественников во времени предстояло лежать на этой поляне неупокоенными. Но, с другой стороны, находили ли мертвые покои в земле зоны, которая порой исторгала из недр своих кладбищ полчища истлевших зомби? Кальтеру пришлось солгать, веря, что он не обнаружил ни ее мертвых родителей, ни вообще каких-либо следов, указывающих, куда могли деться их тела. Девочка лишь тяжело вздохнула и не стала больше просить у майора бинокль. Интрудер уже понял, она не тешит себя надеждой, что ее папа и мама живы, или, по крайней мере, не признается в этом. Даже сейчас, когда Кальтер соврал насчет якобы незамеченных им трупов, Верданти не высказала предположение, что, возможно, ее родители и не убили, а всего лишь увезли в Припять или еще куда-нибудь. Просто приняла информацию к сведению, трезво взвесив свои надежды и суровую реальность. Странный ребенок. Хотя, откуда Кальтер на самом деле знать, какими глазами станут смотреть на мир дети конца 22 века? Возможно, их видение реальности будет куда более рациональным, чем у нынешних взрослых. Того же дяди Кости, к примеру. Когда майор в очередной раз оторвался от бинокля и взглянул на покончившую с обедом спутницу, она уже спала, уронив голову на сложенные перед собой руки. Да, хоть в этом дети будущего еще оставались обычными детьми. Горе не горе, страх не страх, но если усталость все-таки берет свое, ребенок засыпает быстро и независимо от того, где он в данный момент находится. Кальтер кивнул, соглашаясь собственными мыслями, и приступил к наблюдению за поселком. Впрочем, сон Верданде продлился недолго. Не прошло и четверти часа, как девочка проснулась, резко, словно по команде, и сразу же заявила дядя Костя, что видит окружающий мир в багровых тонах. А расшифровали это странное видение девочки тревожные сирены, что грянули над зоной пару минут спустя. Заслышав общую тревогу, Кальтер тут же настроил ПДА на новостной портал и стал свидетелем того, как сеть на глазах наводняют сплошные предупреждения о грядущем спонтанном выбросе. Традиционная сетевая корректность уступила место грязной брани, за которую сейчас никого не изгоняли из чата, ибо в нем бронились все без исключения. Сталкеры выплескивали недовольство вероломством зоны, в том числе и таким виртуальным образом. Кто-то паниковал, потому что находился слишком далеко от надежных убежищ и умолял указать короткий путь до ближайшего из них. Кто-то спокойным тоном сообщал о своем местонахождении товарищам, предлагая им пересидеть катаклизм под одной крышей. Майора же интересовало лишь одно — сколько у них с Верой оставалось в запасе времени, так как спутникам нужно было не только добежать до поселка, но и подыскать себе для укрытия подходящий подвал. Чуть больше часа. Что ж, придется опять нарушить местную заповедь и поспешать, не осматриваясь. Но сейчас весь сталкерский мир отринул привычные принципы и походил на объятый пожаром лес, чьи звери забывали до поры до времени об извечной вражде и спасались бегством от надвигающейся общей угрозы. Что, однако, не мешало многим беспринципным сталкерам устраивать грызню из-за убежищ и стрелять по бегущим с ними бок о бок членам конкурирующих кланов. Увы, но здешнее зверье готово было рвать друг другу глотки денно и нощно, невзирая ни на какие глобальные перипетии. Именно по этой причине, перед тем, как выдвинуться к поселку, Кальтер осмотрел в бинокль соседние холмы. Интрудер пытался обнаружить снимающихся с огневых позиций снайперов Монолита, которые, по идее, также должны были уносить ноги в сторону деревеньки. Вряд ли сектанты проявили бы благородство, позволив укрыться на их территории майору и девочке. Поэтому не менее коварный мизантроп решил сначала перестрелять врага из засады в спину, едва тут начнет спускаться с холма, а уже потом самому сниматься с наблюдательного поста и везти в поселок Верданди. Если противник и дежурил на тех высотах, он, очевидно, предпочел отступить в противоположном направлении, на форпост, поскольку Кальтер так и не обнаружил поблизости никакой активности. Он потратил целых пять минут, чтобы засечь стягивающихся к поселку сектантов, но не выявил ни одного. Конечно, это вовсе не означало, что в течение тревожного часа там больше никто не объявится, но, по крайней мере, сейчас вражеских групп в окрестностях не наблюдалось. Как похоже не было их и в самой деревне, выглядевшей отсюда совершенно безжизненной. Кальтер заранее отметил несколько добротных кирпичных строений, в которых при советской власти, очевидно, проживало правление здешнего колхоза. В этих зданиях наверняка наличествовали крепкостенные подвалы, в то время как дома обычных крестьян имели разве что тесные сырые погреба. Двухэтажные административные здания с уцелевшей крышей, что стояло в центре поселка, майор отмел сразу. Слишком привлекательно выглядело оно для хозяев этого района, чтобы они устроили себе полевой штаб где-то еще. Приглянувшиеся интрудеру постройки тоже не давали уверенности, что он не наткнется в них на сектантов, но в случае с обычными домами вероятность такой встречи была, безусловно, ниже, чем надумый майор обосноваться в поселковой конторе. Пока Кальтер и Верданди спускались с холма, атмосферные возмущения усилились, и, наконец, стали заметны и майору. Льющийся с небес багровый свет видоизменял, а точнее обесцвечивал и без того мрачный облик зоны до состояния старой фотографии, где выцветшая желтая основа была заменена на еще более неприглядную красную. Фоновый шум, наполнявший при этом воздух и словно ватон заглушавший собой вой далеких сирен, походил на те голоса, что звучали в голове у Кальтера и напоминали ему о давно забытом прошлом. Находиться в такой атмосфере было тяжко и морально, и физически, тем более, что с каждой минутой аномальные волнения лишь усугублялись. Спутники вошли в ненаселенный пункт, так, видимо, следовало именовать в зоне все заброшенные деревни, через заросший по лынью огород ближайшего к холмам кирпичного дома. Проделанные у него над фундаментом узкие окошки свидетельствовали о наличии нужного скитальцам подвала. Но доносившаяся из этих окон нестерпимая вонь гниющей плоти вынудила Кальтера, не задерживаясь, отправиться к следующему строению, обозначенному в его мысленном списке. Ко второму интересующему Кальтера зданию он не стал даже приближаться, поскольку еще издали заслышал раздающиеся оттуда возню и рычание. Не иначе там устроили драку кровососы или снорки, не поделившие какую-то добычу. Пока мутанты выясняли отношения, майор, не мешкая, увел девочку подальше от опасного места. После чего спутники, пригнувшись, направились по полынным зарослям на противоположную окраину поселка, туда, где находился последний из объектов для исследования. Еще на подходе к этому дому интрудер наткнулся на весьма любопытную деталь. Квадрат вырубленного за окном дерна приблизительно 3 на 3 метра. Судя по четкому, еще не размытому дождями срезу почвы и рассыпанной в траве земле, дерн рубили недалее как полмесяца назад, а потом нарубленные пласты стаскивались через огород к зданию. Садоводов и огородников среди сталкеров не встречалось, а значит, грунтовые работы велись неизвестными землекопами с иной целью. Перекрытие землянки? В лесу еще вполне возможно. Но на кой черт кому-то рыть землянку рядом с таким добротным строением? Следовательно, дерн использовался для маскировки какого-то достаточно крупного объекта, находящегося на земле возле дома. Кальтер глянул на часы. До выброса оставалось 20 минут. Если и здесь спутников постигнет неудача, придется проверять подряд все дома и забиваться в первый попавшийся затхлый погреб. Что будет крайне неприятно для девочки – растянись катаклизм более чем на пару часов. По сравнению с погребом, в подвале имеется хоть какой-то простор и уют. Подойдя к дому, майор обратил внимание на кучу всевозможного хлама, сваленного возле задней стены. Казалось, будто кто-то нарочно ходил по округе и стаскивал сюда все, что попадалось под руку. Кальтер навострил слух и, не расслышав ничего подозрительного, обошел строение по периметру, заглядывая в каждое окно. Поначалу интрудер подумал, что в доме вообще нет подвала, поскольку не обнаружил ни одного подвального окошка. Потом выяснил, что подвал все-таки есть, и ведущая в него крутая лестница расположена на кухне. Вот только спуститься по ней вниз нельзя, так как вход в подвал завален рухнувшей с потолка неподъемной железобетонной плитой. В принципе, на этом можно было прекращать разведку и переходить к резервному плану поисков, но два смутных подозрения все еще не давали кальтеру покоя. А именно, не найденный до сих пор маскировочный слой дерна и гора мусора во дворе, что выглядело слишком уж эклектично даже для изобилующей таким богатством зоны. Два смутных подозрения моментально слились в одно уверенное, как только интрудер обнаружил, что искомые им дерновые пласты тщательно имитируют травяной покров именно под странной мусорной грудой. Оставшиеся до выброса четверти часа как раз хватило бы на то, чтобы отыскать в соседних домах погреб, но кальтер дерзнул положиться на свои догадки и потратить драгоценное время на разбор завала. Передав девочке винтовку, майор принялся, как ошалелый, расшвыривать по сторонам хлам, благо стаскавшие его сюда сталкеры предпочли не напрягаться и соорудили баррикаду из легких подручных материалов. Зато наваленность здесь этого добра была столько, что для его перевозки потребовался бы целый грузовик. Десять минут майор остервенело боролся с завалом, и когда победил таки его, небо над зоной уже полыхало огнем, а багровый свет был настолько ярок, что воздух вокруг практически превратился в кровавый туман. Шумовой фон не смолкал ни на миг, и когда кальтер начал оттаскивать пласты дерна, тоже не особо тяжелые, он едва мог расслышать из-за шума собственное напряженное дыхание. Риск оказался оправданным. Под дерном обнаружились створчатые ворота угольного погреба, который и вел в заваленный изнутри дома подвал. Хитро придумано, ничего не скажешь. Если бы устроители схрона не переусердствовали с маскировкой, а майор не нашел за огородами следы недавних земляных работ, он и впрямь ни за что не рассекретил бы это убежище. Чтобы проникнуть в него, достаточно было очистить от дерна лишь одну половину ворот. Замка на них не было, да и какой смысл вешать в зоне замки, если все сталкеры носят при себе универсальные огнестрельные отмычки. Однако прежде чем распахнуть створку, интрудер сначала лишь чуть приподнял ее, дабы нащупать и перерезать проволоку гранатной растяжки. Зная сталкерские повадки, Кальтер не испытывал ни малейшего сомнения, что вход в секретное убежище будет заминирован. Так оно и вышло. Разобравшись со взрывным устройством, майор осветил подвал фонариком и, не выявив внизу других сюрпризов, подозвал Верданди. «Давай в укрытие», — приказал Кальтер взволнованной девочке, после чего придержал ее за руку, пока она карабкалась вниз по покатой погребной стенке, и только потом сиганул в подвал сам. К счастью, ржавый засов на обратной поверхности ворот функционировал. Заперев его, майор почувствовал себя в относительной безопасности. Ощущение, которое не посещало Кальтера с того момента, как он покинул базу долго. Выброс должен был произойти с минуты на минуту, но теперь ни его сила, ни продолжительность не имели для спутников принципиального значения. Окупированные ими укрытия неизвестных сталкеров позволяло пересидеть в нем не то что часы, а даже несколько суток. Подвальное помещение площадью в два десятка квадратных метров раньше служило котельной, но ныне, отстоявшие в углу печи, остались лишь фундамент и дымоход. Кто и с какой целью ее разобрал, неизвестно. Но даже не случись этого, вряд ли когда-нибудь сталкеры воспользовались бы печью по прямому назначению. Глупейшие демаскировки, чем идущие из печной трубы дым, в зоне придумать было нельзя. Все убранство подвала состояло из трех панцирных коек, стола и тумбочки. Запасов воды и пищи майор не нашел, но это его не огорчило. И первого, и второго у них сферы пока имелось в достатке. Зато в тумбочке обнаружилась старинная керосиновая лампа и в придачу к ней пятилитровая канистра керосина. Именно освещения не хватало в подвале для полного комфорта. Но при наличии лампы кальтер быстро решил эту досадную проблему, подвесив светильник на потолочный крюк, специально для этого там и приделанный. Завидев кровати, Верданде шагнула к ближайшей из них и плюхнулась на нее ничком, даже не сняв ранца. Застеленные поверх коек толстые войлочные одеяла служили прежним обитателям подвала и еще и подушками. Для этого следовало лишь свернуть пару таких одеял вчетверо. Но вымотанной до предела Вере было явно наплевать на такие мелочи. Все, что ей требовалось сейчас для полного счастья, она только что обрела. Кальтер не успел пообедать на холме вместе со спутницей и потому решил первонаперво перекусить, затем немного вздремнуть и уже потом взяться за обдумывание дальнейших планов. Все равно раньше вечера в зоне не распогодится, а покидать убежище сразу после аномального катаклизма опасно. Надо переждать хотя бы пару часов, дабы удостовериться, что за первым выбросом не последует еще один. Когда зоны трясения шли чередой, чересчур взбудораженная атмосфера не позволяла предсказать второй и последующий выбросы. Сегодня прогнозисты слегка ошиблись в расчетах. Выброс случился на четверть часа позже предполагаемого времени, что явилось воистину божьим даром для тех сталкеров, кто не поспевал к назначенному сроку убраться с открытого пространства, но благодаря ошибке предсказателей сумел таки достичь ближайшего убежища. Да уж, везение. Могло случиться и наоборот. И тогда Кальтер крупно пожалел бы, что начал рыскать по поселку в поисках комфортного подвала, а не нырнул в погреб первого же попавшегося дома. Конечно, если бы зона вообще дала майору время пожалеть об этом. Интрудер как раз закончил обед и приступил к приготовлению десерта, напитка из сока и витаминных пилюль, когда стены подвала заходили ходуном, а с потолка посыпалась пыль и бетонные крошки. Лампа закачалась на крюке, и майор, испугавшись, что расплещется керосин, снял ее и поставил на стол. В отличие от стены потолка, пол оставался по-прежнему незыблемым. Значит, стихия, что буйствовала на поверхности и сотрясала дом, по своей природе была ближе к урагану, нежели к землетрясению. Какие-то непонятные звуки доносились снаружи. Кальтеру периодически мерещился то несущийся рядом с домом поезд, то табун лошадей, то кружащийся в воздухе огромной стаей саранчи, а то и вовсе омывающий поселок океанские валы. Гадать, что творится наверху, было неблагодарным делом. Главное, в подвале у майора Эверданди относительно спокойно и безопасно. А большего им сейчас в зоне и не требовалось. Разыгравшийся катаклизм разбудил Веру, успевшую к этому времени уснуть. Она уселась на кровати и с просонок захлопала глазами. Потом вспомнила о том, где находится, и что надо бы все-таки снять ранец. Кальтер пару раз порывался сделать это за нее, но побоялся разбудить сладко спящего ребенка. Майор молча указал спутнице на стоящий перед ним еще один пакет с соком. Сбросив ранец на тумбочку, девочка не отказалась утолить жажду и, взяв напиток, вернулась с ним на свою койку. После чего с ногами забралась на нее, прислонилась к кроватной спинке и взялась неторопливо подтягивать сок через идущую в комплекте с пакетом соломинку. О том, что происходит снаружи, Верданде не спрашивала. В отличие от Кальтера, ей довелось пережить в зоне гораздо больше выбросов, чем ему. «У тебя есть семья, дядя Костя?» спросила девочка, первой нарушив царившее в бункере молчание. Набравшись кое-какого опыта в общении со спутницей, майор ждал, когда она заговорит. Как и всем девочкам, Вере нравилось поболтать. И хоть Кальтер приучил ее делать это лишь в подходящее для такого занятия время, сейчас он не видел повода затыкать любознательному ребенку рот, пусть даже сам интрудер не был расположен к разговору. К тому же, сегодня для Верданди любая беседа была сродни психотерапевтической нервной разгрузке, что в итоге шло на пользу не только девочке, но и ее провожатому, не имеющему ни малейшего понятия, как еще можно проводить в полевых условиях профилактику детских психических расстройств. — Нету, — ответил майор на вопрос Верданди, после чего спросил в свою очередь. — Ты думаешь, будь у меня семья, я вот так запросто бросил бы ее и ушел в зону? — Конечно, не думаю, — помотала головой Вера. — Я, если честно, даже не могу представить, чтобы ты взял и бросил близкого тебе человека. — А почему у тебя нет семьи, дядя Костя? — Так уж получилось, — пожал плечами Кальтер, подтягивая витаминный коктейль. Майору не нравилась дотошность спутницы, но глупо было ждать от ребенка понимания того, какие темы можно затрагивать в беседе со взрослыми, а какие лучше обходить стороной. — Кто-то в жизни успевает обзавестись семьей, а кто-то нет. Я не успел. А может, просто не захотел брать на себя такую большую ответственность? Ведь это помешало бы моей работе. — Трудно сказать. — И тебе не скучно одному? — продолжала допытываться Верданди. — Если у тебя много работы, скучать попросту некогда. — Почти искренне ответил майор. — Значит, тебе нравится быть тем, кто ты есть? — резюмировала девочка, свято верившая, что дядя Костя прожженный до мозга костей сталкер и никто иной. Кальтер и такое положение дела, разумеется, устраивало, и он не собирался разубеждать спутницу в ее мнении. — Ты пришел в дикую зону только потому, что тебе было скучно без семьи, а здесь для таких, как ты, всегда работы хватает. — Ты абсолютно права, согласился майор, желая побыстрее закончить этот пустопорожний разговор. — Жаль, что мы не встретили тебя раньше, — печально вздохнул Лаверданди. — Папа говорил, что вот была бы удача, если бы для поиска обруча Медузы нам удалось нанять настоящего опытного сталкера. Уж он-то быстро нашел бы для нас Этерналий. В обмен на гравикоптер или еще какую-нибудь ценную технику с таймбота. Просто у нас не было ваших денег и потому... Девочка не договорила и притихла. Однако долго отмалчиваться тоже не стало и озадачила Кальтера новым вопросом. — Дядя Костя, а ты бы смог найти для меня обруч Медузы? — Не бесплатно, конечно. Я бы хорошо заплатила тебе за эту работу. — И чем же, если не секрет? — осведомился интрудер. — Ну, у меня на таймботе есть много вещей, которые наверняка тебе бы понравились. И глазом не моргнув, ответила Вера. — Например, компактный водогенератор. Очень нужный сталкеру вещь. Умещается в кармане и при этом может за пять минут нацедить ведро чистой воды прямо из воздуха. Ты только проводи меня туда и сам увидишь, что я не вру. — У тебя на таймботе? — переспросил майор, отставив в недоумении недопитый пакет с соком. — И как, скажи на милость, мы туда попадем? — Очень просто. Подойдем к таймботу, я вызову гравилифт, и мы поднимемся наверх. Потом ты выберешь себе все, что хочешь, кроме темпы. И мы пойдем с тобой в Чернобыль искать Этерналий. А когда найдем, вернемся на таймбот, починим его, и я смогу темпортироваться обратно домой. — Ишь ты, какая шустрая! — хмыкнул Кальтер. — Ладно, допустим, что мы с тобой дошли до Рыжего леса. А дальше? — Как быть с охранной системой таймбота, о которой ты рассказывала? — Насколько мне известно, Цитадель расстреливает все, что попадает в ее зону поражения. — Ну ты даешь, дядя Костя, такой взрослый и умный, а спрашиваешь всякие глупости, — пожурила девочка своего дремучего провожатого. — Ведь это моя Цитадель, понимаешь? Как может она не пропустить меня на таймбот? — Хм, неверно, — оторопел интрудер, которому в безумной кутерьме последних суток подобная мысль совершенно не приходила в голову. После чего вновь поинтересовался, но уже не столь уверенно, поскольку опасался нарваться на очередную критику от технически продвинутой гимназистки. — А как же я пройду идентификацию? Меня-то Цитадель точно не опознает. — Без меня, конечно, не опознает, согласилась Верданде, но со мной тебе нечего бояться. Я скажу Цитадели, что ты мой друг, и она тебя пропустит. — Что? Вот так просто? — вновь усомнился Кальтер. — А почему это должно быть сложно? — непонимающе округлила глаза девочка. — Как это почему? — А если, предположим, враг возьмет тебя в плен и вынудит насильно представить его Цитадели как твоего друга, что тогда? — Нет, ты меня удивляешь, дядя Костя, всплеснула руками Вера. Цитадель — это искусственный интеллект последнего поколения. Прежде чем папа, мама и я получили право доступа к охранной системе Таймбота, Цитадель полчаса испытывала нас сотнями разных вопросов. Так что, если я совру ей и назову своего врага другом, она моментально это поймет и не пропустит в Таймбот чужого. — Враг тоже может оказаться очень коварным, заметил майор. Намного коварнее твоей Цитадели. — Вот только ты извини, но пойти с тобой в Рыжий лес я не смогу, и помочь тебе найти обруч Медузы тоже не сумею. Мне очень жаль. — Почему? Большие синие глаза Верданди уставились на кальтеры с изумлением и наполнились влагой. — Видишь ли, все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Взялся неловко оправдываться интрудер, уставившись настоящий перед ним пакет с соком. Выдержать взор Веры оказалось выше сил майора. — Как ты правильно заметила, дядя Костя не совсем обычный сталкер. И это сущая правда. Точнее сказать, я вообще не сталкер. Я не занимаюсь поисками артефактов и не исследую зону. Я пришел сюда недавно, чтобы выполнить одну очень важную работу, и уйду навсегда, как только сделаю то, что должен. Но я знаком с хорошими людьми, которые сумеют тебе помочь. Они настоящие сталкеры и знают зону как свои пять пальцев. Уверен, когда ты познакомишься с этими сталкерами, то тоже сможешь назвать их своими друзьями. Завтра или послезавтра я отведу тебя к ним, и вместе вы обязательно доберетесь до таймбота, а потом разыщите Этерналий. — Нет, дядя Костя, категорично помотала головой Вера. По щекам у нее потекли слезы, но выглядела настолько спокойной и уверенной, что Кальтер даже заволновался, все ли с ней в порядке. — Как же я могу назвать тех сталкеров друзьями, если кроме тебя в дикой зоне я больше никому не доверяю? — И еще ты же поклялся не бросать меня. — Раз ты действительно хочешь вернуться домой, значит, тебе придется довериться не только мне, грубо перебил ее майор. — Повторяю, я не умею искать артефакты, абсолютно, а в тех опасных краях, где водятся обруч медузы, мне подавно не сориентироваться. В Чернобыле и просто выжить серьезная проблема, не говоря уже про поиск там артефактов. Я предложил единственный подходящий для тебя выход, другого не существует и это больше не обсуждается. Такова правда, и тебе придется с ней смириться. — Да, конечно, — еле слышно произнесла Вера, шмыгнув носом и утерев слезы. И, немного помолчав, добавила — Теперь я понимаю, почему у тебя нет семьи, дядя Костя. Да и друзей, наверное, тоже очень мало. Ты боишься привязываться к людям не потому, что тогда они войдут в твою жизнь и будут отвлекать тебя от любимой работы. Это всего-навсего отговорка. На самом деле ты просто ненавидишь слабость и думаешь, что слабые люди — паразиты, которые только затем и набиваются в друзья таким, как ты, чтобы кто-то постоянно их защищал. Тебе кажется, что сильные люди созданы лишь для великих дел, вроде спасения своей страны и мира, а слабые липнут к ним и мешают достижению цели. Поэтому тебе совсем не жаль, когда гибнет слабый человек, ведь выживать должен сильнейший, да? Такая у тебя жизнь. И раз ты ее любишь, значит, я ошиблась в тебе, дядя Костя. Нет, ты не злой, но и недобрый. Ты равнодушный, а это почти что злой. Самую чуточку не хватает. Одного малюсенького шажка. Ладно, прости, больше не буду так говорить. Все равно спасибо тебе, ведь ты мне очень помог и продолжаешь помогать. Сказав это, Верданди свернула одно из одеял, подложила его под голову и улеглась, демонстративно отвернувшись лицом к стене. Плечи девочки несколько раз нервно вздрогнули, но, кажется, она больше не плакала. А затем, посопев немного, снова уснула. Вот только фигурка ее так и осталась напряженной, словно у Веры что-то болело. Майор прислушался. Буйство аномальной стихии вроде бы стало потише, но говорить о прекращении катаклизма было еще рановато. Что ж, самое время вздремнуть, как и планировалось. Последовав примеру спутницы, Кальтер соорудил излишнего одеяла подушку и, растянувшись на койке, закрыл глаза. Разговоры, разговоры, какая от них польза? Интрудеры прислали сюда не разговаривать, а делать свою работу. Ту самую, великую, необходимую для страны и посильную лишь единицам, таким, как Кальтер. И сейчас ему надо немного отдохнуть, чтобы через пару часов снова быть в надлежащей форме. И не забыть перед уходом научить Веру запирать и отпирать засов. Вдруг сама не разберется. С этой мыслью майор и заснул. Но проснулся не через два часа, как намеревался, а гораздо раньше. Виноваты в этом были сломанные ребра, прострелившие бок резкой болью, когда Кальтер неловко повернулся во сне на скрипучей коечной сетке. Стараясь экономно расходовать обезболивающее, он не стал делать себе инъекцию во время отдыха, отложив лечебную процедуру до выхода из убежища. Однако в итоге прагматичность майора обернулась тем, что болезненная травма помешала ему как следует выспаться. Кальтер посмотрел на Верданди. Она так и продолжала спать, отвернувшись к стене, разве что переменила позу. Подтянула колени к груди и зябко обхватила себя за плечи. В подвале было довольно прохладно и наверняка гуляли сквозняки. Поначалу разгоряченные спутники этого не ощущали, но теперь холодок начал давать о себе знать. Глядя на озябшую девочку, майор подумал о вредном для нее переохлаждении, поднялся с кровати и, критически оценив санитарное состояние здешних спальных принадлежностей, вытащил из ранца Веры одеяло, позаимствованное сутки назад у мертвого сектанта, после чего тщательно укрыл трофеем спутницу, раз уж она спала настолько крепко, что была не в состоянии почувствовать мучивший ее холод. Интрудер приложился к недопитому пакету с соком, промочил пересохшее горло и вернулся на кровать. Но не улегся досыпать отведенный самому себе срок, а так и остался сидеть на краешке койки, глядя на свернувшуюся калачиком под одеялом Веру. Да, дела. Метко же эта девчонка его приложила, если вдуматься. Почти, что злой. И впрямь. Точнее не придумаешь. Интересно, что сказала бы Верданди, проведая она о своем спутнике всю правду. Наверное, в ужасе убежала бы от него, как от тех сектантов, что гнались за ней без малого трое суток назад. Тятенька сталкер, а вы меня убьете? А ведь действительно, мог. Всего самую чуточку не хватило. Одного малюсенького шажка. Того самого почти что. Кальтер помассировал виски, пытаясь изгнать провокационные мысли. Не помогло. Странно, почему сказанные обиженным ребенком слова вообще втемяшились майору в голову? Такое впечатление, будто интрудеру и впрямь не безразлично, что думает о нем Верданди. Малознакомая девочка, между которой и Кальтер пролегает пропасть длиной более чем в полтора века. Вот сядет эта пигалица в свой таймбот, нажмет на кнопку и прощай, дядя Костя, человек из далекого прошлого. Или о Хабибе ибн Зухайре. Человек без прошлого, о котором могла бы чудом сохраниться светлая память в далеком будущем, но, очевидно, рассчитывать на это уже не стоит. Чудес не бывает. Шансы Кальтера выжить при нападении на хорошо укрепленную базу Монолита не слишком высоки. Значит, у Верданди столько же шансов добраться до генерала Воронина. А, скорее всего, еще меньше. Даже увенчайся атакой интрудера Победы и вернись он за девочкой в поселок, сектанты в этих краях озвереют настолько, что короткий путь до Бара будет для майора перекрыт намертво. Велика вероятность, что им с Верой вообще не удастся покинуть район военных складов, не говоря уже о бегстве окружной дорогой, гарантированном самоубийстве для измотанного в конец ребенка и его преследуемого Монолитом спутника. Так что не видать больше Верданди ни своего таймбота, ни светлого будущего. Если только... Если только майор действительно не возьмет это дело в свои руки и лично не отправит девчонку назад в будущее. Вряд ли при этом ее шансы вернуться домой окажутся выше, однако в любом случае целенаправленная работа в данном направлении будет гораздо эффективнее, нежели перекладывание ее на чужие плечи, да и то лишь в перспективе. Идея эта родилась в голове Кальтера не как гипотеза, а как практически готовый к исполнению план, словно майор не сам пришел к подобному умозаключению, а получил инструкции непосредственно от стратега. Это обстоятельство повергло интрудеров в кратковременную растерянность и вызвало подозрение, не навязана ли посетившая его мысль откуда-то извне. Слишком не характерна была для майора столь радикальная перемена стратегии, да еще не в пользу ведомственного варианта. Но так или иначе, время на раздумье у Кальтера пока не было, и за час-полтора он успеет досконально взвесить все за и против. Выброс снаружи явно прекратился, что также подтверждало восстановившаяся связь. В сети бурно обсуждался отгремевший катаклизм, а в отдельном окне циклически прокручивался список погибших при выбросе сталкеров, сведения о смерти которых были окончательно подтверждены. Количество пунктов в этом списке с каждой минутой неуклонно пребывало на один-два, а то и больше. Кальтер даже обнаружил в траурном перечне одно знакомое имя Леха Шпала. Согласно пояснительному комментарию, парень погиб где-то в темной долине. Как и пророчество Волсидорович, Леха действительно не успел дожить до покупки вожделенного мотоцикла и канул сегодня в небытие наряду с парой десятков таких же, как Шпала, искатели артефактов. Зона продолжала вести свою нескончаемую кровавую жатву. Впрочем, сейчас Кальтер интересовал не список погибших, а имеющаяся в сети справочная база всех здешних артефактов, подробная с постоянно обновляющимся курсом цен, категориями спроса и ссылками на продавцов и покупателей. За пару минут перед глазами майора пробежали все артефакты, что когда-либо были обнаружены в зоне, от редчайших единичных экземпляров до бросовых, таких, на которые сегодня не всякий сталкер позарится. Никакого обруча медузы в сетевом справочнике не фигурировало. Кальтер попытался задействовать программу поисковик, сначала местную, а затем и общую, охватывающую всю сеть, но и тут интрудера ожидало разочарование. Он попробовал забить в поисковую строку даже термин «этерналий», что, разумеется, ни на йоту не приблизило его к цели. Сетевое сообщество понятия не имело ни об обруче медузы, ни об «этерналии». Кальтер озадаченно почесал макушку. Обнаружить в зоне нужный верданди артефакт самым легким способом оказалось невозможно. Но это отнюдь не означало, что обруч медузы не существует в природе. Отец девочки утверждал, что «этерналий» растет лишь в окрестностях Чаэс, куда еще месяц назад никому, кроме сектантов монолита, не удавалось проникнуть. Да и ныне при отключенном выжигателе мозгов сталкерам по-прежнему не пробиться в те края. Слишком рьяно оберегают монолитовцы своего идола, исполнителя желаний. Поэтому у кого майору и искать правды поинтересующей его проблеме, так только у самих сектантов. Вопрос лишь в том, как это сделать. У интрудера еще сохранился электронный адрес, по которому псевдосводники из долга договаривались с сектой насчет якобы пойманного ими серого сталкера. Конечно, не исключено, что по прошествии тех коротких переговоров адрес этот был аннулирован, но Кальтер все равно ничем не рисковал, отправляя по нему запрос. Если имеющийся у майора единственный контакт для связи с монолитом перекрыт, значит послание попросту не пройдет по сетевому каналу. Ну а если пройдет, вычислить конкретного отправителя секретанты все равно не смогут. В прошлый раз переговоры велись с другого ПДА. Куплю уникальный обруч, цена значения не имеет, набил интрудер на мини-клавиатуре ПДА текст послания и не став подписываться, нажал кнопку отправить. Электронный почтовый ящик монолита продолжал функционировать. Никакого предупреждения от сетевого оператора о том, что указанный в письме адрес не существует, так и не поступило. И более того, не прошло и пяти минут, как на высланный кальтером запрос пришел ответ. Короткий, но зато вполне конкретный. «Мы не торгуем холохупами, наемник», говорилось в ответном послании сектантов. Интрудер хмыкнул. Монолит не посылал шутника куда подальше с его идиотскими предложениями, а явно намекал, что хорошо бы конкретизировать, о чем идет речь. Не горячо, но уже тепло. Ну а адресок, кажется, служит исключительно для ведения сетевых переговоров с наемниками. Что ж, пусть так и будет. Интересуюсь другим обручем, продолжил переписку кальтер, украшением, что носят на голове. На сей раз ответ пришел практически без задержки. «Примерно такое украшение, которое носили древние греки», полюбопытствовал неизвестный монолитовец. Горячо. Похоже, вот-вот начнет припекать. «Я бы сказал гречанки», поправил майор. «Не у всех гречанок волосы подходили для ношения обруча», заметили на том конце сетевого канала. «У некоторых из них были весьма уникальные прически». «Верно», согласился кальтер. «Эти прически только мутантам зоны и подошли бы. Чтобы снять обруч с головы такой женщины, мне пришлось бы надеть железные рукавицы. Или поступить проще, отсечь ей голову мечом, как сделал один умный грек». «И как же звали того храбреца», осведомился аноним. «Персей», ответил интрудер и уточнил. «Но он совершил это грязное дело не ради обруча, а вот я бы не отказался купить то, что было не нужно Персею». В переговорах, которые показались бы несведущему человеку чересчур экстравагантными, вновь возникла пауза. Она продлилась уже не пять минут, а вдвое дольше. Все это время кальтер просидел в ожидании, откинувшись на спинку койки и скрестив руки на груди. Теперь у него не было сомнений, что секте известно о существовании обруча медузы, что, впрочем, еще не гарантировало наличие, так сказать, товара на складе. Но хоть маломальски что-то прояснилось, и то хлеб. «Мы поняли, какой артефакт тебя интересует, наемник», говорилось в очередном послании Монолита, «и у нас действительно есть то, что ты ищешь. Но мы сомневаемся, имеются ли у тебя деньги, чтобы оплатить полную стоимость этого артефакта. Попробуй убедить нас в своей кредитоспособности, и тогда обещаем, твое предложение будет рассмотрено в самый короткий срок. В противном случае можешь сказать своему нанимателю, что дело не выгорело, мы не станем поставлять тебе товар без твердой гарантии его оплаты». Утверждение Кальтера о том, что цена для него не проблема, было лишь затравкой, обязанной разжечь продавце алчность и откликнуться на предложение. Майор отправлял запрос практически наугад и не надеясь, что получит на него ответ. Но все задалось на удивление гладко, товар на складе имелся и был выставлен на продажу. И теперь все зависело лишь от интрудера. Ему предстояло решить, выкупать Этерналий или выходить из переговоров несолоно хлебавши. Кальтер даже не спрашивал, сколько просит секта за обруч медузы, потому что был абсолютно уверен, таких денег у него при себе нет. Зато в кармане разгрузки у майора лежала вещица, которая в торговле с монолитом могла с успехом заменить не только деньги, но и выступить гарантией того, что мнительный продавец согласится навстречу. Единственное, что заставляло Кальтера колебаться с отправкой гарантийного письма, это вновь накатившая на интрудера неуверенность в том, а разумно ли он поступает. Майор Константин Куприянов стоял сейчас на распутье, как тот сказочный витязь, и не мог выбрать, какая потеря станет для него тягостней. Вытащив из пенала плату ЦМТ, которую интрудер демонтировал с ракетной установки прежде, чем она была захвачена сектантами, Кальтер положил стратегически важную и безмерно дорогую электронную деталь перед собой на стол и уставился на нее, словно она могла подсказать майору, как разрешить его сомнения. Первая уходящая с этого распутья дорога была правильной и слегка размягшей в моральном плане интрудер все еще не сошел с нее. Ему надо было лишь отринуть сомнения и продолжать двигаться по привычному пути, как и два десятка лет до этого. Вторая дорога вела в противоположную сторону и уже нигде не пересекалась с первой, поэтому ступив на нее, Кальтер никогда не сумеет вернуться назад. Однако, стоя на правильном пути, майор тем не менее упорно глядел не на него, а на альтернативный и знал, что даже если отправиться привычной дорогой, будет продолжать глядеть в том направлении, а так недолго споткнуться и сломать себе шею, не пройдя и нескольких шагов. Третья дорога на распутье майора отсутствовала и в этом плане ему было безусловно легче, нежели признопамятному витязю, но только на первый взгляд. Любой из выборов витязя не лишал его самого главного веры в самого себя. А кальтер в обоих случаях утрачивал эту веру, поскольку там и там потеря вырывала у него из души непоколебимый стержень, за счет коего майор стойко держался в седле все годы службы. Но даже имея представление, какая незавидная участь его ждет, кальтер все равно оставался хладнокровным прагматиком, поэтому и выбрал тот путь, который видел сейчас отчетливее всего. Летающему индейцу. Ты заказывал ветер, но он не дует. Возможно, ты купил неполный бурдюк. Предлагаю наполнить его доверху в обмен на обруч. Эол. Написав сообщение, кальтер нажал кнопку отправить и подумал, насколько же просто оказалось сойти с прежней дороги и напрочь перечеркнуть прошлую жизнь. Осталось лишь узнать, пришлось ли продавцам по душе предложение покупателя. Эолу. Передо мной четыре бурдюка. Какой из них мне следует наполнить? Индеец. Индейцу. Пятый. Не наполнив его, остальные четыре тебе не открыть. Эолу. Предложение принимается. Каковы будут дополнительные условия? Индейцу. Встреча один на один. Время и место сообщу дополнительно. Готовьте товар. Отбой. Майор закончил переписку и сложил плату ЦМТ обратно в пенал. После чего посмотрел на спящую верданде. Девочка согрелась и теперь посапывала под одеялом, лишь изредка вздрагивая, очевидно тревожимые дурными снами. Кальтер взглянул на часы. Если он хочет нанести удар по форпосту монолита этой ночью, самое время вколоть себя обезболивающе и выдвигаться в путь, пока окончательно не сгустили сумерки. бы не предвиделось, снаружи не слыхать ни шума, ни воя далеких сирен. Сектанты на базе только-только повылезали из нор и проводят перекличку, выявляя, кому не подфартило вовремя добраться до убежища. Вражеская бдительность в данный момент явно понижена, что здорово играет интрудеру на руку. Но вместо того, чтобы нацепить снаряжение и отправиться на восток, майор снова улегся на кровать и вскоре уже спал. Как всегда, но тем не менее спокойно и без сновидений. А через шесть часов, когда над зоной начал заниматься рассвет, Кальтер открыл глаза, поднялся и разбудил спутницу. В отличие от взбодрившегося длительным сном майора, девочка выглядела хмурой и не выспавшейся. Не проронив ни слова, она свесила ноги с кровати и, насупившись, стала наблюдать, как дядя Костя разрывает упаковку на очередном комплекте сухого пайка, собираясь устроить короткий завтрак. — Спасибо, не хочу, — буркнула Вера, когда Кальтер жестом пригласил ее к столу. — Не хочешь, как хочешь, — пожал плечами интрудер, приступая к еде, — твое право. Но учти, если по пути к таймботу ты упадешь в голодный обморок, я тебя на руках не понесу. — Мы что, правда туда идем? — напрягшись, недоверчиво переспросил о Верданде. — Или ты шутишь? — Может, я и впрямь злодей, но не до такой же степени, — ответил майор. — Значит, туда и идем. — И Этерналий тоже будем искать. Едва слышно, будто, боясь разрушить зыбкую надежду, поинтересовалась Вера. — Ночью мне в голову пришла одна неплохая идея, как нам раздобыть этот артефакт, — отведя взгляд, ответил Кальтер. — Не знаю, получится или нет, но попробовать не мешает. В таком опасном деле нельзя делать точные прогнозы. Миг и угрюмое лицо Верданди засияло так, что кажется в озаренную керосиновой лампой и лишенную окон комнату, откуда ни возьмись, заглянул солнечный лучик. Девочка без лишних уговоров подошла к столу, уселась на тумбочку, как на табуретку, и начала завтракать. — Спасибо, дядя Костя, — сказала она, намазывая джем на кусок хлеба. — Ты это извини, если я тебя вчера обидела. Кальтер молча махнул рукой, дескать, забудем. В настоящий момент голова у него была забита совсем другими мыслями, а те, которые тревожили его вечером, отошли на задний план. Жребий был брошен, и распутье, на котором не так давно стоял майор, теперь осталось позади. А под ногами у него снова лежала твердая дорога, и хоть конец ее был скрыт густым туманом, интрудер смотрел вперед с уверенностью. Потому что путь, который избрал себе вчера майор Константин Куприянов, даровал ему невиданную ранее свободу и надежду на будущее. Иных надежд у человека без прошлого сегодня не было. Глава 14 Путь до небесного паука отнял у Кальтера и Верденди весь день и часть ночи, хотя, если бы спутники поторопились, они могли добраться до таймбота раза в два быстрее. Но, как бы ни стремился майор доставить Веру в безопасное место, он сознательно чуть ли не поминутно одергивал себя от желания прибавить шаг. И даже когда к полудню на горизонте замаячила гигантская четвероногая конструкция, интрудер не изменил собственной тактике неторопливого, предельно осторожного передвижения. Кальтер отлично знал, как бывает коварно близость к заветной цели и помнил о собратьях интрудерах, которые сходили с дистанции на финишной прямой после выполнения задания на пути к точке эвакуации. Майор не намеревался повторять судьбу тех несчастных, кто утратил бдительность из-за ощущения мнимой безопасности вблизи от спасительного выхода. Поэтому Кальтер вел Верданди к небесному пауку, чуть ли не по шагу выверяя маршрут и осматривая в бинокль каждый встречный куст. Спутники чаще отсиживались в укрытиях, нежели непосредственно двигались, но зато избежали множества вероятных неприятностей и лишь однажды за все это время угодили в переделку. Осмотрев очередные подвернувшиеся на пути руины, майор обнаружил в них только похожий на иссохшую мумию труп сталкера, который, судя по всему, стал жертвой выпившего из него все соки кровососа. Верданди мертвецов не боялась, что доказала еще позавчера, охраняя бесчувственного дядю Костю рядом с трупами трех убитых им сектантов. Кальтер, разумеется, загодя предупредил Веру, что их ждет в очередном убежище, дабы соседство с мертвецом не стало для нее неприятным сюрпризом и, приказав ей следовать за собой, двинул в том направлении. Поначалу истлевший покрытый синюшными пятнами покойник и впрямь не напугал Верданди. Однако, когда при появлении людей он внезапно открыл глаза, зашевелился и, зарычав, начал подниматься с земли, тут уж девочка не сумела удержаться от крика. Но все же не запаниковала и не рванулась прочь, а сразу шмыгнула за спину вскинувшего винтовку майора. А простоволосившийся кальтер, это ж надо, купиться на примитивную уловку безмозглого зомби, всадил в ожившего и довольно шустрого мертвяка дюжину пуль и угомонил его лишь тогда, после этого обезглавленное тело продолжало елозить по полу, тщетно пытаясь доползти до спутников, пока те не покинули коварные руины. Однако, чем ближе подходили кальтер и верданди к таймботу, тем реже им стали попадаться на глаза мутанты и мелкие группы сектантов, замеченные сегодня несколько раз издалека. Кальтер не исключал, что неподалеку от небесного паука затаились наблюдатели из армейской разведки, рассекретить позицию, которых удалось бы лишь с помощью тепловизора, да и то без особой уверенности. Впрочем, вероятность столкнуться с военными сталкерами была невелика, примерно как выпадение нужного сектора в игре «Колесо Фортуны». Радиус поражения цитадели держался в пределах полутора километров, и вояки могли залечь напротив любого из секторов этой обширной окружности. Равно как и монолитовцы, но их дозорные вряд ли станут слишком маскироваться в этих краях. Ближе к вечеру искатели Этерналия вышли на подступы к охраняемой цитаделью территории, и Кальтер наконец-то взглянул на самые удивительные со времен штурма саркофага чудо-зоны во всей красе. Оно и впрямь соответствовало данному ему сталкерами прозвищу и напоминало циклопического длинноногого паука. Четыре одинаковых, согнутых под неравными углами, конструкции приходилось стоять на изрядно юлу тела. Размеры Таймбота в самой широкой его части раза в полтора превышали цирковую арену, а расстояние между верхним и нижними полюсами юлы достигало примерно двадцати метров. Опоясывающее ее по центру огромное панорамное окно занимало около четверти всей поверхности корпуса паука. Остальная его площадь была увешана оборудованием, количество и разнообразие которого не уступало оснащению современного глубоководного батискафа. Но сколько Кальтер не разглядывал в бинокль небесного паука, майор так и не вычислил, что из оборудования является научно-исследовательской аппаратурой, а что теми самыми пушками, что отпугивали от рыжего леса сталкеров, ученых и военных. Или бортовые орудия Таймбота скрывались у него в корпусных отсеках и появлялись лишь при сигнале тревоги, или их вид был настолько футуристическим, что уже и близко не напоминал оружие начала двадцать первого удерживали его достаточно внушительные тела на высоте около сотни метров от земли. Кальтер подумал, что если бы не цитадель, статичная конструкция была бы очень уязвима. Концентрированный артиллерийский огонь по любой из паучьих конечностей и громадина завалится на бок, после чего превратится в колоссальную груду высокотехнологичного хлама, ничем не отличающегося от тех гор мусора, какие в изобилии попадались на свалки. Но, с другой стороны, что интрудер вообще знал о материале, из которого был сделан таймбот. Вполне вероятно, что этот матово-серебристый металл мог выдержать прямое попадание ядерной ракеты. Как-никак, а грядущая 170 лет мировая металлургия определенно не топталась на месте. Кальтер затруднялся и приблизительно оценить вес небесного паука. В нынешнюю эпоху подобная конструкция даже из самого легкого металла тянула бы не на одну тысячу тонн. В будущем же она могла весить на несколько порядков легче. К западней таймботам возвышался тот самый холм, на котором находилась мрачно знаменитая на всю зону радарная станция. Стратегический объект, который чаяли заполучить назад монолитовцы, чтобы восстановить выжигатель мозга и вернуть прежний выгодной секте порядок вещей. Одна из паучьих ног вонзилась в склон холма, а верхушки антенн-излучателя маячили почти вровень с корпусом таймбота. Орудия цитадели превосходно простреливали эту высоту, как и внушительную часть рыжего леса. Определить границу опасной зоны можно было уже издалека. Особенно четко полоса смерти просматривалась на лесной поляне, видимой кальтеру с его наблюдательной позицией. Десятки сожженных до костей людей и мутантов устилали центральную часть поляны, в то время как ее северные и южные края были в этом плане практически чисты. Столь неравномерное распределение нетронутых падальщиками мертвых тел объяснялось просто. Пушки небесного паука не достигали отдаленного края этого открытого пространства и не позволяли своим жертвам добраться до противоположной опушки леса. Самонаводящиеся орудия цитадели в считанные секунды захватывали цели и уничтожали их, не пропуская нарушителей вглубь охраняемой территории и на 20 шагов. Чем именно стреляли пушки таймбота выяснилось, когда наблюдая за ними Кальтер заметил свору слепых псов, выбежавшую из леса на поляну и резво двинувшуюся по ней в сторону холма. Сверни мутанты чуть левее и они промчались бы вдоль груды обугленных трупов, отчетливой границы между опасной и безопасной территорией. Однако безглазые псы постепенно приближались к контролируемому цитаделью району, пока наконец не активировали ее чуткую сигнализацию. Завидев это, Кальтер сразу уже переключил внимание на охотника, чей искусственный интеллект, со слов Верданди, считался весьма продвинутым даже для ее времени. Было трудно уследить за молниеносными действиями цитадели, оперативно среагировавшей на вторжение нарушителей. Но от взора интрудера не ускользнуло, как на увешанной оборудованием верхней половине корпуса небесного паука открылся небольшой люк и оттуда выснулась не то направленная высокочастотная антенна, не то еще какой излучатель. Смертоносное устройство показалось всего на секунду, а затем столь же быстро исчезло обратно в бойнице. Но за это мгновение восемь слепых псов обратились в дымящие угли, не успев даже взвизгнуть. Не вспыхнули, не заметались объятые пламенем, а рухнули прямо на бегу изжаренные до костей убийственным импульсом неизвестной энергии. Майор засомневался. Верданди была убеждена, что сумеет провести его к Таймботу. Вот только можно ли полагаться в таком вопросе на заверение подростка? Скажу Цитадели, что ты мой друг и она тебя пропустит. Не слишком ли самоуверенная девчонка насчет охранной системы Небесного Паука, уничтожающего всех без разбора? Сталкеров, мутантов, бандитов, миротворцев? Что ж, если Вера все-таки ошибается, придется ей горемычной поплакать над обугленным телом дяди Кости и добираться до Таймбота в одиночку? Примеченная кальтером поляна превосходно подходила для задуманной им операции ЭОЛ. Интрудер полагал, что писать о ней отчет ему уже наверняка не придется, но все равно по привычке обозначил для себя кодовым именем стратегический план добычи Этерналии. И потому, желая досконально изучить место грядущих переговоров с летающим индейцем, майор решил войти на запретную территорию именно в том секторе. Спутники достигли нужной кальтеру поляны вечером за часто наступление сумерек. При виде груды обгорелых останков Вера нахмурилась, сморщилась и зажала пальцами носик. Импульсная пушка цитадели прожаривала жертвы до такого состояния, что они не разлагались, даже пролежав под открытым небом месяц. Но запах жареной плоти витал над полем нескончаемой бойни довольно ощутимо, тем более, что не так давно здесь состоялась очередная массовая экзекуция. Едва кальтеры Верданди ступили на поляну, как в нагрудном кармане комбинезона девочки раздался негромкий, но настойчивый сигнал, похожий на пеликанье мобильного телефона. Осматривающий в этот момент близлежащие заросли майор опустил бинокль и недовольно обернулся на спутницу, которая не удосужилась поставить его в известность об имеющемся у нее источнике потенциально опасного шума. Верданди проигнорировала сердитый взгляд дяди Кости и достала из кармана маленькое, похожее на авторучку устройство. Очутившись в руке у ребенка, оно моментально выпустило из себя тонкую раскладную рамку, внутри которой тут же засветилось плоское проекционное изображение. Вместе с экраном прибор Веры стал напоминать по форме квадратное ручное зеркальце. Майор мог лишь предполагать, для чего оно на самом деле предназначено, но вряд ли запиликавшее устройство известило девочку о том, что ей пришла весточка по каналу мобильной связи. Да и Верданди не обрадовалась и не удивилась тому, что прибор заработал, а с деловым видом извлекла его, будто давно ожидала этот сигнал. Что это такое? Не вытерпел Кальтер, глядя, как спутница производит на интерактивном экране устройства какие-то манипуляции, касаясь пальчиком тех или иных участков проекционного «Ключ от цитадели», наконец пояснила Верданди, не отрываясь от своего занятия. «Она нас заметила и сообщила об этом, а я пытаюсь вспомнить, как папа учил меня пользоваться ключом. Это недолго, дядя Костя, я уже почти закончила. Еще секундочку. Вот и все». «Здравствуй, Верданди», вдруг заговорил ключ, с экрана которого сразу исчезли все значки и символы, а вместо них появилось лицо сурового седобородого человека в остроконечном стальном шлеме, таком, какие венчали головы древнерусских богатырей на картинах Васнецова. «Рад тебя снова видеть. А где же твои родители?» «Здравствуй, Святогор», ответила Вера. «Я тебе потом расскажу, что случилось, ладно? Впусти нас в таймбот, пожалуйста». «Мне незнаком человек, который пришел с тобой», заметила цитадель. «Кто он?» «Это мой друг, дядя Костя», представила Вера спутника, повернув к нему экран ключа. Бородач в старинном шлеме пристально уставился на Кальтера, и тот отметил, что без помощи Верданди никогда не определил бы, кто с ним разговаривает, виртуальный или живой человек. «Здравствуй, дядя Костя», невозмутимым тоном пробосил Святогор. «Майор за грифком чуял, что орудия таймбота уже зафиксировали его в качестве цели, а цитадель только и ждет, чтобы обратить незнакомца в дымящиеся угли». «Здравствуй, Святогор». По примеру спутницы поприветствовал Кальтер нынешнего властелина Рыжего леса. «Верданди назвала тебя своим другом». «Это действительно так?» поинтересовался Седобородый Витязь. «Да», коротко подтвердил интрудер, полагая, что отвечает не на праздный вопрос, а проходит обязательную проверку на детекторе лжи. Кальтер понятия не имел, насколько совершенными стали эти устройства в будущем и способен ли мизантроп обмануть их, как ему удавалось проделывать это с их нынешними аналогами. Поэтому он говорил лишь то, что думал. А насколько искренними сочтет его слова искусственный интеллект Светогора, это уже его дело. Вполне может статься, что он не услышит в ответах дяди Кости должную искренность, и тогда первый же шаг Кальтера по запретной территории станет одновременно последним шагом в его жизни. «Хорошо», изрек Светогор и продолжил дознание. «А ты, дядя Костя, можешь назвать Верданди своим другом?» Кальтер перевел взгляд с экрана на маленькую спутницу, прикусившую губку в ожидании, когда цитадель закончит проверку интрудера на благонадежность. Большие грустные глаза Веры смотрели на него с нескрываемым волнением. Она явно переживала, опасаясь, что майор может ляпнуть что-нибудь не то. «Да, могу», ответил Кальтер. Он не стал разочаровывать девочку, тут же наградившую его благодарной и отчасти победоносной улыбкой. «Хорошо», повторил Святогор после короткой паузы, в ходе которой, очевидно, и решилась участь спутника Веры. «Ты можешь сопровождать Верданди, дядя Костя, но помните, что сначала вы оба в обязательном порядке пройдете комплекс санитарных процедур в карантинном шлюзе». Лицо на экране исчезло, уступив место прежним непонятным Кальтеру интерактивным символам. Девочка выключила прибор и, сунув его назад в карман, с многозначительной улыбкой резюмировала. «Ну вот и порядок, дядя Костя. Как видишь, ничего сложного. Ты ответил совершенно правильно на все вопросы». «А ты точно уверена, что Цитадель не станет в меня стрелять?» усомнился интрудер, которого чрезмерная простота проверки отнюдь не успокоила, а наоборот, вогнала в подозрение. «Конечно», кивнула Вера. «Ведь ты же не обманул Святогора, да?» Вместо ответа кальтер жестом приказал девочке оставаться на месте и осторожной походкой направился к скоплению обугленных тел. Только таким способом можно было выяснить, говорил Святогор правду или лгал, заманивая дядю Костю в сектор обстрела. Майор дошел до центра поляны, затем неторопливо пересек судьбоносный рубеж, удостоверился, что не покрывается жареной корочкой и лишь потом поманил к себе верданде. Похоже, Интрудеров прям верил в то, что сказал Святогору. Вот только был ли дядя Костя действительно искренен или просто крепко внушил себе это убеждение, пытаясь обмануть детекторы лжи? Пойди теперь проведай. При желании мизантроп мог заставить себя поверить даже в Деда Мороза и с жаром отстаивать это перед любым оппонентом, который надумал бы разубедить кальтера в его мнении. Вполне вероятно, что искусственный интеллект будущего тоже оказался неподготовлен к столь изощренному притворству. Но как бы то ни было, теперь кальтер и верданди шли по территории, где кроме аномалий иных опасностей можно было не опасаться. Грязно-рыжие кроны мутировавших сосен скрывали скитальцев от глаз расположившихся окрест таймбота наблюдателей, хотя майор и не уповал на то, что ему и девочке удалось остаться незамеченными. Возможно, на подходе их и не засекли, но нацеленные на небесного паука армейские приборы слежения наверняка держали под неусыпным контролем весь оккупированный таймботом район. Да и плевать, прежде чем поднять тревогу, военным в любом случае потребуется время, дабы выяснить, что именно они видят, живых людей или очередных призраков, коих в зоне могла зафиксировать любая электронно-разведывательная аппаратура. Кальтер рассчитывал, что если удача ему улыбнется, Вера отправится домой до того, как здесь начнется серьезная заваруха. А в том, что она непременно скоро разразится, интрудер был полностью уверен. Верданде сказала, что им с дядей Костей надо идти до тех пор, пока они не окажутся под маячившим в вышине корпусом таймбота, после чего девочка попросит Светогора прислать гравилифт. Кальтер распорядился, чтобы она заранее узнала, как долго продлиться обещанный им санитарный карантин, на что Цитадель дала расплывчатый ответ, как только окончательно выяснится, что на борт небесного паука не будет занесена из зоны никакая зараза. Майора такое положение дел не устроило, ибо принудительная диспансеризация могла растянуться и на час, и на неделю. Это грозило сорвать планы интрудера, не собирающегося испытывать терпение монолита слишком долгой отсрочкой сделки. К тому же не следовало исключать и такой фактор, как вероломство зоны, способное вмешаться в ход любых событий и свести на нет даже безупречный стратегический замысел. Сумеешь отключить санитарный контроль, поинтересовался кальтеру Веры. В случае удачной сделки с монолитом попадание в карантин майору и подавно не требовалось. Он рассчитывал, что перед тайм-вояжем родители напичкали Верданди всеми необходимыми прививками, и потому для нее медицинское обследование не затянется надолго. Наверняка к тому времени, как интрудер разыщет Этерналий, девочка уже покинет карантинный бокс и будет допущена к пульту управления тайм-ботом. Попробую, ответила Вера. Папа показывал мне, как работает операционная система тайм-бота. Она не очень сложная. Думаю, я разберусь. Займешься этим сразу же, как только выйдешь из карантина, наказал кальтер. Когда я вернусь с обручем медузы, Светогор должен пропустить меня внутрь без единой задержки. Задача ясна? Ну, я думал, и мы пойдем за Этерналием вместе, обиженно нахмурилась Верданди. Я достаточно поднаторел в искусстве общения с ребенком и вместо того, чтобы просто приказать ей делать то, что говорят, остановился, повернулся к спутнице, сел перед ней на корточке и ответил. Ты очень храбрая девочка и при иных обстоятельствах я обязательно взял бы тебя в помощники. Но когда я разрешу Этернали, сюда сбежится много плохих сталкеров и у них будет оружие для разрушения цитадели. У нас в запасе останется очень мало времени, поэтому ты обязана позаботиться о том, чтобы к моему возвращению все нужное оборудование было готово к работе. На самом деле твоя задача еще важнее, чем моя, ведь если ты с ней не справишься, получится, что я рисковал напрасно. Но я верю, тебе все удастся, а ты должна верить в меня. Так что давай возьмем и просто сделаем нашу работу. Ты свою, а я свою. Договорились? Ты говоришь прямо как папа, когда мы вылетали на гравикоптере, угрюма заметила Верданди. Он тоже сказал, что верит в меня и что у нас все получится. А потом в нас попали ракеты, и мы разбились. Что поделать? Такие здесь несправедливые законы, развел руками майор. В зоне ничего нельзя добиться без борьбы. Если тебе хочется починить таймбот, значит, надо снова рискнуть и побороться за свою цель. Поэтому возьми себя в руки и попробуй до тех пор, пока мы не запустим темпоральный генератор, пожить по моим принципам. Выживает сильнейший? Совершенно верно. И если ты решишь сдаться без борьбы, значит, дядя Костя тебе уже ничем не поможет. Я не сдамся, заверила кальтера девочка. Когда ты вернешься, все будет готово, обещаю. Только ты возвращайся, ладно? Даже если не найдешь Этерналий, все равно возвращайся. Непременно, заверил ее в свою очередь интрудер. Разве друзья бросают друг друга в беде? Если путешествие кальтера и верданди по запретному для прочих обитателей зоны району еще могло остаться незамеченным, то вызванный девочкой гравилифт наверняка привлек к себе чье-нибудь внимание. Достигнув намеченной точки, Вера снова взялась за пульт управления цитаделью и при помощи интерактивной панели отправила Светогору соответствующую команду. Не прошло и пяти секунд, как из паучьего брюха в землю ударили два ярких, похожих на лазерные луча, каждой толщиной с человеческую руку. Затем от корпуса таймбота отделилась и направилась вниз странная конструкция, напомнившая майору большой двухлопастный винт. В каждой из лопастей наличествовало отверстие, сквозь которое проходил один из вышеупомянутых лучей, а в центре винта, там, где у него должна была располагаться ступица, имелась непрозрачная цилиндрическая кабина, размером с обычный грузовой лифт. Гравилифт использовал энергию неизвестных кальтеру лучей, пропущенных через направляющие панели. В остальном же принцип работы этих устройств был одинаков. Пока гравилифт опускался, девочка прослушала доклад Светогора о том, что с момента отбытия семьи Веры на поиски Этерналья в таймботе все осталось по-прежнему. Майор на всякий случай проконсультировался, удастся ли ему покинуть, а затем беспрепятственно вернуться на контролируемую цитаделью располагать его защитой в любое время дня и ночи. После этого обнадеженный кальтер совершил очередную несусветную ересь. Помимо уже ненужных ему продуктов и вещей вручил маленькой повелительнице небесного паука свою винтовку. Доверяю тебе присмотреть за ней, сделал интрудер поручение удивленных лопающей глазами Вере. Потом все же объяснил ей причину своего пристранного поступка. Так и так обе руки у меня будут постоянно заняты, поэтому винтовка мне не пригодится. К тому же я не собираюсь отходить далеко от таймбота, а значит, в случае чего за мной присмотрит Светогор. Я обязательно прикажу ему, чтобы он с тебя глаз не спускал, пообещала Верданди. Спасибо, поблагодарил ее кальтер, закидывая в открывшуюся кабину гравилифта оставленный балластный груз. Потом отряхнул руки и подытожил. Что ж, если у тебя нет ко мне вопросов, тогда давай прощаться. Вера, которая уже пристроила на спине доверенную ей ВМК, подошла к интрудеру и совершенно неожиданно для него обняла его за талию и прижалась щекой к груди майора. Оторопевший кальтер так и замер с поднятыми, как при капитуляции руками, словно боясь, что прикоснувшись к Верданде он совершит нечто предосудительное. Потом все же преодолел неловкость и легонько, подружески, похлопал девочку по плечу. Ну все, все, пробубнил майор, хватит, а то перед Светогором неудобно. «Когда ты вернешься?» спросила Вера, отстраняясь от кальтера. «Если все срастется, как задумано, значит, где-то после обеда», ответил он, «в крайнем случае вечером». «Но лифт держи на готове, всегда может возникнуть какая-нибудь нестыковка, и мне придется срочно ретироваться в убежище». Вера кивнула и, помахав кальтеру на прощание, шагнула в граве лифт, который уже без ее участия закрыл двери и повез пассажирку наверх. Кальтер помахал Верданди в ответ, дождался, когда лифт доберется до таймбота, а потом уселся под деревом и достал ПДА. «Эол, индейцу». Готов выполнить обещанное завтра в полдень. Место встречи обозначено на прилагающейся карте. Условия прежние, один на один. Замечу на небе хотя бы облачко, сделка будет расторгнута. «Индеец, Эолу». Информация принята к сведению. Товар подготовлен. Жди меня завтра на месте встречи в указанное время. Отбой. Глава пятнадцатая. В шестом часу утра над рыжим лесом зарядил дождь. Мелкий и противный. За пределами зоны такие дожди обычно превращаются в затяжные. И бывает, моросят по нескольку суток к ряду. Но здесь угадывать непогоду по народным приметам было бы столь же бесперспективно, как и прогнозировать аномальные выбросы. Иногда эти приметы и впрямь сбывались. Но с тем же успехом они могли обернуться самым непредсказуемым образом, и затянувший небосклон беспросветные тучи развеивались буквально в считанные секунды, словно дым от костра. Сегодня, как назло, зона решила уважить внешние порядки и пролила на голову кальтера классический затяжной дождь. Проклятие хлеборубов и кровельщиков. Вот только майора это почитание традиций не слишком радовало. Туманная изморозь искушала врага подобраться незамеченным достаточно близко к облюбованной интрудерам поляне, напасть на Эола и насильно завладеть содержимым его карманов. Кальтер был готов к подобному повороту событий, однако монолитовцы могли предугадать возможные ходы майора и лишить его всех гарантий. Примерно так, как сектанты сделали это в агропроме, не позволив интрудеру взорвать заминированные ПРК посредством радиодетонатора. Нынче кальтер был застрахован от такой неприятности, но кто скажет, что секта не побьет его козырь еще более сильной картой? В этой игре почти вся козырная масть находилась на руках противника, но кое-что все же имелось и у интрудера, только это и вселяло в него жизненно необходимую ему сейчас уверенность. Единственный плюс, разразившийся на расцвете непогоды, состоял в том, что, оросив землю, дождь уничтожил смрад горелой плоти, источаемой валявшимися в центре поляны жертвами небесного паука. Майор сидел на траве спиной к таймботу в десяти шагах от скопления обугленных трупов и практически не чуял исходящую от них вонь. А может, просто привык к ней, как привыкал к любым неудобствам, в каких частенько доводилось сработать посланному в командировку мизантропу. Вонь, дождь, грязь, вероломные враги. Все это и впрямь казалось Кальтеру настолько привычным, что едва не заставляло его зевать от скуки. А вот надеющаяся на помощь интрудера девочка из будущего, к которой он вопреки всем своим служебным и жизненным принципам успел привязаться, это действительно нечто совершенно уникальное. Сидя на траве в ожидании поставщика Этерналия, Кальтер столько всего успел передумать, что у него опять разболелась ушибленная на медне голова. Это было плохим подспорьем в грядущей операции, и потому майор постарался абстрагироваться от навязчивых мыслей и вновь сосредоточиться на деталях предстоящей операции. Левая рука Кальтера покоилась на перевязи, но не потому, что он успел повредить ее во время ночных хождений по рыжему лесу. С нею все было в норме, а перевязь он надел лишь для того, чтобы конечность не затекла от усталости, ведь к запястью как-никак была привязана тяжелая шестерня, найденная майором на опушке леса возле старой сейлки. Чтобы понять, зачем Кальтер это сделал, следовало присмотреться к указательному пальцу его утяжеленной руки, на коем было надето кольцо с привязанным к нему обрезком тонкой стальной проволоки. Второй конец обрезка цеплялся за другое кольцо, вставленное в детонатор Крокотау, кумулятивные ведомственные мины, предназначенные для выжигания замков в бронированных дверях. А она, в свою очередь, крепилась поверх рассованных по нагрудным карманам жилета брускам С-4, выданных интрудеру генералом Ворониным взамен утраченных майором мин, дезактивированных сектантами в агропроме. Чтобы привести в действие собранное майором взрывное устройство, Кальтеру было достаточно всего лишь распрямить руку и выдернуть таким образом предохранительное кольцо Крокотау. Детонатор мины обладал регулируемой задержкой, которая в данный момент была выставлена на ноль. Если левая рука майора разогнется, или же отягощенная шестерней безвольно упадет вследствие его внезапной гибели, мина мгновенно сработает и вызовет детонацию трехкилограммового заряда пластиковой взрывчатки. После чего поляна и прилегающие к ней участки леса исчезнут, превратившись на уродливом лице зоны в еще одну большую оспину. И пока интрудер был в состоянии удерживать руку с грузом согнутой, представитель монолита мог быть спокоен, что он получит обещанный товар согласно договору. В случае же непредвиденных эксцессов Кальтер разрывал сделку, а вместе с ней, на сей раз уже в буквальном смысле, себя, вражеского переговорщика и драгоценную электронную плату. Еще вчера вечером по пути к таймботу майор установил на подходах к поляне парочку миниатюрных индикаторов движения, фиксирующих не излучение вражеских ПДА, а все движущиеся объекты размером с псевдособаку и крупнее. Поступающие от датчиков сигналы отражались на ПДА интрудера. Несколько раз за утро они предупреждали о том, что в их зону действия попали достойные внимания цели. Но по быстрому и хаотичному перемещению меток на экране радара Кальтер понимал, что неподалеку рыщут не люди, а мутанты. Сталкеры появились в пределах видимости датчиков за час до намеченного срока. Восемь человек, идущих с востока обычным для путешествия по зоне порядком, друг за другом. Майор и не надеялся, что делегат монолита явится в одиночку. Кальтер даже намеревался закрыть глаза на то, что в ближайшем лесу займут позиции вражеские снайперы. Глянув в прицелы на увешанного взрывчаткой интрудера, они быстро поймут, что случится, если кто-нибудь из них нажмет на спусковой крючок. Такое отступление от протокола встречи будет простительно, но лишь при условии, что сам обмен пройдет один на один. Впрочем, мизантроп имел основание полагать, что до откровенной провокации секта все-таки не опустится. Слишком дорогой и хрупкий товар был выставлен кальтером на продажу. Майор перестал сомневаться, что видит на экране ПДА сектантов, а не какую-либо другую, забредшую сюда группу сталкеров, когда семь из восьми радарных меток остановились, а одна продолжила движение через перелесок, разделявший интрудера и прибывших за товаром гостей. Кальтер поднялся с камня, а потом снял и выбросил тряпичную перевесть с руки, которая тут же приняла на себя вес тяжелой шестерни и напряглась. Не желая зазря растрачивать силы, интрудер придержал взрывоопасную конечность другой рукой и вышел на середину поляны, дабы гость заметил его издалека. Одетый в традиционный для секты комбинезон асфальтового цвета, делегат волочил в руке металлический кейс. Не особо вместительный, но, согласно информации Верданди, Этерналий мог без труда поместиться в таком малогабаритном контейнере. Лицо Монолитовца, как и лицо Майора, было скрыто подзащитной полумаской, но Кальтер не собирался настаивать на встрече с открытыми забралами. Прибудь на сделку хоть сам Гурон, интрудера это обстоятельство совершенно не беспокоило. Сейчас он помогал Верданди, а не Долгу, и интересы долговцев Майора больше не волновали. Монолитовец вышел на опушку, остановился и приветственно поднял ладонь. Кальтер ответил ему тем же и махнул рукой, приглашая вражеского посланника проследовать к нему. Потом глянул на ПДА и убедился, что семеро приятелей сектанта продолжают оставаться по ту сторону перелеска, что, однако, не прибавило Майору ни капли уверенности. Репутация Монолита была настолько вероломной, что даже и когда сектанты и соблюдали дипломатический этикет, это выглядело еще подозрительней, чем перейдя нисходу к неоговоренным протоколам действием. Сектант с кейсом приблизился и встал напротив кальтера. Их разделяло всего несколько шагов, поэтому надетые на лица переговорщиков маски не мешали им общаться. «Эол», осведомился Монолитовец, опуская нож у на траву. Интрудер подтвердил и поинтересовался в ответ «Индеец?» «Нет», помотал головой вражеский делегат. «Если хочешь, можешь называть меня радистом. Индеец не разбирается в радиоэлектронике, а нам, сам понимаешь, хотелось бы проверить товар, прежде чем ударить с тобой по рукам». «Товар в порядке», заверил его кальтер, но против проверки естественно не возражал, ибо выдвинутые сектой условия было справедливым. «Но сначала дай мне взглянуть на обруч». Радист развел руками, мол, не вижу, в чем проблема, и присел возле чемоданчика, дабы открыть его и удовлетворить любопытство Эола. «А ты, я смотрю, неплохо подготовился к встрече», с усмешкой заметил монолитовец, копаясь с замками кейса. Взрывчаткой обвязался, что не только меня, а полприпяти при необходимости разнести можно. «Кто ты вообще такой? И откуда взялся, бродяга? То чужой хабар потрошишь, то в паре с гнилыми сводниками подставы устраиваешь, то вдруг решаешь сбагрить нам наши запчасти в обмен на наши же артефакты. Не по правилам играешь, сталкер. Такие, как ты, долго в зоне не живут? Чего ты добиваешься, хотелось бы знать? «Хватит трепаться», огрызнулся кальтер. «Лучше достань и покажи мне обруч». Радист открыл крышку, набитого противоударным наполнителем кейса, и извлек из его у трубы кольцо, похожее на маленький автомобильный руль. Артефакт испускал синий матовый свет, но неравномерный, а такой, словно его источник был точечным и постоянно перемещался внутри кольца, то в одну, то в другую сторону. Доставленный радистом «Обруч Медузы», один в один попадал под описание данной майору Веры, так что вероятность подлога была незначительной. Говоря на чистоту, в этой сделке монолит рисковал больше ЭООЛа, потому что даже рабочая электронная плата еще не гарантировала, что она является компонентом Пургиде. Проверить их совместимость можно было лишь практическим путем и никаким больше. Майор решил, что пора проявить ответную вежливость и продемонстрировать радисту плату ЦМТ. Но едва кальтер потянулся к торчащему из кармана разгрузки пеналу, как в этот миг стряслось нечто непредвиденное. Все вроде бы шло замечательно. Стороны не выдвигали друг другу никаких ультиматумов, не бронились и не размахивали оружием, и вдруг на тебе все оборачивается самым невыгодным для кальтера образом и летит в тар-тарары. Не делая резких движений, радист опустил крышку чемоданчика, а потом положил на нее обруч медузы. Больше ничего. Однако именно это, казалось бы, безобидное действие сектанта и стало той хитрой уловкой, на которую по незнанию попался интрудер. Едва артефакт коснулся металлической поверхности кейса, как струящийся из Этерналия свет сверкнул подобно мощной фото вспышки. Ослепший ненадолго майор живо сообразил, что произошедшее отнюдь не случайность и вслед за шоковой вспышкой явно последует вражеская атака. Взрывать себя в первые же мгновения инцидента Кальтер естественно не стал, всегда успеется. Наоборот, постарался придержать взрывоопасную руку, чтобы ненароком не махнуть ею и не активировать крокотау. Все же нельзя полностью отметать и возможность досадного недоразумения. Мало ли какие сюрпризы таит в себе обруч медузы, рассветится, стало быть, вполне может периодически и сверкать. Впрочем, майору так и не удалось осуществить ни свое первоочередное желание, ни последующее. Рука, тянувшаяся до этого к карману разгрузки, не сдвинулась ни на миллиметр, равно как и остальное тело, оказавшееся полностью парализованным. Кальтер не сумел пошевелить даже глазными яблоками, продолжая стоять в абсолютно неподвижной позе, словно чересчур старательный натурщик. Единственное, чем еще мог шевелить майор, это мозгами, но проку от их усиленной работы не было никакого. Он осознавал, что охваченный параличом непременно должен упасть на землю, но, тем не менее, этого не происходило. Зрение в застывших глазах понемногу восстанавливалось, а вместе с ним прояснялась и ситуация. И хоть до окончательного прояснения ей было еще далеко, многое стало понятно практически сразу же. Кальтер и Радист словно очутились в большом полусферическом пузыре, чей прозрачный синеватый купол возвышался вверх метра на три. В самом центре, очерченный пузырем окружности, находился обруч медузы, за который все еще держался склонившийся над ним сектант. Тотальный паралич охватил не только интрудера, но и его, а также заставил замерять без движения траву и, что самое удивительное, дыхание обоих участников переговоров. Последние облачка морозного пара вылетели из респираторных полумасок майора и монолитовца и на том окончательно иссякли. Однако дождь и ветер продолжали проникать под купол как ни в чем не бывало. Происшествие навело обращенного в живой истукан майора на весьма неприятные выводы, которые вскоре полностью подтвердились. Выяснилось, что локальный аномальный паралич поразил лишь живые объекты и, что было гораздо хуже, распространяется лишь на те из них, что оказались под синим куполом в момент его образования. Изначально добротная задумка кальтера с шантажом сектантов взрывчаткой в мгновении ока обесценилась до дешевой ужимки, неспособной напугать даже самого недалекого и трусливого сталкера. А жизнь самого интрудера перестала стоить и ломаного гроша. Не прошло и десяти минут, как на поляне появились остальные в ту сторону перелеска. Недвижимый как памятник, кальтер обреченно наблюдал за шагающими к ним с радистом его приятелями. Значит, вот чем объяснялась их покладистость. Монолитовцы смекнули, что Эолу известно далеко не о всех свойствах обруча и изловили покупателя артефакта на эту уловку, примитивную для них, но неведомую майору. Радисту нужно было лишь улучить момент, чтобы обезвредить стоящую перед сектантом живую бомбу, что ему с успехом и удалось. Сталкеры Монолита неспешно окружили рукотворную аномалию, а один из них без опаски шагнул под прозрачную синюю полусферу, после чего отстегнул с лица полумаску и встал напротив уставившегося в одну точку интрудера, так, чтобы его глаза смотрели точно на сектанта. А он оказался довольно рисковым типом. Другой бы на его месте сначала перекусил проволоку на предохранительном кольце мины, стянул с майора напичканной взрывчаткой жилет и лишь потом начал изгаляться над угодившим в просах беспомощным эолом. Но Монолитовец, похоже, был хорошо знаком со свойствами Этерналия, раз всецело доверял его парализующему эффекту. Окажись на месте этого храбреца Кальтер, вряд ли у него хватило бы выдержки расхаживать, как ни в чем не бывало возле заряженной бомбы и готового взорвать ее подрывника даром что парализованного. Знаешь, кто я такой? поинтересовался сектант, хладнокровно касаясь пальцем привязанной к руке майора проволоки, словно проверяя натяжение струны на арфе или контрабасе. И, разумеется, не получив ответа, продолжил. Я Гурон, тот, кого ты называешь индейцем. А ты, стало быть, Эол, сталкер, который по неизвестной мне причине решил объявить нам войну. Что ж, надо признать, воевать ты умеешь. Но сегодня твоя война закончилась и вовсе не твоей победой. Кальтеру было сложно сосредоточиться на лице заговорившего с ним сектанта. Но вроде бы по описанию долговцев и имеющимся у них нечетким фотографиям Гурона перед майором действительно стоял он. Неизвестно, кто и когда приклеил к нему это прозвище, но он и впрямь был похож на индейца. В лице Гурона причудливо смешались кавказские и восточные черты. Смуглость и ярко выраженный орлиный профиль соседствовали с типично азиатским разрезом глаз и прямыми черными волосами, тем самым скальпом, за которым уже не первый год вел охоту генерал Воронин. Рослый, крепко сложенный командир монолитовцев был почти на голову выше Кальтера. Это позволяло ему в прямом смысле взирать свысока на побежденного Эола. Интрудер не сомневался, что с минуты на минуту ему просто-напросто приставят к башке ствол и вышибут мозги. Ну а перед этим ради потехи прострелят коленные суставы или поглумятся еще как-нибудь, но так или иначе с этой поляны майору уже не уйти. «Я бы мог пристрелить тебя прямо сейчас», продолжал индеец, будто прочитав мрачные мысли Эола. «Но, к сожалению, твоя последняя выходка поставила меня в весьма щекотливое положение. Мы можем выйти из него двумя хрестоматийными путями. Первый, ты правдиво отвечаешь на все наши вопросы и в награду получаешь быструю и легкую смерть. Или второй, ты упрямишься, мы тебя пытаем, ты все равно отвечаешь на наши вопросы, но умираешь уже не так быстро и легко. Как видишь, третьего пути нет, а выбор из двух имеющихся очевиден, как и твой скорый конец. В общем, пока мы разбираемся с твоими опасными игрушками, у тебя есть время подумать и принять трезвое решение. Разоружить его. Последний приказ Гурона предназначался подручным, которые тут же налетели на кальтера, разрядили бомбу, разрезали на части и сорвали с него жилет, защитную полумаску, обыскали с ног до головы и даже оказали услугу, отвязав майору от запястья тяжелую шестерню. И только по окончании этой суеты интрудер был оставлен в покое, а обруч медузы вытащен из рук недвижимого радиста и брошен на траву. Как только это случилось и синий пузырь исчез, обезоруженный кальтер вновь ощутил себя полноценным человеком, свободным от аномальных пут. Правда, наслаждаться свободой, в отличие от радиста, ему пришлось недолго. Не успел майор осознать, что он вновь обрел контроль над телом, как в лицо ему прилетел тяжелый кулак Гурона. Эол растянулся на земле, а когда пришел в себя, то был уже связан по рукам и ногам. Стреножившие его сектанты взялись тут же охаживать пленника ботинками по ребрам, закончив короткую вступительную экзекуцию лишь по приказу командира. Впрочем, Кальтер все это время тоже провел с толком. Отринув бессмысленные сокрушения насчет предрешенной кончины, он использовал отпущенный ему срок, думая, как разумнее всего выбросить единственный оставшийся у него козырь. И даже когда на интрудера сыпался град пинков, он, крепко стиснув зубы, хвала введенной полчаса назад ударной дозе обезболивающего, старался сосредоточиться на поиске спасительной стратегии. В отличие от врагов майор верил, что его дела еще отнюдь не безнадежны. Надо было лишь не дать сектантам усомниться в правдивости своих ответов. Но для этого требовалось сначала ненавязчиво выяснить, что вообще известно монолиту о сером сталкере. Достаточно, прервал гурон разошедшихся бойцов, и те, отвесив Кальтеру по последнему пинку, отступили в сторону. А их командир с наигранным участием поинтересовался ускорчившегося «Какое решение ты принял? Надеюсь, правильное?» «Твоя взяла, гурон, тут и спорить нечего», молвил Кальтер после того, как откашлялся и немного унял сбитые вражьими ударами дыхание. «Ловко ты меня провел, слов нет». «Но не переживай, я умею проигрывать». «За какие такие убеждения скажи на милость мне терпеть твои пытки? Я и так дезертировал из армии, нарушил присягу и напрашиваюсь на трибунал. Поэтому задавай свои вопросы. Расскажу все, что знаю. Даже военные тайны, если они тебя интересуют». «Кто ты такой?» Первым делом полюбопытствовал Гурон, усаживаясь на траву рядом со связанным пленником. «Военный наблюдатель особого отдела 6-го миротворческого батальона капитан Игнат Галаган», сознался Кальтер. «Проверь, вон мои документы, у твоего бойца. Только там мало с не то написано, но все равно весьма ценные корочки, поверь». «Переделаешь под себя, сможешь проходить по ним через любые армейские посты, как на внутреннем кольце периметра, так и на внешнем». Гурон взял протянутые ему фиктивные документы интрудера, внимательно изучил их, после чего сунул и впрямь довольно ценный трофей в нагрудный карман комбинезона. «Особист, значит», презрительно скривился командир монолитовцев. «А почему в документах об этом ни слова? И с каких пор особисты на рожах татуировки делают?» «Правильные вопросы», кислоусмехнулся Иол. «Неужели, думаешь, моему непосредственному командованию было нужно, чтобы первый проверивший мои документы патруль раструбил потом на всю зону о шляющемся по ней агенте особого отдела? А татуировку эту мне в Индонезии насильно нанесли, когда я там год в плену у повстанцев сидел. Я ведь раньше во внешней разведке служил, но вот однажды и прокололся. Выкупило меня командование, на родину переправило и предложило или в отставку или на вакантное место дослуживать в особом отделе при 6-м батальоне агентом по спецпоручениям с солидной прибавкой к пенсии и все такое. Опыт работы есть и это главное. А татуированные рожа, только в плюс. Гражданку надену и хрен кто подумает, что я кадровый армейский офицер. В смысле, раньше им был. А чего ты рожу-то не отбелил? Денег на операцию пожалел? Ты вообще догадываешься, почему мне сепаратисты восточного Тимора лицо изуродовали? Надо полагать, не ради шутки. Как узнали, что я шпион и предатель, опустили меня по полной программе. Вот и все дела. Ты хоть имеешь представление, как опускают в индонезийских тюрьмах? Тот и оно. Такие позорные клейма Горун не за тем наносятся, чтобы их можно было легко свести. Вот только кому это здесь известно? А раз так, на кой черт на операцию тратится? Это ж сколько зеленых надо вбухать, чтобы полностью лицо обновить? У меня столько бабок отродясь не водилось. От командования такой щедрой подачки вообще хрен дождешься. Ладно, крыса особистская, хватит скулить про то, как тебя опускали и клемили, махнул рукой индеец. Лучше вспомни про агропром, где я с тобой в последний раз виделся. И спою. Отчего мне юлить? Не стал ерепенец и кальтер. Я ваш оружейный канал давно вычислил, вот только командованию о нем не докладывал. Все думал, каким макаром на этом самому навариться можно. Представляешь, как было тошно видеть, когда пропора и сержанты зашибают бешеные деньги, а у тебя самого при этом на банковском счету шиш с маслом. Короче говоря, думал, думал и придумал. Выведал через корта про сделку, поднапряг банду отмороженных местных наймитов, но и накрыли колонну вместе с продавцом. Надеялись, что вы увидите дым и испугаетесь. Но все получилось как раз наоборот. Только сели электронику снимать, как бац, армейский вертолет летит. Наймиты гады перетрусили и сразу в кусты. Ну, а я осерчал и решил, что если мне куш не перепал, то и никому он не обломится. Но вы и там меня перехитрили. Правда, кое-что я все-таки сумел с вашей ракетной установки скрутить. Мелочь, конечно, по сравнению с профуканной прибылью, но и то радость. Хрен думаю, я эту железку наймитом покажу, раз те меня в агропроме бросили. Тем более, что назад Игнату Галагану все равно не вернутся. А значит, деньги ему теперь позарез нужны. Почему тебе нельзя вернуться? Что, засветился? Разумеется, причем по-крупному, подтвердил псевдоособист. Оружие-то, которым наймиты колонну громили, я им приволок. Вытребовал у командования под предлогом наживки, на которую якобы можно в зоне крупную рыбу поймать. Патроны, мины, гранаты, несколько стволов, все крапленое. Да и миротворцы меня заметить успели. Они же не все в агропроме полегли. Кое-кто и спасся. Пока Гурон выслушивал исповедь Эола, радист уселся на камень, вынул из пенала отобранную пленника плату ЦМТ, пристроил ее на коленях и разложил возле себя комплект электроизмерительных инструментов. А затем взялся дотошно прозванивать на платье каждую деталь и схемы, касаясь их игольчатыми щупами и регулярно сверяясь с показаниями индикаторов. Закончив свой короткий, но всеобъемлющий тест, радист упаковал инструменты и трофей, поднялся с камня, подошел к командиру, тронул его за плечо и показал большой палец. Дескать, все в порядке, компонент исправен. Гурон довольно кивнул и снова обратился к пленнику. Дальше что было? Дальше-то... Кальтер потер ушибленную скулу, после чего охотно поведал о последующих приключениях продажного особиста Галагана. Потом меня нелегкая опять с теми наймитами свела. Недовольны они были сильно, что дело не выгорело. Ну да кто же виноват? Форс-мажор. Благо хоть обыскивать не стали, а поверили, что я эту электронную хренотень открутить не успел и тоже поражняком удрал. А тут как раз ваше объявление о поимке серого сталкера подвернулось. Найми ты меня за грудки и к стенке. Мол, или помогаешь нам компенсацию за агропром добывать, или прямо сейчас башку отрежем. Пришлось согласиться. А куда деваться? Ну, вы и там не лыком шиты оказались и положили моих подельников одного за другим. Я едва ноги унес, да потом еще раз с вашими на границе диких земель схлестнулся. Но из-за этой заварухи, Гурон, я перед тобой извиняться не буду. Если бы я твоих броненосцев не угрохал, они бы меня на лыскуты порвали. Здесь все по законам зоны было, без подстав. Ладно, предположим, тут я тебе верю, сказал Гурон, довольный тем, что извлек из задницы монолита сидящую там больше недели за нозу и вернул исправный модуль Пургиде. Что и сказывалось на великодушии индейца к пленнику. Вот только те вопросы, какие меня больше всего интересуют, я еще не задавал. И если ты решишь соврать хотя бы на один из них, я тебе очень не позавидую. Итак, откуда ты узнал о существовании обруча медузы и почему решил обменять на него украденную электронику? Даже не знаю, Гурон, что тебе и сказать, изобразил растерянность Кальтер. Лгать я вам, как и обещал, не собираюсь. Но вот предъявить доказательства своей правоты мне, наверное, не удастся. Ведь все они, очевидно, уже уничтожены. Каким образом? Да потому, что мой крот, который у вас работал, наверняка позавчера погиб. Не хотел я тебе поначалу признаваться, но чую, нет у меня выбора. Информация о покупке вами ракетного комплекса пришла ко мне не от армейцев, а от вашего человека. Он же два дня назад сдал мне и сведения об обруче медузы. Прямо перед тем проклятым выбросом. Ложь! Индейц вскочил с земли, выхватил из кобуры беретту и нацелил ее кальтеру в промежность. Среди тех, кто служит монолиту, нет и никогда не было стукачей. Это невозможно в принципе. Исполнитель желаний читает помыслы своих слуг, словно открытую книгу. Даже если у кого-то из нас и возникнет мысль о предательстве. Погоди, Гурон, не стреляй, перебил его майор. Да, у меня не осталось тех доказательств, которые предоставил мне крот, но доказать, что он действительно существовал, а возможно и до сих пор существует. Я могу. Четверо с половиной суток назад ваши люди сбили над военными складами НЛО, правильно? Правильно я говорю? Об этом сегодня в зоне знает каждый сталкер, хмыкнул монолитовец, продолжая держать кальтера на мушке пистолета. Ты выведал эту информацию из сети, а не от стукача. Ну да, признаюсь, подобная катастрофа действительно имела место. Чем еще ты хочешь меня удивить? Верно, я читал новостные сводки, подтвердил интрудер. Однако мне известно еще кое-что, о чем сетевые источники не сообщали. Например, то, что на самом деле НЛО был сбит не над военными складами, а над Припятью. После того, как в него попали ракетой, он сумел еще несколько минут продержаться в воздухе. И вообще, никакой это был не НЛО, а похожий на вилку летательный аппарат, стартовавший с небесного паука. В кабине этого аппарата находилось трое человек в серебристых комбинезонах. Мужчина, женщина и девочка лет тринадцати. Когда вы приблизились, мужчина стал стрелять в вас из парализующего пистолета, после чего вы открыли ответный огонь на поражение. Мужчина и женщина погибли сразу. А девчонка пыталась бежать, но вскоре ее, по всей видимости, задрал обитающий возле железной дороги псевдогигант. По крайней мере, это он помешал вам догнать шуструю пиголицу. А затем вы вытащили труп из летательного аппарата, обыскали его и уничтожили все улики. Покойников сожгли, а их машину взорвали. «Ты мог случайно засечь все это с холма в мощный прибор ночного видения», заявил Гурон. Было заметно, что его так и тянет отстрелить пленнику яйца, однако озвученные тем подробности недавнего инцидента обескуражили сектанта и вынудили повременить с расправой. «Ты мне лучше ответь, что находилось в кабине летательного аппарата, и тогда я тебе поверю. Если твой стукач действительно существует и был на месте крушения НЛО, значит, он участвовал в обыске и видел, что везла с собой в грузовом отсеке семейка этих кретинов». «Там было оборудование», уверенно ответил Кальтер, припомнив нужные детали из рассказов Верданди. «Нечто вроде дистанционно управляемого механического манипулятора для сбора образцов, похожего на тот, что мы посылали на Марс, только гораздо меньше». «Как сказал мой осведомитель, такой штукой очень удобно доставать не только каштаны из огня, но и артефакты из некоторых аномальных очагов». «А еще там имелся контейнер с инструкцией насчет эксплуатации обруча медузы. Судя по всему, приконченная вами семейка летела в Припять или Чернобыль именно за этим артефактом». «Врешь, не было там никакой инструкции. Контейнеры и оборудование были, а инструкции нет», заскрипел зубами индейц. Кальтер мысленно поблагодарил себя за то, что не поленился хорошенько расспросить на эту тему Веру, пусть даже в тот раз майор не слишком доверял сбивчивому рассказу девочки. «Разумеется, ты не мог видеть на контейнере памятку, Гурон», ничуть не смутился интрудер. «Мой крот свистнул эту пластиковую табличку до того, как ее заметил кто-то еще. Весьма занятный документ, между прочим. Если бы я к тому времени не дезертировал, меня бы за такую находку точно повысили поджалась подсказка, как можно проникнуть в небесного паука. «Кто?» взревел командир сектантов, теряя выдержку и потрясая пистолетом. «Кто эта мразь, которая стучит на нас военным? Дай мне его имя, особистская крыса, или я тебя наизнанку выверну!» «Настоящего имени крота я тебе не скажу, так как мы его сами не знали», ответил майор. «Он фигурировал у нас лишь под псевдонимом Холерик. Лицо тоже не опишу, он никогда не снимал капюшон и маску. А вот глаза я запомнил. Голубые. Как небо. Очень редкий для зоны цвет. Ну и рост у Холерика чуть пониже моего, зато комплекции поплотнее и в плечах пошире будет. Когда мы с ним позавчера на военных складах расстались, он собирался на базу возвращаться, хотя времени до выброса уже совсем мало оставалось. Я был уверен, что он не доберется. По крайней мере, я бы точно то расстояние за сорок минут не одолел. Но кто этого Холерика знает?» Хальтер не договорил, поскольку заработал очередной увесистый пинок в живот, на сей раз непосредственно от вражеского командира. Теперь обезболивающее помогло слабо. Боль прострелила сломанные ребра и интрудер едва сдержал стон. А пока он приходил в себя, благо второго удара не последовало, Гурон обошел по очереди всех своих бойцов, срывая на них полумаски и пристально вглядываясь в глаза. Корчась от боли, майор искоса посматривал на индейца и понимал, что настала пора наносить по врагу главный удар, который Кальтер, примерив на себя чужую личину, так кропотливо подготавливал. «Где табличка, которую передал тебе Холерик?» Грозного просил Гурону пленника, когда закончил с проверкой своих бойцов на вшивость. «Если среди них были голубоглазые, они наверняка пережили сейчас несколько весьма тревожных минут». «Ничего он мне не передавал», возразил Кальтер. «Когда Холерик узнал, что сегодня ему не заплатят за информацию, он вообще пожалел, что показал мне эту табличку. Он ведь был еще не в курсе, что я дезертировал и рассчитывал, как обычно, получить при встрече гонорар за услуги. Пришлось его огорчить. Вот он и решил оставить табличку себе, вероятно, чтобы подыскать другого покупателя. Но я-то все равно ее прочитал и запомнил. Профессиональная привычка у меня такая, понимаешь ли. И почему же в инструкции умалчивалось о том, что обручу Медузы запрещено вступать в контакт с любым металлом, поинтересовался индеец. Не написать такое в памятке по применению этого артефакта все равно, что забыть повесить на нефтебазе плакат «Не курить». А хрен его знает почему. Этот вопрос Гурон уже не ко мне, ответил интрудер. Зато я вычитал там кое-что гораздо более любопытное. Понятия не имею, откуда в рыжий лес прилетел небесный паук, в том мире артефакт обруч Медузы нечто вроде универсального аварийного пульта управления любой техникой. То есть, если я правильно догадался, техника в том мире управляется силой мысли. Но когда вдруг происходит форс-мажор и теряется ментальный контакт с нужным оборудованием, ты можешь взять в руки обруч и путем простых устных приказов переключиться на резервное управление, что, вероятно, не удалось сделать тем мертвецам из вашего НЛО. Либо у них не было такого пульта, либо он тоже вышел из строя. «Иначе зачем бы им соваться в зону и искать обруч?» Но меня интересовали не эти бестолковые догадки, а списочек основных голосовых команд, которые наличествовал в той инструкции. Небольшой такой списочек, но очень уж заманчивый. Курон задумчиво склонил голову, посмотрел на торчащий из-за леса купол небесного паука и поскреб щетину. Кальтер подбросил сектанту достаточной информации, чтобы тот смекнул, какие цели преследовал Игнат Галаган, выторговывая себе редкий артефакт и устраивая встречу именно здесь, а не где бы то было еще. «Хитрая тварь!» — наконец заговорил просветленный индеец. «Значит, ты решил сбагрить нам электронику в обмен на этот пульт? А пока мы будем заняты монтажом, ты хотел проникнуть на небесного паука и посмотреть, чем там можно поживиться?» «Истинно так...» — тяжко вздохнул майор, старательно инсценируя безысходность и сожаление по поводу краха всех надежд. «Да на одной высокотехнологичной паучьей безделушке можно сколотить целое состояние. Микропроцессоры хрен знает какого поколения, это же миллионы баксов! Будь у меня при себе куча бабок, я бы, конечно, не стал возвращать вам эту железяку, а попробовал сторговаться на иных условиях. «Но вот ведь гримаса судьбы, мне пришлось выменивать ключ от пещеры Аладдина на главную деталь от бомбы, которую вы собирались взорвать эту пещеру, и молиться, чтобы успеть удрать из сокровищницы до того, как та взлетит на воздух. Нарочно не придумаешь!» Гурун подобрал с земли обруч медузы, повертел его в руке, затем прицелился из него в небесного паука, как из пистолета, после чего указал подручным на Эола и распорядился. «Распутайте ему ноги, свяжите впереди так, чтобы он мог держать это кольцо!» Трое сектантов носили на кальтера и, волоча его по траве, будто тюк сена, исполнили приказание командира. «Что ты задумал, Гурун?» с опаской поинтересовался майор, стараясь, чтобы его испуг звучал как можно более естественно. «Помочь тебе осуществить твою мечту, идиот!» хохотнул Индеец, жестом приказывая бойцам поставить пленника на ноги. «Проверим, лгал ты нам или действительно говорил правду?» «Вот сейчас пойдешь фокусовые команды!» «А чтобы ты не выкинул никаких фокусов, тебя будет сопровождать...» «Есть добровольцы!» Кальтер ненавидел монолитовцев, однако не мог не признать, насколько крепка их самоотверженность, когда командиру потребовался боец, готовый пожертвовать собой ради установления истины. Семь рук почти синхронно взметнулись вверх. Каждый из сектантов, не задумываясь, предлагал себя в сопровождающие человеку, обязанному испытать им же выдвинутую гипотезу. В случае неудачи испытателя ждала неминуемая гибель, поскольку не факт, что ему повезет отключить систему защиты паука. А каким образом получить этому подтверждение, особист Галаган не имел ни малейшего понятия, разве что сам паук известит его о том, что путь свободен. Кальтер добился, чего хотел. Но враг вовсе не собирался выпускать хитрого Эола из-под контроля. Мало ли, что он там натворит со своим пультом. В избежание эксцессов один из сектантов должен был идти за спиной майора на расстоянии вытянутой руки. Гурон нарочно отобрал для этой работы самого низкорослого бойца, дабы тот мог укрыться за испытателем, как за живым щитом, на случай, если небесный паук не подчинится приказу и откроет по ним огонь. Интрудеру завязали на шее петлю из поясного ремня, другой конец которого намотал на руку сектант, упирающий автоматный ствол между лопаток подконвойного. Доведенная до майора короткой инструкцией гласила, что если его поводок ослабнет или наоборот натянется чересчур сильно, конвоир пристрелит особистскую крысу без предупреждения. Потом кальтеру всучили то, зачем он, собственно говоря, сюда и явился, и процессия неторопливо тронулась в путь. Держа и терналии в вытянутых перед собой руках, словно дрессировщик, обучающий собак прыжкам через обруч, майор добрел до очерченного цитаделью рубежа, после чего понял, что настало время подыграть собственной легенде и громогласно во всеуслышание провозгласил «Не стрелять!» Затем продолжил движение прежним неспешным темпом, огибая разбросанные повсюду обугленные останки тел. «И это все!» с недоверием крикнул ему вслед Гурон. Кальтер не отозвался. Он уже шагал по своей территории и командир сектантов был ему отныне не указ. Монолитовец позади интрудера напряженно сопел и давил стволом автомата в спину майора так, словно вознамерился порбуравить там дырку. А майор делал все возможное, чтобы не спровоцировать конвоира на выстрел. Помимо нервного напряжения и страха, Кальтер оттерзало жгучее любопытство, чем же в итоге завершится этот спектакль. Даже обладая дядя Костя властью над Цветогором, Страш Таймботом вмиг раскусил бы, что отданный ему приказ не имеет, так сказать, юридической силы. Да и прячущийся за Кальтером враг явно не остался незамеченным зоркой цитаделью. Поэтому интрудер был совершенно уверен, что она не подчинится распоряжениям какого-то там друга Верданди. Однако расстояние между испытателями и пройденной ими полосой смерти медленно увеличивалось, а Цветогор безмолвствовал. Кальтер полагал, что искусственный интеллект Таймбота даст хотя бы предупредительный выстрел по ближайшим деревьям, но те, как стояли, так и продолжали стоять и, кажется, не собирались превращаться в угли. Наилучший вариант подыграть Светогору это был, конечно, резкий бросок ничком на землю. Вот тогда цитадель точно перестанет сомневаться, как поступить с проникшим на ее территорию злоумышленником. Но каким бы шустрым прыгуном не являлся майор, сектант все равно выстрелит раньше, чем изжарится вместе со своим автоматом. Зато Гурон и прочие оставшиеся по ту сторону незримого рубежа монолитовцы были явно довольны происходящим. Никаких восторженных криков и улюлюканья эта суровая публика само собой издавать не стала, но лаконичный обмен удивленными комментариями отчетливо доносился до Кальтера. Интрудер ненароком подумал, что было бы здорово сунься обнадеженные индейцы со товарищей следом за первопроходцами на запретную территорию, но рассчитывать на такое везение увы, не приходилось. Мнительные сектанты не настолько самонадеянны, чтобы, даже убедившись в правдивости врага, начать безоговорочно ему доверять. Шаг за шагом конвоир и подконвойный понемногу добрались до края поляны. Еще дюжина метров и они ступят под сень деревьев, а потом скроются с глаз наблюдающих за ними зрителей. — Веди его назад, Чиба, скомандовал наконец индеец. Только будь осторожен и не упусти особиста, он нам еще понадобится. Послушай, Чиба, в полголоса заговорил кальтер, стараясь, чтобы его услышал лишь конвоир. В километре от тебя находится столько богатства, сколько ты в жизни не видел и вряд ли когда-нибудь увидишь. Помоги мне добраться до него и, клянусь, ты получишь половину всего, что мы с тобой найдем. Ты видел, какие внутри паука находятся летательные аппараты? — Да за один такой нам отвалят пару миллиардов долларов. — Подумай, Чиба, я предлагаю тебе стать миллиардером только за то, что ты проводишь меня к пауку. Разумеется, интрудер не намеревался заключать с монолитовцем никаких договоров. Разговор этот кальтер завел лишь потому, что нужно было срочно повлиять на ситуацию, которая вновь оборачивалась в невыгодную для него сторону. — Если коротышка-сектант при попустительстве Светогора отконвоирует майора обратно к Гурону, пиши пропало. — Монолитовцы уверовали в легенду особиста Галагана и теперь однозначно прикончат его, выпытав сначала все известные ему команды для пульта. — Какая разница, что ничего у индейца не выйдет, а липовая легенда кальтера пойдет прахом, как только первый же сектант сунется сюда без его прикрытия? — Сам-то майор будет уже покойником, а Верданде так и не дождется жизненно необходимого ей Этерналия. — Заткнись, крыса! — рявкнул Чиба, больно ткнув особиста стволом автомата и дернув за поводок, словно осаживая строптивого пса. — Двигай назад, тебе сказали! Ремень сильно врезался кальтеру в гортань, и он закашлялся, но попытки договориться с врагом не прекратил. — Ты болван, Чиба! — покачал головой интрудер, покорно пятясь обратно. — Да ты хоть соображаешь, от каких денег отказываешься? — Миллиарды баксов! У тебя будет свой остров в тропическом море! С дворцом, пляжами, яхтой и с лужанками-фотомоделями. — Все, что от тебя нужно, это я сказал захлопни пасть и шевели ногами, гнида! Пребывающий на взводе Чиба снова рванул поводок, но теперь с удвоенной силой. Плетущийся задним ходом кальтер не удержал равновесия и споткнулся, повалившись спиной назад. Этот нервный срыв Чибу и погубил. Надежно укрытый до сего момента за спиной интрудера, психанувший конвоир ненароком сбил его с ног, чего, как выяснилось, сам не ожидал. Поводок от такого рывка естественно ослабел, но вместо того, чтобы спустить курок, сектант лишь инстинктивно отпрянул назад, не желая быть придавленным падающим пленником. А в следующий миг рухнул на землю сам, сраженный бдительным светогором, или точнее развалился на части, подобно пережженной глиняной статуэтке. Майор едва успел откатиться вбок, а иначе его засыпало бы обугленными фрагментами человеческого тела. Патроны в автомате разом взорвались, но взрыв разнесся во все стороны лишь брызги расплавленного свинца, металла и пластика, поскольку импульс цитадели уничтожил заодно и оружие сектанта. Как и в случае со вчерашними псевдособаками, Кальтер вновь не увидел ни дыма, ни огня. Всего мгновение назад Чиба орал на пленника и дергал поводок, и вот уже вместо верного монолитовца возле майора лежит источающая горелый смрад груда углей, лишь отдаленно напоминающих останки человека. Кальтер судорожно сглотнул. Когда в полуметре от тебя человек за секунду сгорает дотла, словно лист бумаги в струе автогена, это производит впечатление даже на готового к такой экзекуции свидетеля. Интрудер понимал, что если бы беспристрастный компьютерный мозг таймбота оценил степень угрозы выше, ради спасения Верданди Светогор без колебаний пожертвовал бы ее сомнительным товарищем из местных и сжег бы дядю Костю на пару с его врагом. Неизвестно, что спасло сейчас майора, статус друга хозяйки или Этерналей, который он нес для спасения и который побоялось уничтожить цитадель. Интрудер стоял на голой поляне с обручем медузы в руках неподалеку от спасительного леса и глядел, как семеро сектантов ведут по нему плотный огонь из автоматов с дистанции в полсотни шагов. Ситуацию можно было бы назвать патовой, если бы между майором и монолитовцами не находился незрымый заслон из той же энергии, которая только что обратила Чибу в кучку органических удобрений. Наблюдаемая кальтером картина выглядела воистину завораживающей. Десятки пуль влетали в запретную для стрелков зону, натыкались на встречные импульсы цитадели и сгорали без остатка, будто метеоры в какой-то паре метров от лица майора. Однажды в горах Памира ему уже доводилось наблюдать метеорный дождь. Красивейшее атмосферное явление оно и рядом не стояло с тем беспрецедентным зрелищем, что развернулось сейчас перед глазами интрудера. Адреналин колотил его крупной дрожью, но кальтер был настолько ошарашен и, чего уж там, восхищен увиденным, что даже не поддался естественному желанию броситься под прикрытие деревьев. Неподчинение этому вполне здравому инстинкту выглядело чересчур неуместным мравированием. Пробейся через заслон Светогора хотя бы одна пуля и она точно не пролетела бы мимо интрудера. Промахнуться с такой дистанции из автомата по неподвижной цели не сумел бы и школьник. Но даже осознавая это, майор продолжал смотреть, как сгорала одна за одной каждая из его несостоявшихся смертей, прочерчивая в воздухе короткий огненный розчерк и исчезая бесследно. Прежде чем сектанты поняли всю бесплодность своего ураганного огня, они истратили на кальтера по магазину патронов каждый. Когда же стрельба, а вместе с ней и огненная феерия прекратились, майор и семеро его врагов стояли друг напротив друга одновременно и на близком и на недостижимом веря в то, что здесь сейчас произошло. Гурон, радист и прочие сверлили пройдоху Эола лютыми глазами, а сбросивший из себя чужую личину кальтер взирал на врагов своим обычным бесстрастным взглядом, который и близко не напоминал потухший взор обреченного на смерть продажного особиста Галагана. «Повезло тебе, клеменая крыса!» злобно выкрикнул индейц, указав на кальтера пальцем. «Но не радуйся! Это еще не конец! Настоящее веселье только начинается! Поэтому беги со всех ног, потому что через пару часов от твоего паука останется лишь жалкая кучка металлолома!» И, достав ПДА, начал что-то поспешно набирать на его клавиатуре. Надо полагать, объявлял общую тревогу и подымал в воздух оснащенный пургой-дэ вертолет. Не проронив в ответ ни слова, майор развернулся и, не придумав ничего лучше, как воспользоваться советом врага, припустил без оглядки в сторону таймбота. Уложиться гурон в назначенный им самому себе срок или нет неизвестно, но монолитовец знал хотя бы примерное время до осуществления своих планов. А новая цель Кальтера, хоть и стала значительно ближе, все равно продолжала оставаться для него чем-то из разряда фантастики. Невозможно было предсказать, какие еще трудности могут возникнуть на пути у майора. Но так или иначе, а главную преграду он преодолел. Теперь все зависело от того, на чьей стороне окажется сегодня госпожа Фортуна. Гурона и Ливерданди. Для Кальтера в этой игре исход был уже предрешен. Глава шестнадцатая С момента, как майор расстался со своей спутницей, миновало почти двенадцать часов. Отправив веру под опеку цитадели, интрудер был уверен в одном. Внутри таймбота девочка будет пусть не в абсолютной, но все-таки в достаточной безопасности. По крайней мере, рядом с нынешней защитой Верданди та защита, которую мог дать ей дядя Костя и в подметке не годилась. Кальтер торопился в таймбот с едва не обернувшейся фиаско сделки, зная, что по крайней мере от главных превратностей зоны Вера застрахована, и мутанты, аномалии и кровожадные сталкеры ей точно не грозят. И потому майор был немало огорошен, когда, возвратившись на место расставания с Верданди, обнаружил ее, сидящий на траве у гравилифта, чья кабина стояла неподалеку. Решив поначалу, что девочка спустилась, дабы встретить его с победой, пусть промежуточной, но все равно весьма значительной, Кальтер, однако, вскоре смекнул, что на дружескую встречу это совсем не похоже. Заметив его, Вера как-то неловко поднялась с земли, но не побежала к дяде Косте, а осталась стоять на месте, да к тому же разревелась в голос. Кальтер давно уяснил, что Верданди не истеричка и не плакса, и потому, увидев ее в таком беспросветном отчаянии, сразу понял, пока он отсутствовал, случилось нечто ужасное, или того хуже, непоправимое. Но едва майор бросился к девочке, она тут же окриком заставила его остановиться. — Стой, дядя Костя, не подходи, тут, тут опасно. — Что случилось? — спросил не в шутку обеспокоенный Кальтер, но при достережении Веры внял и застыл на месте, как вкопанный. — Ана... Ана... Аномалия! захлебываясь плачем, кое-как проговорила Вера. — Где, черт подери? Интрудер присмотрелся, но никаких аномалий поблизости не обнаружил, хотя детектор сигнализировал о них, не переставая, но в рыжем лесу он вообще редко умолкал, и майор думал, что радар фиксирует те аномальные очаги, что находились в сотне метров севернее. — Я на ней стою, признала Сверданди, указав пальчиком себе под ноги. — Ты уверена? — недоверчиво переспросил Кальтер, присмотревшись и вроде бы не обнаружив возле девочки ничего подозрительного. — Да... — хлюпая носом, закивала она. — Замри на месте и не шевелись, — приказал майор. — Сейчас подойду и тебя вытащу. — Да я и так не шевелюсь, — прохныкала Вера. — Эта штука меня схватила и не отпускает совсем. — Ладно, замолкни, — бросил Кальтер, — разберемся, что там у тебя за штука. Верданди послушно замолчала, правда, плакать так и не прекратила. Интрудер аккуратно, по полшага, начал приближаться к маленькой заложнице непонятно чего. Если девочка действительно угодила в аномалию, а не провалилась ногой в какую-нибудь нору или щель, значит, Кальтеру такие аномалии в зоне еще не попадались. За время, пока спасатель подбирался к жертве, он успел рассмотреть, и впрямь утоплено посередину голени в какой-то кочке, а не находится за ней, как это казалось издалека. Кочка была покрыта сухой травой и сосновыми иголками, но сама являлась не земляным наростом, а шарообразным студнем величиной с добрую тыкву. Любопытно, что трава не прилипала к бокам этого студня, как прочий подножный мусор, а росла прямо из него, будто иглы у дикобраза. Пленившая верданди аномалия не выглядела грозно, как, например, недооценивать ее коварство было бы очень и очень глупо. Кальтер приблизился к девочке и обнаружил валяющуюся рядом с ней на траве ВМК. Если бы не отсутствие других оставленных майором вещей и тот факт, что он лично проследил, как прошлой ночью лифт увез спутницу наверх, можно было бы подумать, что она вообще не покидала это место. Хотя нет, комбинезон на ней определенно новый, а значит, Вера успела пройти санитарный карантин и переодеться. Тогда какого черта она опять явилась сюда, да еще с оружием? Прости меня, дядя Костя, схлипывая взялась оправдываться в Верданде после того, как майор озвучил свой вопрос и, опустившись на колени, взялся изучать студенистый шар со всех сторон. Я просто хотела тебе помочь. Светогор все время следил за тобой и когда увидел, что те сталкеры захватили тебя в плен, я... я... Ты решила меня освободить. Закончил за нее кальтер, едва не схватившись за голову от святой простоты этого ребенка. И сам тоже хорош. Казалось, предусмотрел все, что только можно, а такой элементарный вариант упустил из виду. Ага, ничуть не смутившись, подтвердила Вера. Мы же друзья. Светогор сказал, что не может достать тех сталкеров из пушек, вот я и подумала, что спрячусь в лесу и перестреляю твоих врагов из засады. Я попробовала стрелять из твоей винтовки и у меня получилось. Видишь дырку вон в том дереве? Туда я и целилась. Меткий выстрел, правда? Стрелять-то ты быстро научилась, а вот под ноги смотреть нет, сокрушенно покачал головой кальтер, заканчивая осмотр аномалии и усаживаясь перед Верой на траву. Глупая, глупая девчонка. Я знаю, что глупая, потупившись, согласилась Верданди. Ведь я совсем забыла тебе сказать, что Этернале нельзя класть на железо и вообще трогать его металлическими предметами, потому что от этого возникает темпоральный биоколлапс. Папа несколько раз предупреждал меня об этом, а я дура забыла. Прости, дядя Костя. Ладно, проехали мы твой коллапс. Давай теперь с тобой разбираться. Нога болит? Нет, мне не больно, честно, ни капельки. Только, только, откуда мне было знать, что прямо на выходе из лифта окажется эта колодка? Раньше ее вроде бы здесь не было. Раньше не было, незлобливо передразнил интрудер наивную девчонку. Забыла, где мы с тобой находимся. Чего тут нет, может через секунду уже быть, особенно, когда дело касается всякой аномальной заразы. Погоди-ка, ты сказала колодка? Тебе что, известно, как называется эта аномалия? Ну да, подтвердила девочка обреченным тоном безнадежного больного. Ее в фильмах про Химулю показывали. И папа про нее тоже читал. Слава Богу, немного воспрянул духом кальтер. Название — это уже кое-что. Значит, информация о колодке обязательно найдется в сети. Сейчас поищем способ, как тебя освободить. Главное, не переживай. Видишь, я достал твой Этерналий. Это ведь Этерналий? Меня не обманули? Да, это он. Не то чтобы радостно, но уже не так мрачно пробубнила Вера. Ты молодец, дядя Костя. Я верила, что у тебя обязательно все получится. Как ты меня и учил. Ты тоже молодец. Думаю, ты непременно показал об этим мерзавцам, как стреляют гимназистки из будущего, похвалил кальтер в ответ несостоявшуюся карательницу сектантов, после чего глянул на часы, обнадеживающе подмигнул спутнице и приступил к поиску нужной информации. Результаты поиска свели на нет весь оптимизм Майора, чего он, разумеется, не выказал даже полунамеком. Сведений о колодке было кот наплакал. Возможно, историки будущего о ней и знали, но сегодня эта аномалия считалась достаточно редкой. Официально зарегистрированных встреч с ней набралось всего полдесятка, но хуже всего было то, что способа безболезненного освобождения от липучей заразы не существовало. Всем угодившим в нее сталкерам пришлось в итоге ампутировать ногу. Как только не пробовали уничтожить колодку товарищей пойманных ее сталкеров, пытались выдрать студень из земли, рубили его топором, жгли огнем, поливали жидким азотом, травили всякими химикатами, все без толку. К тому же по прошествии недели захваченная аномалией нога начинала гнить заживо. У одной жертвы колодки даже началось заражение крови и запоздала и ампутация того бедолагу уже не спасла. Вера немного успокоилась, перестала плакать и теперь смотрела на занятого сетевым поиском майора с огоньком робкой надежды в глазах. А кальтер ощущал себя с каждой минутой все отвратительнее и отвратительнее. Так, словно это он загнал несчастного ребенка в жуткую ловушку, что если вдуматься было недалеко от истины. Но у интрудера не оставалось времени корить себя за чудовищную халатность. Он еще не опробовал последний вариант поиска выхода из практически безвыходного положения. И если уж это не поможет, значит придется расспрашивать Верданди о принципе запуска темпорального генератора, тщательно запоминать технологию этого процесса, а потом делать девочке общий наркоз, обкалывать обезболивающим, накладывать жгут и... Вот, нашел несколько способов. Не моргнув, солгал кальтер в глаза ребенку и даже ценой неимоверных усилий выдавил из себя ободряющую улыбку. Не поможет один, попробуем другой. Авось какой-нибудь да сработает. А в твоем кино Химуль как от колодки избавился? Никак, он в нее ни разу не попадал. Вновь помрачнела Вера, и майор с ужасом подумал, что ребенок раскусил его наглую ложь. К счастью для интрудера, ему это лишь почудилось. Это друг Химуля, сталкер по имени Хе-Хе, однажды в колодку вляпался, а потом на него вдобавок напал снорк. Сначала я думала, что мутант его сожрет, потому что Хе-Хе не был главным героем, а обычно режиссеры только таких и убивают. Но когда сталкер и монстр начали бороться, снорк случайно тоже вступил в колодку. Хе-Хе же в этот момент взял и выпрыгнул, а снорк застрял. Ну, ты понимаешь, они вроде как поменялись местами, потому что колодка, она только одну жертву держать может, а двух уже не умеет. Или размягчается от этого, или еще чего с ней происходит. Не знаю. Папа мне тогда сказал, что это все сказки, и так не бывает. Бывает, не бывает, задумчиво пробормотал кальтер, опускаясь на колени перед аномалией. Откуда твой папа вообще мог знать такие подробности? А вот мы с тобой сейчас это точно выясним. И, ничтоже сумяшися, вонзил левый мизинец в студенистый бок колодки. Дядя Костя, ты с ума сошел? Ужаснулась Верданди и даже отпрянула от явно рехнувшегося по ее мнению майора. Однако аномалия крепко держала девочку за ногу, и Вера, забыв в испуге об этом, растянулась на траве рядом с коленопреклоненным интрудером. А он сделал из маленького происшествия соответствующий вывод и погрузил в колодку вдобавок к мизинцу безымянный палец. Ощущение при этом было таким, словно кальтер вонзил руку в банку теплого солидола. «Дядя Костя!» Опять захныкала была Вера, но майор грубо оборвал ее. «Если хочешь избавиться из этой заразы, молчи и делай, как я говорю. А ну, дерни ногой!» Верданди подергала. Никакого результата. «Сильнее!» приказал кальтер. «Тяни до тех пор, пока не станет больно. Терпи, но тяни! Давай, я в тебя верю!» Девочка испуганно покосилась на дядю Костю. Дескать, точно сбрендил, но послушно ухватила себя ногу из ловушки. «Что чувствуешь?» полюбопытствовал майор спустя четверть минуты. «Поддается?» «Не я», помотала головой пыхтящий Верданди. «Вообще никак! Даже, даже нет!» «А теперь...» снова осведомился интрудер, утопив в колодке руку сразу до половины кисти. «Срань господня! Неужели я и впрямь это делаю?» возникла в голове у кальтера и была моментом изгнана паническая мысль. «Ой, вроде бы шевельнулась!» обрадованно «Правда, почувствовала, как нога шевелится!» «Не отвлекаться!» прикрикнул на спутницу кальтер, и та, засопев, снова взялась за пока что безрезультатную работу. Личика Веры раскраснелась и покрылась потом, но теперь, когда у нее появился первый ощутимый результат, она принялась за дело с еще большим воодушевлением. «Двигается! Двигается, дядя Костя! Она двигается!» взахлеб за таратори Лаверданди. Увлеченная собственным спасением, она не замечала, что левая кисть интрудера уже целиком погружена в аномальный студень. «Давай, давай!» подбодрил ее кальтер, и, заметив, как упершийся в землю правый башмак Веры скребет дерн в опасной близости от колодки, предостерег. «Осторожнее! Следи за другой ногой! Не попадись опять!» «Пошла, дядя Костя! Нога пошла! Вот это да!» Войдя в раж, девочка пропустила предупреждение мимо ушей, и ее свободная нога уже почти касалась склизкого бока желеобразного шара. Еще немного, и Вера не только но и увязнет в колодке обеими ступнями. Завидев это, майор отринул сомнение, задрал повыше рукав комбинезона и, совершив короткий мобилизующий вдох, вонзил в аномалию руку сразу до середины предплечья. Только такая радикальная мера и оградила Верданди от неминуемой ошибки. А также ослабила хватку аномалий настолько, что позволила девочке одним рывком окончательно высвободить лодыжку из капкана. Ее победный крик разнесся по поляне финальным аккордом этой короткой, но напряженной битвы. Сама же Вера вскочила на ноги, запрыгала и зааплодировала, будто только что завоевала главный приз в ответственных спортивных соревнованиях. Кальтер подергал левую руку в надежде, что колодка смилуется и пощадит пожертвовавшего рукой человека. Тщетно. Как и в том фильме, о котором рассказывала Вера, герой освободился из ловушки ценой того, что в ней пришлось увязнуть монстру. Значит, кино все-таки не ворало, и снимавший ее режиссер опирался на достоверные исторические факты. А вот папа Верданди ошибался. То, во что он отказывался верить, сейчас спасло жизнь его отважной дочери. — Дядя Костя! Победную радость девочки как ветром сдула, когда она наконец-то поняла, почему ее спутник все еще стоит на коленях перед аномалией. — Как же так, дядя Костя? Но ведь теперь ты сам там... — Ты разобралась с карантинной системой таймбота, как я тебя просил, — поинтересовался Кальтер. — Да, я ее отключила. Ну, молодец. Теперь возьми Этерналий, — нетерпящим возражения тоном приказал майор. Не сводя вытаращенных глаз с погруженной в колодку руки интрудера, девочка точно самнамбула подобрала светящееся кольцо, вцепилась в него обеими руками и растерянно встала возле Кальтера. — Хорошо, — похвалил он Веру и отдал ей следующее распоряжение. — А теперь ты сядешь в лифт, поедешь наверх, выйдешь и пришлешь лифт назад за мной, а я пока вытащу руку из колодки. — Как ты ее вытащишь, дядя Костя? — ошарашенно полюбопытствовала Верданди. — Кто тебе в этом поможет? — Разве я не говорил, что нашел в сети несколько способов, как выбраться из этой аномалии? — изобразил удивление майор. — Говорил. — Едва слышно согласилась Вера. — И почему тогда ты задаешь мне такие дурацкие вопросы? Я обещал, что добуду обруч Медузы, и я его добыл. Сейчас я обещаю, что выберусь из колодки и приеду к тебе на лифте, как только ты пришлешь его за мной. — Хочешь поспорить, что у меня ничего не получится? — Нет, не хочу, — замотала головой девочка и робко попросила. — А можно я останусь и посмотрю, как ты это сделаешь? — Я не буду мешать, честное слово. — Я бы с удовольствием, но, к сожалению, это исключено, — отрезал кальтер и уточнил. — Видишь ли, тот способ, который я буду использовать, требует, чтобы вблизи ста метров от колодки не было ни одного артефакта. Поэтому, если ты не отвезешь обруч Медузы наверх, мне придется воспользоваться другим способом, а он очень болезненный. Ты же не хочешь, чтобы мне было больно, так ведь? — Я увезу Этернале, дядя Костя, — пообещала Вера, — и сразу же пришлю тебе лифт. Только ты постарайся побыстрее, ладно? — Не волнуйся, — ответил кальтер. — Времени у нас в обрез, поэтому буду спешить, как могу. И ты тоже поторопись. Как поднимешься и отправишь лифт, сразу же приступай к монтажу. И чтобы к моему приезду все работало, ясно? — Хвала профессиональной предусмотрительности мизантропа. Перед тем, как выйти на ту злополучную поляну для сделки с сектой, он оставил неподалеку под деревом маленькую заначку. На случай, если вдруг сектанты сочтут трюк Эолоса взрывчаткой блефом, начнут стрельбу, и майору придется убегать от них под защиту цитадели. При таком агрессивном исходе переговоров кальтер мог шутя нарваться на пулю. И, дабы не бежать, истекая кровью через лес к таймботу, интрудер припрятал на пушке аптечку и нож, который, разумеется, на обратном пути не забыл подобрать. Майору посчастливилось отделаться от сектантов малой кровью, и аптечка ему не понадобилась. Поэтому он решил, что и дальше она ему не пригодится, по крайней мере, в ближайшие часы. В таймботе наверняка можно запастись более современными лекарствами и протянуть на них столько времени, сколько отмерит интрудеру судьба. Загадывать наперед кальтер и раньше не любил, а сегодня и подавно избегал прогнозов на будущее. Двадцать лет он вальсировал со смертью и потому привык быть ее кавалером на каждом кровавом балу, куда ангажировало мизантроповедомство. Вот и теперь кальтер и его неизменная партнерша вновь танцевали свой извечный танец, и если на сей раз костлявый вдруг захочется поцеловать старого приятеля, значит, так тому и быть. Намертво схваченный колодкой майор открыл аптечку и разложил возле себя ее содержимое, добавив к нему нож и ВМК. Да, лихой пируэт вознамерилась крутануть с ним смерть, прежде чем поцеловать кавалера в засос. Но да ладно, время уходит. Гурон готовится к атаке на небесного паука, а дядя Костя нужен сейчас вере, там, наверху. Пока интрудер в состоянии держать винтовку, он будет защищать верданди от монолитовцев. Пурга-Д не уничтожит таймбот. Умная ПРК всего лишь выведет из строя его орудийную батарею, после чего сектантам придется проникнуть внутрь паука, чтобы поступить с ним так, как поступили они с гравикоптером и его пассажирами. Иной политики монолит в зоне не исповедовал. Кальтер знал, что как минимум одному из его собратьев-интрудеров доводилось заниматься в полевых условиях тем, чем намеревался заняться он сейчас в ожидании лифта. Не важно, что тот бедолага защемил кисть упавшей на нее бетонной плитой, а майор добровольно сунул руку в аномалию. Главное, кто-то до него уже сумел осуществить подобное, а значит, сможет и Кальтер. По крайней мере, в данный момент вокруг него не свистят пули, а в аптечке имеются мощные обезболивающие и кровоостанавливающие препараты. Главное, действовать быстро, выверенно и сохранить рассудок, чтобы успеть вколоть себе противошоковую сыворотку, перебинтовать конечность и доплестись до лифта. Ну а дальше, как карта ляжет. Проводив взглядом увозящий Верданди лифт, Кальтер всадил себе в руку лошадиную дозу обезболивающего и, чувствуя, как не имеет предплечья, крепко-накрепко затянул у локтя жгут. Первоочередная проблема, стоявшая перед ампутатором, а точнее сразу две таковых, представляла собой локтевую и лучевую кости, которые было невозможно перерезать ножом, а тем паче самостоятельно. Оставался один выход — перебить их точными выстрелами из ВМК. Стрелять предстояло в упор, что было чревато рваными ранами и изобилием костяных осколков, плюс осложнялось ожогом тканей пороховыми газами. Но об этом Кальтер переживал в последнюю очередь. Выстрелить себе в руку он тоже сумеет. Невелика проблема. Приставить к предплечью ствол и два, максимум три раза спустить курок. Больше всего майора волновало то, хватит ли у него затем выдержки перерезать ножом остатки мягких тканей и завершить ампутацию. Даже при тройной инъекции обезболивающего проделать такое над самим собой было сродни нечеловеческому подвигу. Что ж, пора. Кальтер дал Горданде обещание поторопиться. Да и вообще, мешкать в подобном деле все равно, что озадачиваться дилеммой «быть или не быть» в самый разгар жаркого боя. Интрудер всадил в предплечье шприц с кровоостанавливающей сывороткой, заодно проверив этим уколом насколько оно немело, потом уселся поудобнее, взял ВМК в правую руку, нащупал стволом под кожей локтевую кость начинать так самой крепко из двух и процедил. Ну что, доволен Хабиб Ибн Зухайр? Наорался. Теперь моя очередь. После чего совершил резкий выдох, стиснул зубами ворот комбинезона и нажал на спусковой крючок. Затем сместил ствол чуть правее и выстрелил еще раз. Обезболивающе здорово помогло майору. Но поскольку он не дал лекарству подействовать в полную силу, боль в перебитой руке вспыхнула такая, что в глазах кальтера потемнело, а из груди вырвался дикий вопль. И хоть из-за крепко прикушенного воротника вопль этот являл собой лишь яростное мычание, интрудеру все равно казалось, будто он орет во всю глотку и бедная Вера наверняка слышит его душераздирающий крик. Не мешкать, не мешкать! Секунда промедления и он, обезумевший от боли, не только не сумеет закончить операцию, но и вообще не отыщет лежащий рядом нож. Отшвырнув винтовку, орущий майор вцепился ходящей ходуном рукой в рукоять кинжала и занес его над простреленным предплечьем. Удачно или нет угодили пули, определить не удавалось. Две рваные сквозные раны, торчащие из них осколки костей и льющиеся из перебитых сосудов кровь, вот и все, что видел майор с замутненным взором. Уперев лезвие в кожу между этими ранами, или говоря языком геометрии, соединив прямой две нужные для решения задачи точки, Кальтер надавил на кинжал изо всех сил и благодаря отработанным до автоматизма навыкам владения ножом отсек таки собственную руку. Лишь в самом конце ампутации за миг до того, как майор избавился от колодки, что-то крепкое или не до конца перебитая кость или сухожилие помешало лезвию идеально пройти через мягкие ткани руки. Не останавливаясь, Кальтер взмахнул кинжалом, будто саблей и двумя рубящими ударами разделывался с этой проблемой. Свой голос майор уже не слышал. Казалось, крик изливался из него не через глотку, а прямо из вибрирующих легких передавался всему телу и таким образом заставлял его трястись, как под воздействием электротока. Глаза застилала багровой пелена, но каким-то чудом закостеневшие пальцы интрудера выпустили кинжал, схватили шприц с противошоковой сывороткой и вонзили его в изувеченное, но теперь уже свободное от колодки предплечье. Инъекция адреналина оказалась крайне своевременной. Сыворотка встряхнула уже с трудом соображающего майора и хоть при этом она добавила ему новой боли, зато худо-бедно прояснила мозги и позволила довести до конца начатую процедуру. Майор отер салфеткой кровь, щедро сыпнув на культе бактерицидного порошка, после чего, придержав непослушный конец бинта зубами, взялся туго бинтовать изуродованную конечность. Эта достаточно простая при обычных условиях работа стоила сейчас интрудеру нечеловеческих усилий. Так, словно он наматывал на руку не бинт, а жесть или толстую стальную проволоку. В ходе этого энергоемкого мучительного занятия кальтер дважды стошнило, и один раз он чуть было не лишился сознания. Но когда позади него послышался звук открываемых дверей вернувшегося гравилифта, бинтование было почти завершено. Майор больше не кричал, а лишь глухо стонал, перекосив лицо и скрипя зубами. Кровь быстро пропитывала бинт, и по прибытии наверх интрудеру требовалась новая перевязка. Но он рассчитывал, что при помощи медицинского оборудования таймбота справиться с этой тяжкой задачей будет гораздо проще. Подобрав ВМК и нож, кальтер прижал культу к груди, кое-как поднялся и, еле волоча ноги, ему приходилось опираться на винтовку, как на трость. Но, тем не менее, интрудер стоически прошел весь этот короткий, но безмерно мучительный путь, ни разу не упав. И только ввалившись в лифтовую кабину, кальтер позволил ногам подкоситься и в изнеможении рухнул на пол. «Я здесь, Вера!» — прохрипел он сорванным голосом, полагая, что девочка непременно его услышит. «Я пришел! Вытаскивай меня отсюда!» Двери гравилифта закрылись, а вместе с ним закрылись и глаза кальтера, впавшего в забытье от шока и потери крови. Поэтому первое близкое знакомство майора с техникой будущего выдалось для него отнюдь не торжественным. Вернее, он его вообще не запомнил. А когда кальтер пришел таки в себя, он уже находился на высоте птичьего полета от земли, там, где до него не бывал еще ни один сталкер. «Дядя Костя! Ну очнись же! Дядя Костя!» умолял Аверданди настойчиво тормажа кальтера за плечо. «Отойди, а то испачкаешься!» Кое-как, разлепив веки, пробормотал майор, после чего собрался с силами и, нащупав на стене лифта поручень, начал подниматься. «Что с тобой случилось?» взволнованно спросила Вера, только теперь заметив, во что превратилась левая рука спутника. «Все в порядке», ответил кальтер, подбирая с пола винтовку и принимая вертикальное положение. «Просто твоя колодка меня немного укусила, но я с ней быстро разобрался». «Тебе надо срочно в лазарет», категорично заявила девочка. «Пойдем, я отведу тебя туда». И подлезла интрудеру под руку, словно и впрямь могла утащить на себе его восьмидесятикилограммовое тело. «Да, в лазарет не помешало бы», согласился майор, коваляя к выходу из лифта и стараясь опираться не на хрупкие плечики Веры, а на винтовку. «Но только ненадолго. Сделать пару уколов, руку перевязать и баста. Покажи дорогу, я сам найду. А ты живо марш чинить свой генератор. Нечего тратить время на всякую ерунду. Большой дядька может сам о себе позаботиться». «Колодка, она что, откусила тебе руку?» Выйдя на свет из полутемного лифта, Вера окончательно разглядела, какая беда постигла кальтера. При виде крови, сочащейся на пол, из неряшливо запинтованной культи, глаза девочки округлились от ужаса, а челюсть отвисла. Казалось, еще немного, и она грохнется в обморок, добавив лишних проблем и без того погрязшему в них майору. «Подумаешь, незадача!» Нарочито невозмутимо отозвался интрудер, едва сдерживаясь, чтобы не стонать от боли. «Новый это растет. Я разве тебе не рассказывал, что в зоне на одном болоте живет настоящий доктор Эйболит, который может вылечить все, что угодно? Вот отправлю тебя домой и сразу пойду к нему лечиться». Говорят, его болото где-то здесь, недалеко. «Показывай, где лазарет и бегом марш работать!» От ведущего к лифту маленького коридорчика можно было направиться прямо или наверх по движущейся наклонной дорожке транспортеру. Бегло осмотревшись, Кальтер понял, что изнутри таймбот поделен на два яруса. Нижний, судя по всему, жилой и технический, был разбит на отсеки множеством перегородок и освещен светом маленьких, но ярких ламп. Верхний ярус являл собой единый просторный зал с опоясывающим его по окружности гигантским панорамным окном. В центре зала находился массивный агрегат, чья вычурная обтекаемая форма не вызвала у майора никаких ассоциаций. Возле панорамы располагались различные интерактивные экраны, похожие на увеличенные копии карманного пульта Верданди, посредством которого она общалась со Светогором. Напротив каждой панели управления имелось по три мягких кресла, показавшихся интрудеру чересчур роскошными для служебной мебели. Очевидно, из таких кресел Вера и ее погибшие родители созерцали злополучный великий штурм, обернувшийся трагедией не только для десятка сталкеров, но и для этого мирного семейства из далекого будущего. Верданди повела Кальтера вперед, а не наверх. Ступив на решетчатый пол, проходящего через весь ярус коридора, майор глянул под ноги и рассмотрел сквозь мелкие ячейки решетки, что внизу, там, где у юлы располагался конусообразный кончик, находится еще один маленький ярус. На нем были установлены в круг три большие, в рост человека, прозрачные капсулы, а между ними, похожий на алтарь, столик. Впрочем, терзаемый болью, Кальтер не стал спрашивать, что это там внизу. Все, на чем были зациклены его мысли, это приведение себя в боеспособную форму. Если сектанты успеют таки нанести удар до того, как Вера восстановит темпоральный генератор, майор намеревался встретить их во всеоружии. Лазарет был оборудован в одном из отсеков, расположенных в центральной части круглого уровня. Майор ожидал встретить типичную больничную палату, уставленную разнообразным футуристическим оборудованием. Но вместо этого увидел лишь стоящее посередине совершенно пустое стерильно-белое комнаты кресло, похожее на те, что обычно устанавливались в стоматологических кабинетах. К нему и повела интрудера девочка. — Погоди, — воспротивился он, когда Вера попыталась усадить его в кресло. — Что ты собираешься делать? — Буду тебя лечить, — по-деловому ответил Аверданди. — Колодка откусила тебе руку. Ты что, хочешь ее так и оставить? — Сколько времени займет твое лечение, — забеспокоился кальтер. — Сколько надо, столько и займет, — отрезала девочка. — Если как следует не обработать рану, через час ты истечешь кровью и умрешь. Я этого не допущу. Садись, кому говорят. Не бойся. В нашем веке уколы уже больно не ставят и иголками раны не штопают. — Кто бы боялся! — глянув на изуродованную руку, хотел проворчать майор, но Вера не дала ему и рта раскрыть. Ловко подтолкнув обессиленного интрудера к креслу, она практически вынудила кальтера плюхнуться в него, а иначе пациент попросту грохнулся бы на пол. — Общий наркоз, — громко скомандовала девочка неизвестно кому, — анализ травмы и программа первой помощи. — Эй, эй, постой! — вновь запротестовал майор. — Ты что творишь? Какой еще наркоз? Больше он ничего сказать не успел, потому что в этот миг что-то мягкое и влажное коснулось его шеи, не дать не взять собакой языком лизнуло, и сознание опять оставило кальтера. Последнее, что он успел заметить, это пришедшие в действие стены лазарета, будто какой-то великан вдруг начал мять их снаружи, как алебастр. Хотя, возможно, это была галлюцинация. Мало ли чего пригрезится напичканному обезболивающими препаратами, потерявшему много крови человеку. Глава семнадцатая Очнулся кальтер в той же пустой комнате с белыми стенами. Только теперь верданде рядом не было, а кресло превратилось в узкую, но удобную кровать. Майор практически сразу вспомнил, где он находится, и что с ним происходило до того, как он попал в лазарет таймбота. Благодарить за ясность рассудка очевидно следовало наркоз двадцать второго века, не имеющий побочных эффектов, характерных для анестезии века нынешнего. Что ни говори, а будущее есть будущее. Жаль только жить в эту пору прекрасную, кальтеру уже не придется. Интрудеру так и не удалось увидеть, каким образом функционировала медицинская программа таймбота. Самое удивительное, что он продолжал лежать, облаченный в комбинезон и ботинки, хотя, окажись майор в обычной больнице, с него первым делом сняли бы всю одежду и нарядили в пижаму. Кальтер присмотрелся. Да нет, похоже, в этом лазарете его тоже подвергли кое-какой санитарной обработке, причем вместе с комбинезоном, который пусть и не блестел, как новенький, но был тщательно очищен от грязи. И в теле ощущалась свежесть, стало быть, по нему тоже как минимум прошлись влажной губкой. А вот за что действительно следовало поклониться верданде в пояс, так это за ухоженную левую руку, которая хоть и продолжала болеть, но больше не кровоточила. Повязка на ней сияла белизной и была наложена с такой аккуратностью, на какую способен разве что высококлассный санитар. Надо полагать, что под повязкой все вычищено и заштопано на совесть. В довершении майор расстегнул комбинезон и убедился, что на ребрах тоже красуется новенький удобный бандаж. И сделан он был не из эластичного бинта, а из чего-то цельного и более мягкого. Из чего именно Кальтер не определил, поскольку никогда раньше не сталкивался с таким медицинским материалом. Неплохо его подлечили, что ни говори. Небось, пару часов на это точно ушло. Вот дьявол! Время! Трижды проклятое время! Сколько его еще у него осталось? Майор соскочил с кровати, которая тут же приняла прежнюю форму кресла и обнаружил в углу комнаты весь свой арсенал. Схватив ПДА, Кальтер первым делом глянул на таймер в углу экрана и выяснил, что с момента, когда он в последний раз сверялся с часами, а было это аккурат перед его решающей битвой с колодкой, и впрямь миновало почти два часа. А если вести отсчет времени от расставания с Гуроном, то и все три. Плохо. Очень плохо, учитывая то, что Верданди до сих пор находится здесь. Интрудер подобрал оружие и направился к двери лазарета. Едва пациент приблизился, дверь тут же услужливо распахнулась, выпуская Кальтера в коридор. Получив свободу, майор осмотрелся, гадая, куда запропастилась Верданди и решил начать ее поиски с верхнего яруса. Где еще может находиться капитан корабля перед стартом, если не на капитанском мостике? Именно там Вера и была. Дорожка транспортер доставила гостя в самое просторное помещение таймбота, которое майор успел мельком осмотреть при выходе из гравилифта. Девочка неторопливо прохаживалась вокруг той самой громоздкой конструкции, чей вид не наводил Кальтера ни на какие ассоциации и снимала показания с мониторов. Очевидно, это и был темпоральный генератор, из-за которого разгорелся столь грандиозный сыр-бор в зоне и за ее пределами. В руке Верданди держала свой карманный пульт с развернутым экраном, что-то периодически нажимала на нем пальчиком, затем внимательно глядела на окружающий генератор большие экраны, качала головой и снова возвращалась к пульту. По задаченному виду хозяйки Кальтер понял, что у нее возникли какие-то затруднения. Проблемы? поинтересовался интрудер, приближаясь к увлеченной работе девочки. Ой, дядя Костя! стряпнулась она, только сейчас заметив появившегося на мостике Кальтера. Быстро ты проснулся! Как твоя рука? Рука в порядке, отмахнулся майор. Спасибо тебе большое за помощь. Наверное, ты спасла мне жизнь. А теперь забудь о моей руке и расскажи, что здесь происходит. Пока все хорошо, вот только... Девочка осеклась, словно побоялась сказать нечто такое, что обидит гостя. Что только... поторопил ее с ответом интрудер. Только это немножко не тот Этерналий, который нам нужен. Виновато проговорила Вера и тут же поспешила уточнить. Нет-нет, дядя Костя, ты не пугайся, он не поврежден и вполне годится для темпортирования. Просто этот обруч медузы излучает слишком мало энергии для того, чтобы быстро наполнить ее пусковые конденсаторы и запустить генератор. Наверное, те плохие сталкеры хотели тебя обмануть и подсунули недозрелый артефакт. А может, у них просто не было другого обруча? Все ясно, кивнул майор, вникая в суть проблемы. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы зарядить конденсаторы для темпортирования? Часов восемь, девять, неуверенно ответила Вера. Раньше никак не получится. При старте темпоральный генератор расходует много энергии, а сейчас его конденсаторы почти пусты. У нас нет в запасе столько времени, уточнил Кальтер. И мгновение помешков решил таки довести до ребенка всю страшную правду. Я боюсь, что у нас с тобой даже и часа лишнего не осталось. Таймбот в опасности. У тех плохих сталкеров имеется оружие, которым они смогут победить Светогора. В двадцать первом веке нет такого оружия, помотала головой Верданди. Хотелось бы надеяться, что у наших врагов ничего не выйдет. Но я бы не стал на это рассчитывать, возразил интрудер. Их оружие весьма и весьма коварно, поэтому ты должна срочно придумать, как нам ускорить процесс зарядки конденсаторов или использовать какой-то резервный вариант твоего демпортирования. Такой вариант есть, с неохотой призналась девочка, но он нам не подходит. Извини, не понял, наморщил лоб майор. Он и впрямь был озадачен ее странным ответом. Что значит не подходит? А ну-ка растолкуй. Внизу под жилой палубой есть еще три мини-бота для экстренного темпортирования, пояснила Вера. Но они работают по другой системе, и нам с тобой она не подходит, понятно? Почему? Потому что тогда я не могу забрать тебя с собой, дядя Костя, нахмурилась Верданди. Чтобы воспользоваться системой экстренного темпортирования, надо вынуть интернале из генератора и положить его на специальный стартер, который за пять минут выкачает из обруча медузы всю его энергию. После этого артефакт полностью разрушится. Обычный интернале способен темпорировать за раз три мини-бота, но наш слабенький обруч вытянет только один. Я уже провела тесты. Поэтому нам с тобой такой вариант не подходит. Мы отправимся в будущее на тайм-боте. Только так, я и ты сможем очутиться там вместе. О, господи! Прозревший кальтер стукнул себя по лбу. Неужели ты и впрямь решила, что дядя Костя тоже хочет темпортироваться в твой век? — Разве нет? — округлила глаза Вера. — Ведь у меня там, кроме бабушки, больше никого не осталось. А ты мог бы... Ну, в общем... Вердань Денида говорила и, обиженно насупившись, примолкла. — И чем бы я занимался в твоем будущем? — горько усмехнулся кальтер. — Рекламировал сигареты и прочие товары для взрослых? — Я бы нашла тебе у нас хорошую работу, заверила его девочка, и татуировку бы твою свела, конечно, если она тебе надоела. — И как бы на это посмотрели ваши власти? Ведь я буду для них нелегальным иммигрантом во времени, а по закону таких принято депортировать обратно. — Ты бы меня удочерил. Прямо в лоб без обиняков оглаушила майора Верданди. И тогда ни один темпоральный инспектор не посмел бы выгнать в прошлое моего отца. У поперхнувшегося от такого безапелляционного заявления майора отвисла челюсть. Внимание Верданди раздался по залу из невидимых динамиков голос Светогора, а на одном из ближайших мониторов возникло его суровое бородатое лицо. С юго-востока в нашем направлении движется военный вертолет. Радарная система, которой он сканирует таймбот, мне неизвестна. Характер вероятной атаки определить не могу. Цитадель приведена в состоянии повышенной боеготовности. Советую всем находящимся на борту пассажирам и членам экипажа спуститься в убежище. Светогор, ты можешь организовать визуальные наблюдения за вертолетом? спросил встрепенувшийся кальтер, несвадя глаз с ошарашившей его в очередной раз девочки. Причем ошарашивший так, что интрудер едва сумел вникнуть в смысл того, о чем сообщил им Светогор. Виноват, дядя Костя, отозвался страж Таймбота, но для выполнения твоей просьбы мне необходима санкция Верданди. Выполняй все просьбы дяди Кости, Светогор, тяжко вздохнув, ответила Вера, явно раздраженная тем, что их разговор с майором был прерван в самый нежелательный момент. Приказ понял, Верданди, подтвердил искусственный интеллект Цитадели. Организую визуальные наблюдения за вероятным противником. Дядя Костя, подойди к пятому пульту. Интрудер вопросительно взглянул на девочку, и она, потупив очи, указала ему на интерактивную панель, располагавшуюся у панорамного окна с той стороны, откуда приближалась угроза. Кальтер тоже был не в восторге от того, что их беседа закончилась на такой неопределенной и одновременно ошеломляющей ноте. Но как не хотелось майору подвести этот разговор к какому-нибудь финалу, увы, время выяснения отношений закончилось. На горизонте появился Гурон, и раз уж он уверенно вел вертолет к небесному пауку, значит, Пурга-Д готова нанести по нему свой высокотехнологичный удар. Дальномер таймбота показывал, как стремительно сокращается расстояние до вражеского Ми-24. Он взлетел с форпоста сектантов на военных складах и, совершив промежуточную посадку, судя по всему где-то в районе известного кальтеру и вере поселка, теперь заходил на цель, оснащенный четырьмя противозенитными ракетами и неся в утробе десантную группу. Майор предполагал, что, как и прежде, в десантный отсек вертолета набилось восемь монолитовцев, включая индейца. Большее количество десантников Ми-24 был нести не в состоянии. Но что мешало пилотам высадить одну штурмовую команду и тут же подобрать земли следующую. Семеро сектантов поджидали вертолет с платы ЦМТ, еще восемь бойцов он мог доставить с базы. С такими силами придется вести бой кальтеру, конечно, если цитадель не отобьет атаку секретного ПРК. Интрудер надеялся на лучшее, но готовился только к самому худшему. Впрочем, как и всегда. Гурон имел представление о дальнобойности орудий Небесного Паука, но все равно предпочел не приближаться к опасной зоне, а начал круговой облет цели на недосягаемом для цитадели расстоянии. Изучая таймбот со всех сторон, сектанты загружали электронный мозг Пурги-Д всей доступной информацией о противнике, дабы провести атаку с максимальной эффективностью. Кровожадная акула, кружащая вокруг плавающих в воде жертв кораблекрушения. Иного сравнения не подобрать. Камеры таймбота неотрывно следили за вертолетом, хотя он был уже различим и невооруженным глазом. Черные пятнышка в серых небесах, все маневры которого были хорошо заметны через панорамное окно. — Что ты стоишь? — рассерженно бросил через плечо кальтер, топчущийся позади него Вере. — Быстро снимай Этернали и беги запускать мини-бот. — А как же? — Без разговоров. Время дорого, поэтому делай, что говорят. Верденти хотела сказать что-то еще, но поняла, что у нее не получится переспорить несговорчивого дядю Костю и направилась к темпоральному генератору. Кальтер обернулся, проконтролировал, что девочка приступила к работе и снова вернулся к наблюдению за противником. Вертолет облетел небесного паука по периметру, затем пошел на второй круг, но вскоре сбавил скорость до нуля и, развернувшись носом к цели, завис в воздухе. Почему враг избрал именно эту позицию, Кальтер пока не догадывался. И для него, и для Гурона наступал кульминационный момент. Если замысел сектанта провалится, он сможет разворачиваться и улетать в Освояси, а интрудер в спокойной обстановке решит, каким образом отправить Веру домой, поскольку вряд ли в ближайшие 8-9 часов у монолита созреет другой план прорыва обороны таймбота. Однако замешательство Светогора в идентификации Пургиде напрямую указывало, что создатели Цитадели слыхом не слыхивали о существовании в начале 21 века этого уникального ПРК. И стало быть, программа противодействия ему в защитной системе таймбота отсутствовала. Конечно, не стоило исключать, что имеющиеся у него в арсенале средства тоже окажутся вполне действенными, но тут уж как повезет. Обычная катапульта и катапульта, заряженная греческим огнем, разные вещи. И если ты обезопасил себя от обстрела булыжниками, не факт, что твоя оборона устоит, когда на нее посыплются бочки с зажигательной смесью. Прогнозировать исход столкновения технологий прошлого и будущего можно лишь на бумаге. История мировых войн пестрела примерами, когда стрелы оказывались эффективнее пуль, а пули старинных винтовок выводили из строя напичканную электроникой ультрасовременную боевую технику. Издалека было не разобрать, когда Гурон выстрелил из ПРК, но на экране монитора этот момент был виден довольно отчетливо. Подвешенная на левое оружейное консоль вертолета Пургаде залпом выплюнула сразу все ракеты, которые тут же разлетелись в разные стороны и помчались на цель широким фронтом. Враг атакует, мгновенно оживился Светогор. Четыре ракеты по курсу северо-восток. Фиксирую цели. Десять секунд до вхождения ракет в зону поражения. Семь. Шесть. Пять. Ситуацию осложняло то, что обучая Кальтера извлечению из ракетной установки стратегических деталей, ее создатели, соблюдая секретность, сочли ненужным разъяснить интрудеру принцип действия уникального комплекса. Кальтер обратил внимание на то, что ракетные микрочипы сателлиты разительно отличаются от вполне необычные на вид электроники самого ПРК. А если быть точным, начинка каждой из четырех ракет не имела ничего общего с электронными компонентами подобного рода оружия. Не зная майор, с чем имеет дело, он и вовсе не догадался бы, что перед ним ракетный блок управления. Кальтер вообще затруднялся, пытаясь сравнить это оборудование с каким бы то ни было другим. В ракетах Пурги-Д отсутствовали привычные микросхемы, провода и полупроводниковые детали, а нужный майору микрочип напоминал скорее свернутую в рулончик сетку из тонкой проволоки, пусть и обозначался стандартным для таких компонентов термином. Мизантроп подозревал, что уникальность этого оружия кроется не только в его неординарном техническом устройстве. Уничтожить натовский зенитный комплекс Тайтан-Скай, в пику которому была изобретена Пурга-Д обычными противозенитными средствами было бы столь же трудно, как и охранную систему Таймбота. Кальтер лишь знал, что ракеты секретного ПРК поражают цели необычным взрывным зарядом, а чем-то таким, что невозможно сбить на подлете даже шквальной огневой завесой. Предсказать, насколько окажутся сообразительны в этом плане импульсные пушки небесного паука было нереально. Четыре, три, два, продолжал Святогор считать секунды до входа ракет в зону досягаемости его орудий. Однако, вместо того, чтобы завершить отсчет и открыть огонь по целям, внезапно доложил. Цели самоуничтожились. Повторяю, цели самоуничтожились. Не может быть, встрепенулся Кальтер, напряженно следивший за радарным монитором. Майор и без помощи наблюдательных приборов засек четыре синхронные вспышки и в первый миг решил, что Цитадель сделала таки свое дело. Но сообщение Светогора о самоуничтожении ракет повергло интрудеров замешательства. «Произвести детальный анализ взрывов», скомандовал Кальтер, который, в отличие от искусственного интеллекта Таймбота, отказывался признавать факт исчезновения целей. На обработку запроса у Светогора ушло несколько секунд, после чего последовал отчет, подкрепленный замедленной видеозаписью процесса самоликвидации одной из ракет. Причиной уничтожения цели явился взрыв реактивного двигателя, расколовшегося при этом на шесть крупных обломков. Остальные части ракеты разлетелись в пыль. Ее облако растворилось в атмосфере до такой концентрации, что в данный момент его невозможно засечь радаром Цитадели. Процесс разрушения идентичен для всех четырех ракет, и, судя по всему, был инициирован оператором ракетного комплекса. «Пыль», сообразил майор, уцепившись за самую странную деталь озвученного ему отчета. «Срочно определить фронт ее распространения и химический состав. Задействую высокочувствительный атмосферный анализатор», отозвался Светогор и вскоре доложил. «Концентрация исследуемой пыли в воздухе по-прежнему незначительна. Движется вместе с ветряным фронтом. С северо-востока в нашем направлении. Анализ химического состава будет проведен через пять секунд. Четыре. Три. Внимание! Концентрация пылевого облака резко усиливается. Частицы пыли движутся автономно от потока ветра. Спектральный анализ невозможен. Внимание! Визуальный анализ показывает, что исследуемое пылевое облако состоит из микродеструкторов первого поколения. Сбой темпоральной программы. Тревога. Угроза первой степени. Огонь по облаку из всех орудий. Сжечь его! Приказал Кальтер, даже не став выяснять, что за штуковина эти микродеструкторы. Зато мигом сообразил, почему Гурон развернул вертолет носом в подветренную сторону. Наверняка Светогор приступил бы к устранению опасности и без приказа дяди Кости. Расслышать стрельбу импульсных пушек было невозможно, но, согласно выведенной на монитор информации, батарея небесного паука начала шквальный обстрел надвигающегося на таймбот смертоносного облака. Орудия, способные сжигать на лету даже пули, выставили на пути миллиардов микродеструкторов плотный энергетический заслон. Однако уже через несколько секунд выяснилось, что предпринятые цитаделью контрмеры безнадежно запоздали. Микродеструкторы прорвали заградительный щит, все тем же бесстрастным тоном доложил Светогор. Их количество сократилось на 44%, но степень угрозы остается прежней. Неуничтоженные боевые единицы противника закрепились на обшивке и движутся к орудиям. Кальтер наблюдал по монитору, как на схематичном изображении Таймбота формируются красные бесформенные кляксы, которые затем начинают перемещаться и концентрироваться у орудийных позиций. Цитадель уже спрятала пушки в корпус и задраила бойницы, но микродеструкторы продолжали быстро подтягиваться к ним, явно не намереваясь отказываться от своих намерений. Что происходит? В нетерпении спросил Кальтер у стража Таймбота. Доложи о характере угрозы. Микродеструкторы колония самоклонирующихся биокибернетических организмов с предельно ограниченным сроком жизни, выдал справку Светогор. Они запрограммированы на одну цель – поиск и разрушение конкретного объекта с последующим самоуничтожением. В данном случае объектами являются орудийные установки, координаты которых были заранее введены в блок централизованного управления пребывающих в анабиозе биокибернетических организмов. Согласно моей темпоральной программе, первые микродеструкторы должны встать на вооружение военных структур лишь через 18 лет. Заложенная в мою память информация не соответствует действительности. Из-за этого программного сбоя я не сумел вовремя выявить угрозу и принять необходимые меры к ее предотвращению. Количество прорвавших оборону микродеструкторов достаточно для того, чтобы полностью вывести из строя Цитадель. Светогор рекомендует Верданде воспользоваться мини-ботом экстренного темпорирования, а дяде Косте немедленно покинуть таймбот и удалиться от него на безопасное расстояние. Майор обернулся и посмотрел на Веру, которая все еще крутилась возле темпорального генератора. — Что ты там копаешься? — окликнул ее интрудер. — Не слышишь, что тебе сказано? Пора проваливать отсюда. — Да слышу, слышу! — обиженно прокричала в ответ Верданде. — Думаешь, это так легко? Прервать зарядку и вытащить Этернале из генератора? — Поторопись! — на всякий случай наказал ей Кальтер и опять уставился на виртуальную схему Небесного Паука, где красные кляксы уже завершили движение и теперь отмечали собой каждое орудийное гнездо на корпусе. Майора, однако, интересовало не это, а люк, проделанный у самой верхушки купола и накрытый похожим на шляпку гриба защитным навесом. Согласно схеме, под ним располагались не импульсные пушки, пока интрудер изучал верхнюю часть обшивки, расползшиеся по Небесному Пауку незримые биокибернетические террористы нанесли свой фатальный удар. Грохот сотряс таймбот, словно на него откуда ни возьмись обрушился камнепад. Мимо окон пронесся дождь из мелких обломков неизвестно чего, не то задраивающих бойницы люков, не то разорванных на части пушек. Вслед за этим красные кляксы на мониторе разом исчезли, а вместо них засверкали опять-таки красные предупредительные отметки. Они извещали о каждом вышедшем из строя орудии и множественных мелких пробоинных корпуса. Суммировала эти предупреждения большая пульсирующая надпись внизу экрана, которая сообщала о полном отказе охранной системы Цитадели. Надо полагать, нацеленный на Небесного Паука радар Пурги-Д вот-вот известит Гурона о том же самом. Светогор взялся было докладывать о повреждениях, оттуда видеокамеры и доставить меня на эту позицию, распорядился он, ткнув пальцем в верхушку купола на интерактивной схеме обшивки. Приказ понял, высылаю подъемник. С готовностью отозвался искусственный интеллект таймбота. Две минутки, дядя Костя, еще две минутки и я закончу. Верданде явно предугадала, что нарвется на очередное замечание, и поэтому, поймав устремленный на нее взгляд Кальтера, не дала ему верта раскрыть. Две минутки. Хвост и стремительно приближался к небесному пауку. Маленький безопасный анклав, который создали в Рыжем лесу пропавшие путешественники во времени, только что прекратил свое существование. И теперь Монолит собирался окончательно вернуть себе то, что было завоевано им по праву сильного, главенствующему праву для обитателей зоны. Высланный Светогором Кальтеру подъемник оказался уменьшенной копией гравилифта и работал по тому же принципу. Сначала из-под купола ударили вниз два параллельных луча, а уже по ним, как по направляющим, спустилась маленькая двухместная платформа, похожая на те, что используют мойщики окон высотных зданий, только летающие. Майор повесил на плечо валявшийся у генератора доверенный вере на хранение подсумок с остатками боеприпасов, запрыгнул в подъемник и тот без дополнительных указаний помчал пассажира к месту назначения. А пока интрудер возносился под своды зала, Светогор убрал с пути дяди Кости все, что мешало ему воспользоваться выбранной огневой позицией — измерительные приборы, камеры и удерживающие их на верхотуре консоли. Кальтер извлек из подсумка магазин с последними, припасенными им на черный день десятью бронебойно-зажигательными патронами и перезарядил винтовку. Да уж, денек, черней не бывает. Жаль, не осталось кумулятивных ракет, которыми интрудер подрывал бронетехнику Чупренко в агропроме. Вот они бы сегодня действительно пригодились. А может и нет. Чтобы метко стрелять из подствольной ракетницы одной рукой, нужно иметь кое-какую сноровку. Увы, майор сомневался, сумеет ли он вообще в таком состоянии вести результативный огонь из ВМК, не говоря об иных действиях, требующих хорошей координации. Ампутировать себе руку, а через два часа снова рваться в бой — не самая удачная мысль. Но за неимением выбора Кальтеру приходилось уповать на свой многолетний опыт приспосабливания к разного рода непредвиденным ситуациям, что случались с мизантропом почти в каждой командировке. Благодаря тому, что винтовка Кальтера была сделана по современной системе Булл-Пап, крепление у ВМК магазина с патронами осуществлялось позади спускового крючка. А впереди него располагалась упорная рукоятка, за которую интрудер прежде держался левой рукой при стрельбе. Сейчас, когда держаться за эту рукоятку ему было нечем, тем не менее лишней она не оказалась. Поменяв магазин, майор примерился и, отжав регулировочный стопор, перецепил подвижную рукоять так, чтобы ее было удобно зажимать сгибом левого локтя. Затем опробовал новую изготовку для однорукой стрельбы, направив ствол ВМК в окно и взяв на прицел приближающийся вертолет. Нельзя сказать, что целиться было удобно, как раньше, но все равно гораздо эргономичнее, нежели удерживая оружие одной рукой. Вертолет. Проклятие. Кажется, Гурон опять действовал вопреки прогнозам майора. Вместо того, чтобы взлететь над Небесным Пауком и высаживать ему на купол десантную группу, Ми-24 шел прямо на панорамное окно и замедлял ход. Кальтер предположил, что перед тем, как взорвать таймбот, сектанты захотят исследовать его на предмет поиска уникальных технологий, а стало быть, постараются на первых порах воздержаться от вандализма. Как бы не так. Похоже, Гурон с подельниками собирался произвести десантирование по наименее рискованному варианту и расчистить перед высадкой плацдарм при помощи бортового орудия вертолета. «Вера, бросай все и беги вниз!» закричал Кальтер, добравшийся на подъемнике почти под самый купол зала. «Быстро уходи! Ну же!» «Еще немного, дядя Костя! Всего минутку!» крикнула в ответ Верданни. Она тоже видела вертолет, но явно не понимала, с какими намерениями враги приближаются к панорамному окну. «Оставь обруч и дуй вниз! Кому говорят!» рявкнул Кальтер, благо отменная друг друга из-за нарастающего снаружи шума. Вера вздрогнула. Не так уж часто она видела дядю Костю в гневе. Испуганно глянула на летящую с северо-востока винтокрылую машину и только после этого бросила работу и припустила к ведущей на нижнюю палубу транспортной дорожки. Подъемник тем временем доставил интрудера под свод купола и остановился. Последние метры до люка интрудеру предстояло добираться по пределанной к потолку железной стремянки. Но прежде чем заняться этой трудоемкой для колейки работой, Кальтер повесил винтовку на плечо, извлек из-под сумка альпинистскую мини-лебедку и прицепил ее к поясу. Какой бы надежной не выглядела техника будущего, подстраховаться все равно не помешает. А тем более накануне грядущей бури. Кальтер и не надеялся, что панорамное окно переживет залп 23-мм вертолетного орудия, произведенной с дистанции в дюжину метров. Даже стены Небесного Паука вряд ли выдержали бы подобную атаку. Но стрелять наобум по корпусу таймбота сектанты, пожалуй, не станут. А вот пройтись из скорострельной пушки по верхней палубе, чтобы очистить ее от противника и заодно выбить перед вторжением крепкие оконные стекла, это гурону расплюнуть. За себя интрудер не переживал, поскольку сомнительно, чтобы пилот Ми-24 обнаружил под куполом огромного зала, засевшего в потолочных конструкциях человека. Впрочем, Вера тоже вовремя смекнула, что разгневанному кальтору лучше не перечить и улизнула с линии огня до того, как вертолетная пушка шарахнула по тому месту, где только что находилась девочка. Едва не цепляя небесного паука винтом, Ми-24 завис напротив панорамного окна и, открыв огонь, стал неторопливо смещаться влево, двигаясь боком вокруг цели и при этом все время удерживая нос наведенным на нее. Надо отдать должное создателям таймбота. Первые попадания крупнокалиберных пуль панорама все-таки выдержала. Но так как те сыпались на нее нескончаемым шквалом и с небольшого расстояния, выдержки этой стеклам хватило ненадолго. Северо-восточный сектор окна сначала покрылся трещинами, а потом взорвался шарапнелью мелких осколков, брызнувших в зал вкупе со свинцовым градом. После чего облетающий паука противник взялся методично пролет за пролетом уничтожать панораму, а вместе с ней и все, что находилось на верхней палубе. Обломки мониторов, пультов, кресел, а также детали корпуса все это сплеталось в стеклянно-свинцовую мешанину, носившуюся по залу сокрушительным вихрем. Особенно досталось возвышающемуся в центре палубы генератору. Из-за круговой траектории движения вертолета большая часть его пуль непременно ударяла в генераторный кожух. Он же оказался на поверку единственной пуле, непробиваемой целью в зоне поражения вертолетного орудия. Свинец молотил по генератору безостановочной дробью, но в защитных панелях темпорального оборудования не появилось ни одной пробоины. Оно покрывалось вмятинами и деформировалось, постепенно становясь похожим на скомканную в кулаке фигурку оригами и все-таки продолжало стойко выдерживать десятки пулевых попаданий. Впрочем, это еще не означало, что монолитовцам было не по зубам уничтожить генератор. Просто сейчас Гурон не ставил перед собой такой задачи и очищал верхнюю палубу от противника, а не старался произвести на ней максимум разрушений. Хотя на самом деле выходило иначе. Кальтер убедился, что Верданде убежала достаточно далеко и, не дожидаясь окончания канонады, начал карабкаться по лесенке к люку. Преодолев половину пути, майор глянул вниз и понял, что поступил мудро, прихватив с собой свою верную лебедку. Летающая платформа, которая без особых усилий вознесла его под своды зала, вдруг напрочь утратила подъемную силу и рухнула вниз с головокружительной высоты. Интрудер заметил, что направляющие подъемник лучи погасли. Очевидно, это и послужило причиной аварии. А причиной исчезновения лучей безусловно стали вражеские пули, повредившие соответствующий технический узел. Кальтер не стал звать Светогора и проверять, функционирует ли искусственный интеллект таймбота. Все равно, из-за ворвавшегося в выбитое окно вертолетного шума и усилившего его пулеметного грохота майор ничего не расслышал бы. Вместо этого интрудер закончил восхождение и высунулся из люка. Сделать это удалось лишь по грудь, мешал полусферический навес, защищающий видеокамеры от непогоды и прямых солнечных лучей. Теперь в предназначенном для них проеме обосновался кальтер с винтовкой, пристегнутый для удобства и безопасности лебедочным карабином к верхней перекладине лестницы. Позиция была далека от идеальной и не позволяла вести огонь по зависшему над головой вертолету. Поэтому майору требовалось ловить момент и стрелять по Ми-24 как только тот покажется над куполом. Доносившийся снизу канонада стихло. Судя по всему, Гурон распорядился прекратить огонь, не дожидаясь, когда Ми-24 завершит полный облет небесного паука. Далее сектантам предстояло провести короткую визуальную проверку результативности обстрела. А затем десантироваться на купол и спуститься с него по фалам через выбитое панорамное окно на верхнюю палубу. Кальтер полагал, что здесь он точно предугадает ход мысли командира Монолитовцев. Разве только того не осенит идея взорвать пару паучьих ног и уронить циклопическую конструкцию на рыжий лес. Но в этом случае все упиралось в экономическую сторону вопроса. Чтобы подломить даже одну могучую подпорку Таймбота, и то лишь в теории, Монолиту пришлось бы истратить на порядок больше взрывчатки, чем если бы Гурон просто заложил точечные заряды внутри паука и превратил его в огромную выжженную консервную банку. Как бы ни была богата секта, тратить такое количество взрывчатых веществ лишь на то, чтобы полюбоваться падением стального колосса, она явно не станет. В отличие от живого, мертвый небесный паук никому не мешал, и значит о нем можно было благополучно забыть. Возможность кругового обзора позволила Кальтеру быть готовым к вторжению врага с любого направления. Но вести неусыпные наблюдения за всеми секторами купола не пришлось. Шум вертолета отчетливо раздавался с юга. Определив, откуда прибудет десант, майор расположился поудобнее, пристроил на изувеченные руки винтовку и навел ее в сторону летающей цели. С момента появления Ми-24 и до того, как он оказался вне досягаемости засевшего под навесом стрелка, прошло от силы пять секунд. Уповавшему на фактор внезапности кальтеру пришлось стрелять быстро и как можно более метко. Но если насчет первого условия он не переживал, то выполнение второго стояло под вопросом до последней секунды. Боль в ампутированной руке и неустойчивая позиция не позволяли майору рассчитывать на прежнюю меткость и он компенсировал ее скоростью нажатия на спусковой крючок. Из десяти выпущенных кальтером бронебойно-зажигательных пуль только половина угодила в цель. Майор сразу отказался от попыток прикончить пилота. Огонь ввелся под невыгодным для стрелка углом и все пули в таком случае неминуемо с рикошетей либо от бронированных стекол кабины. Пробить их наверняка с позиции интрудера было попросту нереально. Ось несущего винта, трансмиссия и турбина именно их выбрал кальтеров в качестве мишеней. Он открыл стрельбу и едва вертолетный винт показался над краем купола а истратил последний патрон когда Ми-24 уже практически вышел из сектора обстрела. Насколько удачной получилась атака майора выяснилось как только вертолет завис над куполом и снизился для выброски десанта. Мерный вой вертолетной турбины внезапно прервал оглушительный хлопок после чего двигатель Ми-24 выбросил облако черного дыма и пошел в разнос наполнив атмосферу резким стрекочущим лязганием. Видимый кальтеру из-под навеса вертолетный хвост опасно закачался вправо-влево вероятно пилоты пытались совладать с управлением подбитой машины. Ценой героических усилий им это пока удавалось хотя вырывающийся из турбины дым и несмолкаемый лязг указывали на то что долго удерживать ситуацию под контролем экипажу явно не удастся. Гурону и семерым его подручным пришлось десантироваться в таймбот в экстремально сжатый срок да еще и рискуя угодить под удар винта болтающегося из стороны в сторону голову под винтовые лопасти но вместо них нарвались на пули интрудера поджидающего врага в своем невидимом с воздуха укрытии. Остаток на треть из расходованного магазина ВМК был заполнен обычными патронами которыми кальтер не применил обстрелять вражеский десант пока тот не рассредоточился по куполу. Впрочем сектанты уже догадались кто побил вертолет. Произведя высадку они сходу открыли ответный огонь по вероятным укрытиям противника коих на вершине купола было не так уж и много. Майор успел прикончить выстрелом в голову лишь одного врага и двух легко ранить. Хотя прибывая кальтер в прежней форме он наверняка уложил бы еще парочку мерзавцев до того как те его вычислили. Едва последний десантник спрыгнул на купол как теряющий управление вертолет в очередной раз опасно накренился и его неумолимо поволокло в сторону прочь от таймбота. В турбине снова что-то взорвалось и на сей раз вместе с дымом наружу вырвалось пламя. Похоже экипаж стремительно проигрывал борьбу с поврежденной машиной. Она еще удерживала в воздухе равновесие но качала ее так словно вертолет угодил в ураганный ветер. Если пилотам повезет дотянуть до опушки рыжего леса и посадить Ми-24 значит эти ребята могут по праву считать что родились в рубашке. На месте высадки десанта остался лежать лишь один подстреленный интрудером враг. Прочие моментально рванули в рассыпную поливая неприцельными очередями рассекреченную позицию кальтера. Пули зазвенели по металлическому навесу и начали рикошетить от поверхности купола вокруг люка будто намекая майору что пора ретироваться туда где имелось больше места для маневров. Интрудер намек понял и оттолкнувшись ногами от лестницы заскользил по лебедочному тросу вниз. Однако пометуя о хитрой тактике сектантов жертвой которой кальтер едва не стал в подземелье агропрома майор повременил спускаться прямиком на разгромленную палубу. Съехав на пару метров мизантроп застопорил трос качнулся на нем и уцепившись за потолочные консоли остался висеть под куполом зала. Наученный прошлым опытом кальтер не собирался дать изловить себя на одну и ту же уловку. Не прошло и пяти секунд как мимо задержавшегося под сводами майора пролетели две гранаты. Обе они упали аккурат туда куда только что должна была приземлиться их несостоявшаяся жертва. Шарахнув почти одновременно взрывы разметали устилавшие пол обломки оборудования добавили несколько новых вмятин на кожухе генератора но иного вчеркнуло по потолку в опасной близости от верхолаза но на такой высоте их разлет был достаточно большим и укладывался в стандарт допустимого для мизантропа риска. За окном оставляя за собой густой дымовой след пронеслась бронированная туша Ми-24. Болтающемуся под куполом кальтеру было отчетливо видно как совершенно неуправляемый вертолет задел брюхом верхушки сосен и камнем рухнул на восточную окраину рыжего леса. Обломки винта и перерубленных им деревьев взметнулись вверх и скрылись в огненном облаке ударившего им вслед пламени. Подобно гигантскому бумерангу оторванный вертолетный хвост описал в воздухе дугу и по злой причуде судьбы долетела таки до лесной опушки куда видимо и хотели приземлиться пилоты на своей горящей машине. Сама же она развалилась на части и объятая огнем осталось лежать в окружении поваленных деревьев того и гляди норовя стать причиной лесного пожара. Поняв что бомбардировка гранатами прекратилась кальтер завершил спуск отцепил от лестницы карабин и смотав по привычке трос поспешил к искореженному генератору. Подсумочный ремень оттягивал плечо искалеченной руки и майор воспользовавшись спокойной минуткой рассовал на ходу содержимое подсумка по карманам комбинезона. Затем отшвырнул ненужный груз и заглянул в технический отсек где до обстрела копалась верданде. Три из четырех удерживающих обруч медузы крепежных фиксаторов были раскручены а на последнем отсутствовало лишь половина шпилек. Кажется Вера лукавила когда заверяла дядю Костю что до окончания демонтажа у нее оставалось всего минутка. Благодаря сверхпрочному кожуху камера в которую был заряжен Этернали не пострадала но звать девочку обратно чтобы она завершила работу интрудер само собой не намеревался. Очень скоро на верхнюю палубу должны были пожаловать монолитовцы. Майор заметил на плече каждого из них смотанный фал а значит в настоящую минуту противник подготавливается к спуску. На куполе полно выступов за которые можно зацепить тросы поэтому предугадать откуда последует вражеская атака было возможно лишь приблизительно. Майор не недооценивал боевой опыт Гурона и потому мог представить как тот организует штурм верхней палубы. Оптимальный вариант вторжения выглядел следующим образом. Враг обязательно разделится на 2-3 группы синхронизирует их спуск и появится в зале соответственно с 2-3 направлений так чтобы сходу открыть кинжальный огонь по противнику в какой бы части зала он не прятался. После ураганного вертолетного обстрела в панораме уцелел лишь один фрагмент северный до которого так и не добрался отныне вышедший из игры Ми-24. Стекло на этом фрагменте покрылось трещинами от шальных пуль но тем не менее еще могло стать преградой на пути спускающихся с купола верхолазов монолита. Что впрочем кальтер не особо утешало. Контролировать остальной разгромленный участок панорамы было не намного проще чем в одиночку держать круговую оборону. «Дядя Костя!» окликнула майора Верданди поднявшаяся с нижней палубы по транспортеру что вышел из строя наряду с остальной техникой. Девочка в нерешительности топталась на входе. Не осмеливалась войти в разгромленный зал или опасалась снова прогневить интрудера. «Ты цел, дядя Костя! Я так за тебя боялась! Мне можно выходить?» «Я в порядке», отозвался кальтер. «И Этерналий вроде бы тоже. А ты беги вниз к мини-ботам и спрячься там получше. И смотри, не выходи из укрытия, пока я не разберусь с проблемами и сам не приду к тебе». «Я хочу тебе помочь, дядя Костя!» «Ты мне здорово поможешь, если будешь сидеть внизу, как мышка, и не мешать дяде Косте работать. Не волнуйся, я сумею извлечь артефакт из генератора». «Хорошо», не стала перечить Вера, но перед уходом добавила. «Только ты не забудь о том, о чем мы с тобой говорили, ладно? Это очень важно. Очень-очень». «Не забуду, клянусь», пообещал майор и, проводив глазами убегающего ребенка, пробормотал. «Папа Костя! И чего ради спрашиваться?» нарушил устав. Положив винтовку на сгиб из увеченной руки, Кальтер попробовал вынуть шпильки фиксатора обруча пальцами. Не получилось. Очевидно, Вера использовала для этого какой-то инструмент, который она в торопях унесла с собой или бросила где-то возле технического отсека, но во время обстрела он попросту затерялся среди обломков. Интрудер ухватился за артефакт и подергал его. «Кажется, можно попытаться расшатать и сломать фиксатор, тем более, что сделан он по всей видимости из обычного пластика?» «Ладно, разберемся. Не время отвлекаться на демонтаж. Если Гурон и его бандиты по какой-либо причине не замешкались, сейчас они должны спускаться по скатам купола к выбитому панорамному окну». Пуленепробиваемая обшивка генератора служила для интрудера единственным надежным убежищем на верхней палубе. Больше скрыться на ней было негде. Отступить на нижнюю означало подвергнуть Веру излишнему риску и оставить этерналий врагу. Майор прикрыл раскуроченную заслонку технического отсека — жаль, запереть ее от греха подальше было уже нельзя — и устроился так, чтобы уцелевший оконный пролет располагался у него за спиной. Затем положил винтовку на измятую генераторную панель, прибавил к ней одну из оставшихся гранат, а из запала второй вытащил предохранительное кольцо. Делать это пришлось прямо как в низкопробных кинофильмах — зубами. Но Кальтер поступил так не от избытка куража, а по вполне объективной причине. Из-за нее же пришлось перед этим разогнуть стопорные усики на чеке первой гранаты. Интрудер был готов к смерти, но сломать себе перед этим зубы ему один черт не хотелось. Зажав готовую к взрыву гранату в кулаке, интрудер замер, прислушиваясь к доносившимся снаружи звукам. Гурон и компания не намеревались переть на пролом и действовали предельно осторожно. Отчего, сами того не желая, позволили майору насладиться потрясающими мгновениями затишья перед бурей. Сколько майор не сетовало на судьбу, подкидывающую ему испытания за испытанием, а все-таки следовало признать, что она не лишена чувства гармонии. Это ж надо в круговороте всех этих передряг подарить Кальтеру секунды такой неестественно глубокой тишины, в которой наполовину оглохшие от канонады уши интрудера даже расслышали, как шумит ветер в кронах рыжего леса. Не дать не взять, сама зона затаила дыхание в ожидании развязки этой странной истории. В умиротворенном безмолвии звякание выплюнутого майором и упавшего на пол кольца гранаты показалось Кальтеру натуральным ударом боксерского гонга. Занятно, но сектанты тоже будто бы расслышали этот гонг и восприняли его как сигнал к началу атаки. Семь фалов, три с юго-восточного сектора купола и четыре с юго-западного, дружно влетели в оконный проем, сброшенный монолитовцами за миг до начала вторжения. Не успели еще скрученные в бухты тросы распутаться и упасть на пол, а по ним уже скользили вниз сектанты. Каждый из семи штурмовиков палил при этом из автомата, прикрывая тем самым себя и приятелей. Стрельба, понятное дело, велась неприцельно, поскольку вряд ли сектанты так быстро заметили бы спрятавшегося за генератором Кальтера. Но даже слепой огонь из семи стволов мог обеспечить штурмовым группам вполне сносную защиту, столь необходимую им в момент освобождения от фалов. Как и предполагалось, враги отказались вышибать стекло, потому что это наверняка помешало бы им скоординировать атаку сразу с двух направлений. Гурон надеялся на более практичную тактику, компенсировав ее предсказуемость плотным заградительным огнем. Пули монолитовцев ворошили рассыпанные на полу обломки и стеклянное крошево, звенели по обшивке генератора и с хрустом лупили по растрескавшемуся оконному пролету за спиной кальтера. Что ни говори, а убившая тишину прелюдия грандиозного концерта выдалась на славу. Чуть высунувшись из-за генератора, майор выгадывал подходящий момент. Бросить гранату можно было и сразу, как только противник показался на глаза, но для более эффективного броска следовало прицелиться поточнее. Сделать это было лучше тогда, когда плотность вражеского огня уменьшится. Ожидание интрудера продлилось недолго. Бойцы обеих штурмовых групп ступили на верхнюю палубу почти одновременно, и юго-западные на короткое время прекратили стрельбу, чтобы избавиться от фалов. Юго-восточным требовалось то же самое, однако они повременили отцеплять карабины, дабы не оставлять товарищей без прикрытия. Затем группу поменялись бы ролями, после чего их бойцы рассыпались бы по залу и, введя непрерывный огонь, начали продвигаться вперед короткими перебежками. Безусловно, так оно и случилось бы, не вмешаясь в планы штурмовиков Кальтер. Едва четыре автомата из семи смолкли, он тут же высунулся из-за укрытия и швырнул гранату прямо под ноги отстегивающимся от спусковых устройств юго-западным. Потом юркнул обратно, схватил последнюю гранату и зубами вырвал чеку. Юго-западным потребовалось всего пара секунд на то, чтобы отцепиться от фалов, и когда взрывоопасный президент майора достиг цели, четверка монолитовцев уже вновь похватала оружие, готовясь прикрыть юго-восточных. Но вместо этого прикрывающим пришлось срочно искать спасение от брякнувшейся возле них гранаты. Отрадно, что никто из них не страдал замедленной реакцией, но, увы, им довелось нарваться не на обычную гранату, а на ее ведомственный экспресс-вариант. Спастись от взрыва удалось лишь двум из четверых сектантов, тем, кто вдобавок к отменной реакции обладал хорошей прыгучестью. Завидев опасность, парочка счастливцев, что было сил, сиганула подальше от окна, как будто нырнула в бассейн с бортика. Их не волновало, что прыгать пришлось не в воду, а на стеклянные осколки и обломки аппаратуры. Похоже, эти отчаянные сектанты были готовы ради собственного спасения даже переломать себе руки и ноги, лишь бы очутиться вне досягаемости гранатных осколков. Остальные, юго-западные, оказались не склонными к акробатике и решили, что им хватит времени просто отбежать от гранаты на безопасное расстояние. Мысль эта в итоге стала для них губительной. Бегунам не хватило должной прыти, поэтому самого медлительного из них тут же вышвырнуло взрывной волной в окно, а второго посекло осколками, как только он повернулся спиной к источнику неминуемой угрозы. Учиненный интрудером взрыв вмиг разрушил Гурону четкий алгоритм вторжения. Троице юго-восточных пришлось избавляться от спусковых устройств вообще без огневого прикрытия, поэтому вторая метка, что даже угодило в одного из врагов. Как ни парадоксально, но именно это обстоятельство и свело к минимуму эффект от ее взрыва. Проворный громилосектант уже отстегнул карабин от троса и успел изловить стукнувший его в грудь яйцеобразный предмет. Удерживать его в руках монолитовец разумеется не собирался и поступил с гранатой так, как подсказал ему инстинкт самосохранения, а именно развернулся к окну и решил вышвырнуть ее с палубы в пропасть. И опять-таки непривычно короткая задержка взрывателя сыграла с врагом майора злую шутку. Граната разорвалась не на пути к земле, а в руках сектанта, чью дюжие тело и приняло на себя основную силу взрыва. Лишившись рук и головы, громила, тем не менее, оградил напарников от осколков, хотя не исключено, что легкую контузию эти двое все же заработали. Шарахнувшись в сторону, они ничком попадали на пол, подобно тем собратьям, коим удалось спастись от первой брошенной кальтером гранаты. А он уже схватил ВМК и стрелял по распластавшейся среди обломков четверки выживших противников. Однако те не спешили вскакивать с пола и нарываться на пуле интрудера, а предпочли отстреливаться из более удобного положения. Ответный огонь из четырех стволов не позволял майору высунуться и четко взять на мушку какую-либо цель, но планируемая сектантами атака захлебнулась, и теперь их перевес был уже не столь ощутимым, как при начале штурма. Кальтер стрелял одиночными выстрелами, стараясь экономить каждую пулю. В отличие от монолитовцев, пока не страдающих от дефицита боеприпасов, майор был обязан контролировать расход патронов, поскольку поживиться ими за счет противника не представлялось возможным. Манера защиты интрудера, игнорирующего стрельбу очередями, быстро навела монолитовцев на правильный вывод, после чего они рассоредоточились за наиболее крупными обломками и решили взять короткий тайм-аут. Торопиться штурмовикам было некуда, уничтожение считающего каждый патрон Кальтера являлось для них вопросом времени. Сектантам нужно было лишь запастись терпением и больше не подставлять головы под пули. «Ну что, клейменная крыса, много успел наворовать здесь высоких технологий!» издевательски полюбопытствовал Гурон. Майор понадеялся было, что тот угодил в число погибших, однако, к огорчению Кальтера, командир сектантов оказался одним из тех шустриков, которые избежали взрыва первой гранаты. «Эй, особист, я к тебе обращаюсь!» «Черт, ну и везучий же ты, сукин сын! Удрал от нас с одним обручем, а сейчас опять при оружии!» И на паука проник, пронырливая татуированная морда. «Вот только почему ты не сбежал, когда увидел вертолет, а? Ведь у тебя, ублюдка, было в запасе столько времени, чтобы скрыться, а ты остался!» «Почему, дьявол, тебя дери? Что здесь есть такое ценное, ради чего ты готов даже сдохнуть? Сделай милость, раскрой секрет, прежде чем я отрежу тебе твои крысиные яйца!» Кальтер молчал. Вступать в словесную перепалку с врагом было не в его принципах. Неподалеку от него залегли четыре помехи, которые следовало устранить. Вот и все, что интересовало сейчас интрудера. Его работа не терпела болтовни, ибо та отвлекала внимание, столь необходимое мизантропу в охоте за жертвами. И пусть сегодня жертвой был он, правила от этого нисколько не менялись. Как и всегда, Кальтер старался сделать свою работу и при этом выжить. Ничего нового под солнцем. Попытка Гурона разговорить везунчик-особиста не увенчалась успехом. Поэтому вскоре монолитовец решил прекратить бесплодную болтовню и вновь перейти к активным боевым действиям. Майор видел, куда разбежались сектанты и держал под прицелом их укромные местечки, так что стоило лишь кому-нибудь из врагов высунуться, и тот с высокой вероятностью нарвался бы на пулю. Впрочем, схоронившийся за разбитым пультом Гурон тоже имел возможность следить за обстановкой и строить на основе своих наблюдений оперативные тактические планы. Уцелевший пролет панорамы, который здорово помог Кальтеру предугадать направление вражеской атаки, теперь вдруг, нежданно-негаданно, оказал майору медвежью услугу. Не высовываясь из-за укрытия, Гурон метнул гранату с расчетом, чтобы она перелетела через торчащий посреди зала генератор. Индейт смог при этом даже не целиться. Все, что от него требовалось, это размахнуться посильнее и швырнуть повыше предназначенный для интрудера сюрприз. А точность броска особой роли не играла, а конное стекло за спиной Кальтера перенаправило гранату именно туда, куда Гурону было нужно. Отскочив от окна, граната брякнулась в паре метров от майора и завращалась на полу, словно раскрученная бутылочка в одноименной детской игре. Противник выкуривал интрудера из убежища прямо под пули, но иного пути у Кальтера не было. Его только что согнали с единственного безопасного места в зале, и куда бы майор не кинулся, везде он был досягаем для вражеских стрелков. Взрыв шарахнул в тот момент, когда Кальтер стремительным броском выскочил из-за генератора, а потом, наплевав на сломанные ребра, нырком плюхнулся на пол и покатился по нему во фланг рассредоточившегося по залу противника. Следом за взрывом загрохотали автоматы сектантов, которые только и ждали момента, чтобы начать пальбу по отчаянно маневрирующей цели. Одна из пуль вскользь зацепила Кальтеру плечо искалеченной руки, а еще одна пропорола мягкие ткани внешней стороны правого бедра. Оставайся интрудер сейчас на ногах или кинься не в ту сторону, вряд ли дело ограничилось бы двумя касательными пулевыми ранениями, но поскольку майор изо всех сил разыгрывал из себя трудную мишень, то и отделался минимальными в его положении потерями. Маршрут бегства был выбран Кальтером отнюдь не наобум. Четыре вражеских укрытия располагались по палубе примерно в одну линию, и потому, забежав во фланг этого маленького фронта, майор создал ситуацию, при которой стрелки противника перекрывали друг другу сектор обстрела. Лишь правофланговый сектант мог отчетливо видеть перед собой цель, он-то в итоге и задел прыткого Кальтера двумя пулями. Но поскольку этот монолитовец был из числа тех, кого майор изловчился ранить при десантировании на крышу, он заметно проигрывал мизантропу в проворстве и не успел увернуться, когда идущий в контратаку Кальтер открыл по нему встречный огонь. Интрудер тремя выстрелами пригвоздил замешкавшегося монолитовца к его укрытию, перевернутому набок столу, после чего воспользовался этим же столом и телом мертвого врага в качестве щита, дабы спокойно перезарядить опустошенный магазин. На боль в простреленных плече и бедре Кальтер не обращал внимания, да и после пережитой им недавно боли новая оказалась лишь мелкой неприятностью. Истовое желание выжить заставляло майора забыть о подобных царапинах и броситься на врага так, как бросается кошка на зажавшую ее в угол собаку, стремительно, яростно и невзирая на оскаленные собачьи клыки. Перезарядив магазин, Кальтер решал Кальтер Продолжение следует... 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 Продолжение следует...